здравствуйте здравствуйте я говорю вам здравствуйте здравствуйте уважаемые слушатели зрители слушатели и зрители с вами вячеслав котляров харькове 3 часа 0 2 минуты ночь или что это ли раннее утро 21 05 21 год ну то есть практически абсолютный свежак но абсолютный свежак будет все таки вступление с трудом нашел этот ролик он когда-то год назад был удален ютубом всего лишь из-за одного слова всего лишь одного слова и огромное спасибо добрым светлым человеком которые его когда-то скачали вот и я его нашел и хочу по-новому перезалить по-новому даже наверное и монтаж не буду делать эти оговорки очи пятки пускай она так живости придает не как роботы мы говорим там можно конечно дорожку почистить так вот дальше пойдет фрагмент из того что когда-то было да точнее ролик то пойдет и там я все-таки сделаю акцент на том фрагменте из-за которого ролик был удален дальше я еще прокомментирую что к чему и приятного прослушивания мониторы будущего это голограмма сквозь них руку можно будет пропихивать то есть это будет создаваться в воздухе мониторы все будет на нем видно здравствуйте уважаемые слушатели и зрители с вами вячеслав котляров харьков 18 часов 57 минут 31 на 3 2020 года данном ролике будет фрагмент из эфира с канала котляровым кого-то данный участок аудио дорожки заинтересует а кому-то может просто банально спасет жизнь но перед тем как запущу фрагмент из эфира скорее всего я наверно просто обязан сделать комментарий на злобу дня до сейчас по всему миру аудитория слушает разных вещателей пытается от них понять что происходит но я вам скажу что по сути ни один извещатель и вам не скажет истинного положения вещей но истина как всегда одними принимается другими отрицать в чем же заключается истина но если двух словах то никакого корр никакого крых никакого к вот и за вот этой фразы никакого кры никакого как там сказать похорона фикции похорона фикции 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 фик как правильно сказать не существует картонного фикуса тогда я сказал вот назад и все снесли ролик то был вообще другом но я только на злобу дня решил сообщить что мол так и так конечно постоянная аудитория ждет новых сенсационных сенсаций но в силу объективных обстоятельств они пока еще только пекутся еще не готовы работаю сейчас параллельно сразу веду два ролика не знаю доведу я до логического финала один будет называться от внимание на экран не верьте своим глазам а верьте своим мозгам ну вообще это юра тимовский известны нами всеми разоблачитель всевозможных фейков первый нашел скажем так не состыковки подачи той или иной информации но я пошел дальше я еще обнаружил что такие круги в мире имеют место быть и в пустыне сахаре сахара дам глаз и не визуально похожи вообще более подробно я про это на котлеров м говорил как-то переозвучивать конечно проблематично если кто-то из слушателей и зрителей котлеров м помнит тот эфир где мы разбирали вот эти круги то ли от взрывов то ли от высадки нлву пожалуйста напишите под роликом название того эфира просто дело быстрее ускориться вот ну и второй наверное будет называться николай левашов николай викторович левашов родственник кутузова но это такое пока рабочее название дальше пойдет оригинальный ролик хоть там и квадратиками красными выделены видеоролики которые якобы можно было посмотреть но они уже по моему все давно снесены может по названием где-то на просторах интернета можно найти эти ролики ну по большому счету не не принципиально главное шок никакого не существует и это самое главное а извечный вопрос от чего же гибель идет тотальная но первое гибель идет от лечения нет самой кры от лечения кры ну и второй момент это в ролике добрые антитела я довольно таки на мой взгляд подробно объясняю причиной беды планетарной до новых роликов нет но это не означает что нечего сказать у меня всегда есть что сказать и зрители котлеров фэм это прекрасно знают хотя бы небольшое маленькое наблюдение в сутки относительно сенсационно я озвучу вот ну что есть еще может означать может означать то что я не гонюсь за просмотрами не гонюсь за лайками хотя любой блогер знает что такое провисание для канала очень проблематично будет в будущем вырисовываться но не больше наверно важно работа важно сарафанного радио нежели сухая статистика youtube а ну довольно таки большие вступления это из 21 года 21 числа я сейчас вступление сделано дальше пойдет оригинальный ролик еще раз приятного прослушивания быть добру мониторы будущего это голограмма сквозь них руку можно будет пропихивать то есть это будет создаваться в воздухе мониторы все будет на нем видно нашу это электроник напрямую да напрямую да потому что как никола тесла до свое время создал устройство которое из эфира тянет например вот это да вот это развитие технологии это развитие человечества это развитие нашей планеты развитие ну давайте в пользу случаем так мышь в эфире нас слышат сотни потом услышат тысячи друг для кого-то это новая территория на которой мы живем оккупирована существами которые расценивают нас как пищу чтобы кролики себя чувствовали по ихнему мнению хорошо они кроликам дают много чего в том числе и технологии придумывают всяких менделеева в тесл и говорят но вот уже ученые до вас что-то открыли можете чтобы не напрягаться хотя в принципе это мормышка для определенных одаренных кулибинов которые думают а мы живем свободном мире я сейчас за патенту и супер изобретение ну придумают там где с одного гвоздя можно целый город напитать электричеством а ему раз голову отрезали он то не знает где он живет он не знает зачем живет и что тут происходит поэтому оккупанты сделали такой сарай для сей для клей которым потихоньку дают чем располагают как отличать себя человека от других представителей жизни форм жизни а просто принимать истину которую допустим я в эти минуты озвучиваю потому что любой человек понимает что сейчас озвучена горькая правда поэтому здесь можно относиться по-разному к этому вопросу который озвучил но желательно изучить произведение орвала скотный двор там принципе чтобы понять что происходит там же животные беседуют а мысленно взять себя поставить что человеке там между собой в этом произведении общаются и вот как бы понять что происходит поэтому то что нам оккупанты позволят то и будем пользоваться а если хотим сами быть хозяином в своем доме надо распространять знания потому что если бы миллионы знали то что знают сотовчане да эта площадка немножко другие расклады бы были в мире но это очень коротко спасибо передаю слову но как бы мы я понимаю да мы в этот мир пришли я так понимаю не зря да вот в частности я не могу ни за кого сказать вот скажу за себя но видимо может быть я для чего-то пришел здесь вот я серьезный человек и занимаюсь как бы своим делом да и с рождение у меня есть да а вот именно в электротехнику а этому не никто не учил ни один преподаватель вот не хвалюсь вот значит и считаю так что значит коль родился человек значит ну предназначен для совершенствования нашей жизни на планете да ну ну может быть не каждый может быть конечно это понятно но она так есть то есть но я чувствую свое там например предназначение может быть я что-то открою может быть что-то что-то у меня будет каждый человек должен нести вклад видите нашей плане да вот какая бы она там не было да там вот в человечество совершенствование нашего мира вот и самое главное что хотел сказать ну наверное такое хотел сказать так ладно другой стороны тогда зайду но представим квартиру вы хозяин вам квартиру запустили 10 детей и не начинают бегать там на на стенах рисовать естественно вы постараетесь их остановить оккупанты также сама будут регулировать процессы которые здесь здесь происходит ну первое откуда дар это с легкостью объясняется если знать истинное устройство со света значит каждый человек человек до представитель человеческого рода он аватар своего высшего я то есть на манер компьютерной игры создан персонаж аватар по образу своего подобию поэтому есть человеке которые рождаются сразу одаренные картины пишут он взял и начал писать картины его никто не учил другой кулибин его никто не не учили этому он сам берет как говорится мастерок и из него делает это из мастерка может часы сделать наручные грубо говоря потому что опыт высшего я намного больше и намного древнее чем у аватара который сделан на вот это сессионное прохождение изучение этого мира своего рода инструмент поэтому в оккупации если не знать что происходит все будет на благо оккупантов то есть мы в огромном загоне и все и всеми нашими трудами и плодами оккупанты пользуются они никакому блага планете это не принесет тем более во первых надо знать как планета выглядит до планета наша миллиарда раз больше состоит из мириады сот в каждой соте яйцо в каждом яйце желток мы живем в одной из таких сот на поверхности желтка причем наша сота ну умопомрачительных размеров там не знаю там правильно как сказать диаметр или радиус порядка три миллиарда в миль то есть до следующей соты можно в начале жизни на начать путь пешком идти и концу жизни человека не идет бы расстояние слишком большие поэтому есть назовем условно летающие тарелки которые позволяют эти расстояния пересекать доли секунд поэтому конечно человек приходит в этот мир что-то что-то принести какую-то пользу но вначале он должен знать как он мире в мире находится и что происходит ибо его польза обернется в рядом потому что оккупанты не всемогущие они у нас учатся учатся у представителей человеческого рода потому что знает что представители человеческого рода в отличие от них автономны оккупанты за циклены и законнектены на центральный компьютер на который получают инструкции а мы подключены ну каждый к своему высшему я а тот высшая в свою очередь к своему высшему я и так далее до бесконечности поэтому это очень важно знать где мы живем и тогда уже человек начинает согласно этих знаний действовать а так он изобретет какую-нибудь но не знаю яд какой-нибудь изобретет скажет вот хороший яд избавиться от вредоносных насекомых за считанные секунды оккупанты взяли флакончик яда хорошо человек придумал яд но мы у него возьмем этот флакончик и используем не против насекомых а против его собратьев спасибо человек что ты сделал изобретение для нас и убил миллионы а кулибин думает вот какой я молодец и придумал же уникальное изобретение да как там кто там говорил умно придумать ядерную бомбу но неразумно ее использовать да спасибо передаю слову вячеслав я понятная понятная речь очень конечно вот но хотите что сказать что нашими силами ума мы все равно обречены здесь на что-то то есть как говорится все равно дальнейшем не дано скажем так я понял но как сказать как вот объяснить по-другому но например если вот например я хочу совершенствовать этот мир вот если честно глобально рассмотреть да то мне это не позволит нет не позволь прав конечно и я могу миллион примером приводить когда кулибин создавали моей жизни и и моей жизни не хватит чтобы бороться с этим да поэтому у нас есть бесконечное количество воплощений если заодно реинкарнационный цикл мы не успеем то у нас всегда есть возможность заново воплотиться в этом мире и все заново проходить но уже более опытным уже понимая где минное поле а где цветущий сад а вдруг у меня уже минное поле ну на чего надо войти или стать на месте нет нового на применять мнение может быть я неправильно пользовала может быть у меня самая стадия такая что я воплощу это воплотить какое-то полезное изобретение планетарным ну давайте самого простого начнем от реальные случаи из реальной жизни сравнительно недавно один человек поставил себя в огороде мельницу и решил электричество получать используем слово за спасибо его посадь ну приехали до постреляли лопасти с автомата вы все сломали там другую другую в себе в туалет накидал дрожжей подключил трубы и начал пользоваться газом приехали взорвали ему туалет меня куда никто не даст жалко тем более тем более местные жители в какой-то мере ну как бы не не шибко ну хорошим вещам то подготовлены как ну по по своей по своей сфере да вот подготовлены ли миллионы местных жителей узнать что континента северная америка не существует а города соединенных штатов на территориально находится на юго-восточном побережье азии а ведь это простое это простая истина которую могут только принять несколько сотни тысяч человек и так и с технологиями ну зачем грубо я скажу зачем марш мартышкам граната что они с ней будут делать они себя покалечат ведь к чему может привести знание о том что сша у нас находится недалеко от китая да просто толпы паломников кинутся проверять и правоту моих слов и погибнут нам на мины кстати поляк и погибнут под выстрелами беспилотников которые патрулируют эту границу стену можно и сейчас посмотреть официально она правда называется стена между сша и мексикой но на самом деле эта стена проходит между сша и китаем длится она более трех тысяч километров три три километра три тысячи шестьсот километров она длится эта стена 20-тысячная армия пограничников охраняет эту стену чтобы жители китая не могли ходить в сша и наоборот беспилотники ну и скорее всего и минные поля я делал ролик по минным полям у нас тут заминировано практически все что можно что нельзя так это мне тоже удалось накопать с официальных источников где они на наших современных картах указывают вот эти минные поля то есть вы из одной страны в другую так просто на правстес из китая сша не перейдете вот но это так в упрощенной форме поэтому я благо я сейчас сделал дело для многих кулибинов я подсказал им что когда вы видите ролик на ютубе что мужик заправил танк водой с лужей танк поехал да это возможно это возможно это действительно может техника так работать но вы не спешите бежать что у вас он там будет работать нет ведра воды от маленькой майонезной баночки потому что это мормышки они как раз так вот этими открытиями теслами всякими массовыми вот этими типа прорывами они как раз то вы цыганит светлые мозги которые которые им не нужны одаренные от рождения талантливые исследователи открыватели им не нужны поэтому очень аккуратно со знаниями которые дадены высшим я в оккупации нужно поступать передаю слово есть еще есть еще вячеслав еще такая маленькая проблемка да но она перерастает очень большую благодаря чему с этими изобретателями да вот эти вот энергии там вот которые там цифиры либо с воды там вода там водород и туда-сюда пошло туда я все знаю вот есть еще очень маленькая проблемка то что какой вот изобретатель чего-то либо достигнет и сразу золотая лихорад я все это делал запатентую я хочу мог много бабла я хочу много того сего туда-сюда то я царь я бог и пипец и он уже забыл что он родился человеком что он как бы родившись человеком совершенствует этот мир и он уже все его уже деньги интересует его уже не интересует свое изобретение уже все и пипец и для всех этих пользователей все это все это закрыто но хочу добавить есть одно маленькой но с восклицательным знаком на земле еще остались такие человеческие существа два да не люди а человек которые сидят и думают а значит аха ну изобретает что-то туда-сюда вот те кто изобретет такой же источник энергии вот который с эфира например но это самое доступное самое нам единственный источник энергии я бы что сказал эфир тот человек кто изобретет и пошлет это все в форум ребята давайте распространяйте и и поперла 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 так же как это наш вот вирус вот это вот что мы сейчас обсуждаем и также все это по всем странам разойдется по интернету ребята и в каждой стране есть радиолюбители в любой стране есть и каждый соберет и все и вот если вот пример да вячеслав какой-то рассказывал когда что там вот один изобрел его отравили другой изобрел его там застрелили там или что там я не знаю не частный случай как а если мы объединимся и вот так же как вот как распространяется наш пил точно также распространить по интернету не хочу я денег ничего вообще есть вот например вот в мою силу что-то достигнет я не буду за это брать денег ни с кого почему потому что я сделал вклад свою землю да и моей жизни ниже ну и что зато мои дети будут жить с этим вот и все это поперла все по интернету сразу по всем странам все и все собрали а если не один собрал а сразу там миллиарды собрали и все и задавить это можно все разом за сутки просто на карден очкнет вообще ничего не надо электричество это вообще взял отрезу бы я планирую слова из города шикарно ну сразу видно слова человека представители человеческого рода да именно так как раз там выше во вселенной создания именно так и мыслят как говорится не ради корысти ради блага человеческого рода но совершенно верно но германии берут налоги за свет ой за свет оговорка за снег если у вас он упал на крышу из-за дождь поэтому если оккупанты проворонят эту технологию они скажут ну ладно тогда будете платить налог за пользование у той и шнягой которую вы используете а мы ее не можем найти хорошо вы будете платить налог за то что вы не пользуетесь нашим электричеством как ведем налог за бездетность до налог за бездетность данном случае как пример не обмануть оккупантов но их можно перехитрить вот я принципе этим и занимаюсь сколько в эфире четыре года хитрости озвучу самое для оккупантов страшно когда начнется неуправляемый хаос все что было ранее все вот эти катаклизмы хаос революции войны они все управляемы а самое страшное для коп оккупантов когда они утратят бразды правления над миллионами ведь и какие у них есть сейчас пока такие речаги силовые до отдать приказы военным полицейским чтобы они устроили расправу а если нам удастся поднять уровень и человеческого я военных и полицейских до высокого уровня где оккупанты будут бессильны вот где задача придумать свисток с помощью которого можно выкопать большую яму это круто но вот перековать мозги тех кто держит оружие в руках значительно тяжелее но этим надо заниматься здравствуйте уважаемые слушатели и зрители с вами вячеслав котляров надеюсь мой голос все равно из на узнаваем несмотря на то что немножко подсевшие апрель так исторически сложилось очень изобилен на сенсации значит сенсация от меня что сейчас в судах мира начал работать искусственный интеллект то есть он сейчас судит и плюс еще к сожалению не дошел до основного канала но тем кому действительно интересно про черные ниточки про белые подбородниках вот можете найти ролик на канале котлеров м тайна подбородников и мандригалов раскрыта но на самом деле раскрыта тайна маргеллонусов ну это для тех человеков которые действительно хотят разобраться что же там за ниточки ползают на мордниках вот ссылка будет под роликом в описании ну и для протокола для истории где же тут у нас сведения виде видео значит мы его сейчас прямо в эфире и опубликуем и кстати не знаю идет эфир или нет я так вот запустил сейчас проверим или поди по надеяться на youtube она прямая трансляция не вроде идет 29 человек ну так на славянский авось вот что теперь я не могу найти вон ту нова песню так теперь я не могу найти чтобы опубликовать все приятного просмотра всех роликов быть добры на территории украины впервые мире искусственный интеллект судил человека здравствуйте уважаемые слушатели зрители с вами числа в котляров в харькове 12 13 22 04 021 немножко посаженный голос надеюсь вас не введет в оману в заблуждение что я это я надеюсь так ну что когда-то я на даже на основном канале заливал ролик вырезал из фильма был советский фильм и его назвал суд других соток сейчас к сожалению мне точно не вспомнить как этот короткометражный фильм назывался спасибо автору канала он отдал ответ только у него сохранился мой монтаж так где этот фильм только фильм о том это я подписал как робот из судьи последнего человека проживающем городе последний человек остальные все роботы надо убедиться что все таки это я монтаж делал в общем вы видите там я пытаюсь вячеслав котляров тогда рекламировал активно на ролик свой первый да вот но на территории украины пошли еще дальше если здесь искусственный интеллект хотя бы внешне в человеческие скафандры был заточен да это роботы сидят то на территории украины уже решили сразу попасть в будущее то есть суд происходит вообще даже без без роботов то есть голос давайте послушаем как суд происходит искусственного интеллекта вещает и оповещает давайте послушаем кому интересно на канале стрима усова кирилла народная тв ролик называется обжалование в суде постановление кабинета министра украины и вот это интересно да фемида в тему завязанными глазами там начале ролика курьез и искусственный интеллект не видит в зале человека он пытается настроиться на лет ну хорошо хорошо раз никого нету значит и начинать не будет не будем и пытаются настроить искусственный интеллект что и я тут я здесь я уже пришел и вас хорошо слышу сейчас ему доказывают искусственным интеллектом что человек живы находится конечно под это еще пока искусственный интеллект не отладили ну ладно посмотрите потом сами знаете даже в суде доказать что это был суд будет никак невозможно с точки зрения честной юриспруденции давайте моделируем ситуации якобы мы слышим голос мужской голос который говорит собеседником до точнее человек пришел и гарю зовут вот он с ним разговаривает и доказать в суде что это был живой диалог они просто качественная программа типа алисы только еще круче как назвать ролик уникальный в мире эксперимент на территории украины впервые за последние две тысячи лет в истории человечества начал судить искусственный интеллект посмотрите ролик суд других сотах очень интересны вот ну и неизвестно какой вердикт тут игорь наверно нам скажет там я там акулов подавали аналогичные иски в связи с тем что решение кабинета министров украины является антиконституционным и незаконным то есть фактически шмагаль взял на себя как бы функции верховной рады ну на мой взгляд это незаконные действия куда смотрят избушка но мне вообще непонятно ну уважаемые все понятно что что непонятного так ну что вот это чтобы было формативно и для зрителей с клиповым мышлением тоже этот ролик подошел пять минут думаю не вложится или влажаться а там тему уже можно развернуть пошире пока ролик монтировал нашел что к сожалению пальму первенство насчет искусственного интеллекта украины забрал китай восемнадцатом году в китае впервые провели судебное заседание на котором функции суде выполнил и и роботы судят позабытый хлопот и остановлен бег в голову это роботы человек с точки зрения респонденции доказать в суде что это был суд никак невозможно вот просто невозможно причем даже есть юриспруденции в некоторых до регионах лица земли что видео запись даже аудиозапись не является доказательством да вот поэтому прикольно прикольно знаете вот забавно так если со стороны смотреть требовать от жителей определенного региона в частности территории жители территории украины чтобы они жили по законам при этом сами кто требует жить по законам наверх нарушают законы начиная от простых как говорится ппс ников до которых как мы знаем даже документов нету что они служат в полиции они конечно могут достать карточку нам сказать такое выдали ну можно дальше конечно затем стебаться нам такое выдали это может многим дойдет тем кто сейчас пока свято верит что происходит планетарно какая-то трагедия пресловутая тема с пробиркой который тряс там какой-то сша шника говорил надо срочно принимать меры вот здесь халэпа в этой пробирки там выяснилось что это там был обыкновенный зубной порошок да ну и здесь как говорится те кто выживет и кто не понимает что сейчас происходит дойдет что это все был фарс остановить это ну наверно практически невозможно единственно человеке с мозгами попытаются выжить попасть в эти пресловутые 20 процентов золотой миллион золотой миллион какой миллиард нас население около миллиарда всего вот этот золотой миллион в основном человеке будут выживать потому что понимают что это все ложь и провокация так ну пожалуй все будем развивать надеюсь а вдруг это кто-то подходит этой идее вячеслава котлярова еще более грамотней посмотрит на то что на территории украины впервые мире искусственный интеллект судил человека здравствуйте уважаемые слушатели зрители пошла трансляция здравствуйте уважаемые слушатели зрители с вами вячеслав котляров буквально на минуточку потому что те вещи которые я планирую сейчас сказать нужно говорить только под запись прямом эфире в общем дело обстоит так сейчас я опубликую ролик который называется добрые антитела но полное его название мир про это не знал 300 лет но может он не знал мир про это 200 лет может 150 но много человек впервые большое множество зрителей услышат для себя очень необычные знания и данные вот затягивать долго не буду ну что еще добавить что наверно вы понимаете для чего я в онлайне этот ролик опубликовываю потому что в ролике вячеслав котляров сообщает новую важную необычную информацию открытый доступ окей всех приветствую кто в чате обновляйте страничку и вместе будем смотреть этот ролик я даже его специально премьера я не буду пускать рекомендую всем сразу его скачивать мало ли что будет быть добру здравствуйте уважаемые слушатели и зрители с вами вячеслав котляров харьков 18 часов 03 минуты 14 число но четвертый месяц 2021 год конечно наши смутные дни и годы желательно делать ролики на актуальные темы при этом конечно же не забывать про мироустройство географию и так далее знаете вот когда пишешь подобный ролик первое что приходит на ум в наши времена как бы информация знания и данные которые я сообщу в этом ролике получили больший охват зрителей и слушателей но парадокс сказанный в ролике информации все равно по сухой статистике приводит к тому что часть зрителей которые все и так прекрасно понимают они будут стараться не идти негативной дорогой но часть зрителей которые четко уверены что информированы от официальных сми и науки достоверными знаниями и данными конечно же пойдут той дорогой которые планируют ставка при монтаже другими словами я хотел сказать кто понимает что жижи ширяться не нужно тот и не будет ширяться ну а у кого полная уверенность что жижа может исцелить тот конечно будет ее использовать про это кстати будет дальше в ролике на эту тему и отсюда резонный вопрос а зачем тогда этот ролик ну вот для трех пяти человек я когда-то в шестнадцатом году 25 апреля свой самый первый легендарный ролик так и начинал что если меня 35 услышат это замечательно ну и сами мы с вами видим к чему это привело более 100 тысяч подписчиков на моем канале учитывая что я звучу абсолютно специфическую информацию знание данных которые больше никто не звучит мире от слова совсем уверяю 100 тысяч подписчиков это очень много так вот и пишу этот ролик в надежде на чудо что 35 человек меня услышат поймут к чему это приведет как обычно спасению жизней родных и близких вступления такие длинные обязательно особенно к таким роликом такими вступлениями я отсеиваю тех кто недостоин информации знаний и данных и настраиваю тех кто хочет максимально понять как устроен мир наш внутри нас на физическом и на тонком плане так как это основной канал я буду стараться подбирать определенные слова чтобы ролик остался жив значит чего мы с вами начнем с обыкновенного укола занозой сейчас я буквально имею ввиду вы загнали себе в указательный палец маленькую деревянную занозу и организм нас начинает вести определенную работу по устранению потогена этого маленького потогена да то есть его надо как-то нейтрализовать как мы с вами знаем есть эритроциты и лейкоциты эритроциты это красные тельца нашей крови лейкоциты это белые тельца вроде официальная наука утверждает что они идут один к десяти на один лейкоцит приходится 10 эритроцитов на 10 красных шариков телец приходится один белый шарик тельцов 10 когда заноза продолжает свое житие в вашем пальце лейкоциты в это время не дремлют они начинают множиться то есть белых шариков по простому скажем на белых телец становится все больше и больше вскоре образуется гной и с этим гноем да можно намного проще извлечь занозу но организм ее скажем так выпихивает то есть мы с вами теперь должны запомнить важное словосочетание главная функция лейкоцитов защита организма от патогенов еще раз повторяю главная функция лейкоцитов защита организма от патогенов вот эти пресловутые белые тельца до белые шарики ставка при монтаже я про это и далее буду говорить но очень важно по необъяснимым стечением обстоятельств эти белые шарики они же с другим названием лейкоциты имеет еще другое название антитела вы понимаете что эти шарики кто-то решил называть антителами то же самое происходит не только если заноза попала вам в палец любые потусторонние предметы и объекты организм расценивают как вторжение как врага то есть если ваш организм попадает патоген будь это самый обыкновенный яд хоть змеиный хоть созданные в лабораториях искусственно происходит та же схема организм опять начинается активироваться и лейкоциты начинают множиться и заполнять кровь белыми шариками пока полностью нейтрализуют патоген он может быть опять повторюсь любой яд также кандидоз кандидоз тоже является патогеном ну и ряд других скажем так ингредиентов примеру бациллы бациллы это палочки а также коки в виде зерна шаровидной формы в природе в большой концентрации то что я перечислил редко встречается поэтому специальных лабораториях очень долго процеживая воду со временем извлекая из этой воды и делая большую концентрацию искусственным способом ну а потом через различные схемы уже эти концентрированные объекты внедряют местным жителям давайте еще раз повторю чтобы появилась какая-нибудь халепа ее нужно искусственно создать в лаборатории при этом нужно процеживать постоянно тонны воды чтобы извлечь и собрать огромную концентрацию этих ужасных объектов в определенном объеме и попадание мной перечисленного в организм могут вызывать активирование солдатиков ну тут же алкоголь в принципе это яд и лейкоциты активируются пока полностью не уничтожит заразу которая появилась в организме но к чему приведет дальнейший путь лейкоцитов если организму не помочь лейкоцитом в борьбе с патогеном они будут множиться ведь лейкоцит он может жить как от нескольких часов тогда нескольких лет и большое скопление лейкоцитов может привести к необратимым последствиям официальная наука взяла себе на выражение слово лейкоз еще есть другое название лейкемии то есть мы с вами понимаем что огромное количество лейкоцитов приводит так называемой официальной болезни белокровия то есть белых телец становится значительно больше из той же оперы гангрена когда лейкоцитов становится очень много и нам говорят это заражение крови это не заражение крови это большая концентрация белых телец вообще по каким-то неизвестным причинам наших добрых и светлых белых солдатиков лейкоцитов назвали антитела вы поймите что антитела и лейкоциты это в принципе одно и то же вот коциты имеют просто другое название антитела но вообще их нужно было назвать добро тела или вито тела или жизнь тела то что дают жизнь но важно но большой концентрации дают погибель так как у нас в принципе у многих организм постоянно скажем так находится в стрессовой ситуации то даже от страха от ужаса от выделения адреналина какой-то мере включается опять же те же те же процессы то есть лейкоциты солдатики должны все это опять же нейтрализовать сейчас всему миру сообщают чтобы спасти местных жителей от модной болезни им нужно определенную жижу вводить в организм это определенная жижа увеличивает количество антител а как мы с вами теперь уже знаем лейкоциты и антитела это одно и то же под разным названием на самом же деле они внедряют самые обыкновенный яд и лейкоциты те же антитела начинают опять активироваться и множится то есть вы поняли вводится жижа организм сам понимаете сам включается и начинают с ядом бороться когда организму удается более-менее справиться и с ядом естественно антитела возвращаются свою изначальную фазу 1 10 лейкоциты возвращаются 1 10 местные жители перепуганы что у них антитела в организме начинают исчезать бегут за новой дозой жижи и вот они швырнулись и опять в организме яд и опять огромное количество антител а именно добротел их же их же как принято называть лейкоциты если конечно организм более скажем так зашлакован загажен то пожилые люди могут и не пережить эту жижу ну и молодые бывают зашлаковываются можно зашлаковаться и едой и водой и воздухом даже ношение вот этих подбородников может одна носка привести к необратимым последствиям причем не надо мне писать комментарий а как же а как же хирургические ватно-марливые повязки вы понимаете разницу хирургическая ватно-марливая повязка повязка ко всему прочему она еще пропитана определенной жидкостью понимаете подбородник и ватно-марливая повязка это абсолютно разные вещи это совсем другое поэтому ношение подбородника может запустить необратимые процессы не только связанные с активированием патогена в организме но еще к известной всем болезни деменция ну там с целый список целый список имеется где можно подхватить этот яд как их правильно так для ютуба сказать я рада дурацкое слово там тоже может быть добавлено определенные ингредиенты вот люди конечно стенаются плачут а горится мол вот у них родственники умерли от этого непобедимого недуга погибают от яда где находит яд это уже другая тема даже можно один раз вы отделе подбородник и все и он уже запустил выпиливание но в основном погибают не ужасной болезни от лечение этой болезни поэтому надеюсь приходит понимание шернули с жижей это яд увеличилось количество лейкоцитов этих антител которые этот яд нейтрализует организм приходит норму антитела падают существо в шоке антитела упали нужна новая доза хлобысь опять яду опять организм выделяет лейкоциты опять справляется существо опять бежит 5 укол ну то есть понимаете для чего надо много стадий пройти 1 2 3 чтобы в организме уже как бы собралось большое количество этих белых телец чтобы было ни один десяти одна белая 10 красных а наоборот ну а это приводит опять же называемым белокровию существа тушат огонь бензином вы понимаете не стоит по всей видимости задачи чтобы было очевидно что ширева приводит к летальным исходам поэтому они скажем так накапливают потихоньку в телах местных жителей вот эти белые тельца и как они говорят если вы типа переболели ну типа недавно то именно сейчас ширяться вам не нужно а почему а потому что если вы яд нейтрализовали недавно еще в организме большое количество белых телец они вас еще дополнительно шарнут организм опять бунтует опять выделяет новые белые до тельца и чаша весов перевешивают в негатив то есть становится много белой крови поэтому чтобы в одночасье миллионы не отбрыкивались и не было конкретного полива чтобы не спугнуть остальных они медленно как лягушку до подогревают в кастрюльке не она не выпрыгивает и так они медленно внедряют эту халепу вот я сейчас это сообщил рассказал да а что вы думаете те кто положительно относились к официозу они поменяют свое мнение нет те кто крайне степень отрицательно относятся к официозу они так и относились и принципе мои знания и данные америку не открыли наоборот закрыли да еще хотел бы сказать бы так на всякий случай по-моему в каком-то ролике на основном канале уже эту тему затрагивал ну давайте в копилку по моему сугубо личному видению возможно я ошибаюсь большую группу риска все-таки попадают женщины так как моем видении они процентном соотношении больше носят патогена у нас же получается видите как бы организм воспаленные у кого-то постоянно воспаленные белые тельца выделяется у кого-то воспаление нету нужно жижу человеку внести и вот он воспалиться подымается температура то есть вот эти белые тельца начинают это активироваться солдатики почему говорят не нельзя сбивать температуру потому что нельзя солдатам мешать и уничтожать патоген и есть много видов кандидоза там более 300 и от самой на бичи планеты это пресловутая молочница насколько я понимаю организм постоянно пытается с ней ну как бы справиться до организм пытается нейтрализовать этот патоген но организма слабо получается ну во первых он постоянно температуре да но относительно воспаленные и вот внедрение еще жижи дополнительно мало то что организм кидает все ресурсы на уничтожение этой так называемой молочницы так еще и с ядом бороться поэтому я предположил что женщины попадают в группу риска мы по всей видимости мужчины которые любят синячить алкоголь с большой вероятностью в большом процентном соотношении тоже если человек выпил ему потом еще это хрени шернут он может умереть понимаете то есть организм с алкоголем с бухлом пытается это бороться тут ему еще дополнительную дозу яда один яд еще не вышел белые тельца его не вывели да и тут еще дополнительно поэтому как мужчинам так и женщинам как дивам так и витязям рекомендуем самые обыкновенные содовые ванны но нет ванны там тазик найдите я не знаю там пачку соду насыпьте это отсылка к молочнице у кого есть финансовые возможности плескайтесь в море солодовая ванна и море это тождественная вещь то есть если это делать регулярно там день день в день через день содовые ванны а еще потом можно дополнительно перекись у ордорода но тоже 3 процента спринцевания делать то вот это халепа под названием молочница рано или поздно улетучиться не будет беспокоить ни мужчины ни женщин потому что мужчина может скажем так подцепить на себя этот патоген от женщины врачи там дают какие-то таблетки кстати и ряд колес тоже это вызывают травление организма да то есть это организм их расценивает как яд и опять начинают это выделять белый тельца то есть в основном процентном соотношении после жижи ширева гибнут те кто очень много лет сидит нами медикаментах и организм пытается идти эту заразу нейтрализовать от еще дополнительная зараза ну и плюс ко всему если персонаж какой-нибудь не сидит на день медикаментах не могут быть другие это закисленный организм у него другие быть и скажем так патогены не химические а даже не знаю как сказать в кавычках биологические да там поели хлеба вот вам и по сути заводского да там термофильные дрожжи вот вам и патоген наш организм сильный конечно он может очень долго сопротивляться но если постоянно ширять его вот этой жижей то даже самый мощный организм в итоге не справится то есть лейкоциты вот эти солдатики антитела будут постоянно появляться в большом количестве кидаться на яд кидаться кидаться некоторые люди его повторюсь извините еще добавляют то есть огонь бензином тушу тушит повторяюсь понимаете от чем ужас нашего городка принципе любой яд в организме это уже как бы активация лейкоцитов в определенном ключе ну что делать таких случаях марок да ну вот поэтому марганец и убрали сами можете там рецептуру соотношение если вдруг у вас есть марганец или вы можете его купить в интернете можно купить спасибо доброму светлому человеку мне упаковку прислал назад пользуемся марганец это если вот моем виде никак от яда до избавляться уголь активированный черный да возможно и белый белый не пробовал туда могу предложить кстати касторовое масло касторку грибы но вот светочка кирилюк отрицает как бы она говорит мне что грибы принципе не выводят яды и токсины но мне не знаю может у меня это плацебо на психосоматике мне мне почему-то кажется что грибы как губка впитывают всю эту гадость и выходят из организма но грибы жареные вареные тушеные маринованные на заметку никогда не закусывайте спиртные напитки грибами это может привести трагичным последствиям вот ну что вот железобетонно наверно чтобы тоже был мощный эффект алое берете покупаете в интернете горшочек срезайте большой листик взбили его в кашицу там блендером или не знаю там мелко нарезали в рюмку с утра натощак залпом выпили алое вот и будет улучшаться конечно тут знаете бывает надо еще аккуратно все-таки дозировки в некоторых случаях выясняется если сильно зашлакованный организм тот такой тонкий момент надо потихоньку вкраплять если у вас патоген который уже приводит к онкологии уже сильно разросся и вы в организм пытать внедрить то что должно убивать этот патоген скорее всего при больших дозах как люди грибы там используют определенные до грибы шиитаки организм может сбунтоваться то есть патоген который находится внутри вот такая большая концентрация лекарства то который вы в него внедряете он начнет выпить он начнет такие страшные вещи делать но если вы не сильно зашлакованы если вы не сильно онкологичны да можете алое пить и не бояться ну кто побогаче могу это порекомендовать еще супер средства но это не каждый может себе позволить коралловый порошок ну что классику жанра сказать соду ну содовую ванной принимайте можете не пить соду можете есть алоэ если кто-то боится соду пить наша кровь состоит из грубо говоря как раз то из этой соды и соли обыкновенной грубо говоря поваренной соли и гидрокарбоната до гидрокарбоната натрия то есть самые вот мощные физрастворы это физраствор солевой и содовый но их вообще там пять видов на youtube я думаю много информации найдете ну что сказать заключение друзья надеюсь я был понятен и услышан и в общем-то великолепен как всегда тезис нам нужно сказать да антитела это наши добрые солдатики которые уничтожают патоген если внедрять патоген то этот патоген антителам будет не под силу ну вот это шире его внедрять до жижу и антитела будут вырабатываться все больше и больше и чаша весов в определенный момент перевесит сторону белых тельцов телец белой крови в кавычках станет больше чем красной планах верховного мирового правительства которые мало кто верит и только человеки и человеки сотовчане знают сократить население того места где мы живем на 80 процентов пока они не добьются этого они будут постоянно жижу внедрять всем наша задача как-то попасть наверно в эти 20 процентов всех они конечно уничтожать не будут это ни к чему кто не знает такие скажем так злодеи которые всех нас тут третирует посмотрите мой ролик на ю тубе кто съел великанов но кстати рекомендую на моем канале потому что один светлый человек хотел сделать лучше моем виде немножко не для всех вариант подал сделал хуже музыку подложил или подклал и не всем это нравится когда громкая музыка на фоне диалога а вот на моем канале вячеслав котляров социальный авторитет там принципе без музыки от лица сотовчан и от себя лично благодарю светлану кирилюк которая дарит нам знания вышнего порядка благодаря полученной информации я сделал определенные открытия которые озвучил данном ролике надеюсь и для светланы это будет так же как гром среди ясного неба светочка огромное тебе спасибо с вами как всегда или как обычно был вячеслав котляров огромнейшее спасибо что слушаете слышите меня всего вам доброго дорогие друзья и до новых встреч прямом эфире пока здравствуйте уважаемые слушатели зрители с вами число котляров харькович на харькове 14 часов 16 минут 08 04 2021 год представляю вашему вниманию фрагмент с площадки котлярова фэм к сожалению он не доведен до блеска этот фрагмент он не очень структурирован получился в какой-то мере скомканный но все же из определенных соображений я решил информацию подать даже в таком виде пускай она выглядит не вычурно но главное что информационно вообще принципе ролик я могу пересказать в течение одной минуты получается что основная добыча газа это приблизительно такая тема он берется с воздуха накачиваются специальные резервуары охлаждается и потом этот воздух уже жидкий нам продают ну и еще красной нитью проходит такая тема в ролике как же люди советского союза жили без газа до той поры пока многокилометровый трубы десятилетиями не протянули вечную мерзлоту но это же не за один день делалось правильно это нужны были десятилетия чтобы газ дать стране а за счет какого газа жила страна и вот выясняется что весь советский союз жил за счет харьковского газа именно шебелинское газовое месторождение то есть абсолютно официальные данные вот абсолютно официальные источники как-то так приятного просмотра слушайте друзья я уже как-то это в эфире говорил не знаю пилить ролик на основной канал когда я начал разбираться с газом понять его природу природного газа я наткнулся по ходу исследования на другие вопросы что я вам покажу как бы то один только вариант что я нашел я вот задумался крепко по ходу изучения видите я скриншоты собирал может друзья я созреют для доклада я к нему тщательно готовлюсь ну вот здесь трубопровод видите данном случае это газовый есть нефти но это газовый причем невозможно найти источники от россии достоверны только с иностранных сайтов можно найти достоверную информацию связанную с трубопроводами вы же понимаете что такой трубопровод газовый протянуть он тянется не не за один день и порой даже не за один год и я тогда задался вопросом а как же советская россия жила до того как трубы протянули оказывается харьковским газом советский союз питался как украинский газ сделал ссср энергетической супердержавой то есть харьковский газ харьковской области давал всей стране не угля тепла ситуация была похожая с европой чтобы европа жила уже не харьковский газ а уже газ 50 лет назад австрия начала получать топлива из западной украины но по другим источникам раньше украина была первой из республика ссср которая добывала газ в дышаве львовская область газ начали добывать еще в двадцатых годах прошлого века вообще вся европа жила очень много десятилетий за счет газа западной украины тут и германия писала статьи так это благодарности в своих газетах что они едят и харчуются за счет украинского газа весь ссср за счет харьковского газа топлива с этого места заражения так харьков днепропетровск вот шебелинского газовое месторождение то есть за счет шебелин в харьковской области жил советский союз пока он грел себе яичницу жарил божественную они прокладывали трубы далеко на север а почему на север это я наверное ставочка вставочка при монтаже кстати 0 8 0 4 21 год пока в общепринятом плане полноценного доклада не получилось тезисно легче охлаждать наверно там где холодно уже да то есть атмосферы берут воздух там определенные карманы есть этот воздух накачивает он без всяких дополнительных агрегатов самостоятельно охлаждается до нужной кондиции и потом уже жидкая субстанция гонится по трубам в наши города и дома причем мне надо еще изучить фильм хоть я книгу и знаю но мне надо фильм изучить продавец воздуха это тоже еще не просто так тщательно изучаю разные вопросы потому что тема для меня нова и нету технических знаний как это все происходит поэтому я предлагаю совсем другую парадигму добычи газа как и общепринятую официальную что где-то там полостях газ залегает в данном случае вам нефти провод показываю но это не важно важно другое что с газом ситуация по сути тождественна то есть я предлагаю другую парадигму что газ собирают специальных резервуарах то есть воздуха делают его желеобразным ну водой водород на самом деле водород собирают но так как света помогла нам сказала что водород это кислород и кислород это водород дает очень много понимания поэтому конечно правильно говорить чтобы их не запутать кислород но на самом деле друзья это получается водород и снова снова ставочка при монтаже уже второй раз слышу их зададутся вопросы кто такие их не то такие их и ну во втором случае их не запутать это те кто впервые сталкиваются с темы что водород это кислород а кислород это водород это обращаюсь как бы в эфире к зрителям которые меня слушают в эфире да но а в первом случае наверно их это те кто болезненно к этой теме относятся под названием там харьковский газ кормил весь мир да кто впервые на моем канале конечно болезненно будет воспринимать эту тему и не знаю поможет это или нет на всякий случай скажу я человек планеты то есть для меня существует наша планета земля это единый дом для представителей человеческого рода но определенные элементы идут в классическом ключе разделяют стравливают и властвуют но это отдельные темы роликов отдельных ну кто хочет понять кто такие злодеи посмотрите мой ролик на ю тубе кто съел великанов относительная скомка найдет подача но так как это идет в прямом эфире и то что я повествую многим зрителям понятно о чем идет речь так как на площадке котлеров fm это тема муссируется водород и кислород уже не один год смысл того табуретку назвали вилкой а вилку назвали табуреткой человек который знает оригинальные названия предметов в неком находится замешательстве с водородом и кислородом получилась тождественная ситуация официоз сделал определенный вброс сознательно переименовал элементы то есть мы сейчас водородом называем кислород и наоборот вот водородная была техника машина 300 лет назад ехала брала с воздуха воздух охлаждала его у себя а потом уже охлажденный газ водород она использовала чтобы свой двигатель запустить понимаете понимаете что происходит в нашем мире немножко с вечной мерзлотой разобрался природу ее понял все это буду рассказывать сейчас пока собираю материал понимаете нету еще сценария в голове вот это что я вам сейчас озвучу это у меня наметки пока сценарий пишу в голове еще его не структурировал поэтому я с вами буду делиться хотя бы крупицами да то что к чему я пришел чтобы она как бы не канула в лето понимаете вдруг кто-то найдется еще и человек который прокомментирует пояснит те или иные мне принципы которые помогут более обширный доклад сделать кстати вот с арктическая станция тоже специально закладочку себе сделал здесь этот сайт не убили потому что там сохранить все весь его практически невозможно можно принципе видео захватом сейчас мы с вами изучаем артику но если мы посмотрим на артику то мы скажем так это антарктида ну мы должны понимать что нам антарктиду точнее артику выдают за антарктиду здесь и почему я зацепился здесь вот сейчас где-то тут станция у них в арктике есть вот эта станция так понимаете то я вам артику показываю друзья это не антарктида коляска ставка при монтаже но насколько я помню из эфира я хотел донести мысль следующую что в арктике тоже есть добыча газа понимаете приходится некоторые вещи с нуля постигать в которых я не прикасался и это знаете люди десятилетиями изучают этот вопрос а мне нужно голопом по европам пронестись поверхностно причем человеку который вообще этот вопрос не изучал и найти ответ великие умы бьются годами тысячелетиями чтобы открыть и теленные вопросы мне приходится выпускать какой-нибудь сенсационный ролик на который должно уйти у большой команды следователи не один год такие ролики у меня есть который проведена вы просто fast run до правильно сказал по-английски fast run быстрый забег до стран правильно звучит вот быстро быстро сделать открытие молниеносно понимаете не тратить десятилетия это же я все изучают здесь как бы одна модель показана но я понимаю что так еще из гамна газ делают понимаете вот здесь указаны ячейки отходов то здесь предположительно здесь эта схема на другой модели но я как бы думаю что из дерьма также сама делают здесь складирует дерьмо из канализации а здесь уже из этого дерьма насосом там все это скважина тут насос все это вытягивается и уже делают с помощью биогазовой генетической установки газ канализации да в общем еще вкраплю чтобы быть более понятен существует моем виде не несколько ну скажем источников добычи газа классические там из-за отходов жизнедеятельности и из воздуха скорее всего 80 процентов из воздуха но смотрите все равно им приходится почему-то вглубь тайгейте через непроходимые болота значит может тут действительно есть это в этом случае скажем так карман в котором находится какое-то количество газа но это не все случаи насколько я понял есть вот приходится им на километровые дороги тянуть потихоньку строить это все в вечной мерзлоте она все будет проваливаться вот с вечной мерзлотой тоже немножко подразобрался чуть-чуть пишу еще сценарий нету четкого структурированного доклада вот так вот просто мазками жирными по вопросу заклеиваю информационные пробелы по по ходу монтажа как могу ну тезисно что такое вечная мерзлота ну как любой человек знает нету у нас на планете ни одного участка земли и где бы не прошел гигантский ковш поэтому любой метр миллиметр переработан был грубо говоря поэтому на крайнем севере было большое количество отвалов ну скажем так что то между песком ну речь идет не песок а то что порода была более-менее сыпучая а из-за того что она была еще ко всему влажная мороз холод до сковал скажем так этот ингредиент эту субстанцию и она за счет льда держится плюс-минус километр но мы знаем что там построить дома многоэтажные великая проблема там вбивает огромное количество сваев и это порой не помогает то есть по мере таяния дома уходят под землю то есть основной посыл понятен что такое вечная мерзлота переработанная порода замерзшая при тайне образуются всевозможные провалы то есть основной посыл поняли звучит он так некоторый газ накачивается с атмосферы воздух потом в специальном резервуаре этот воздух охлаждается вот и потом из этого резервуара воздух подается по трубам наверх на завод перерабатывается и гонится по трубам то есть нам продают в воздух здравствуйте уважаемые слушатели и зрители с вами вячеслав котляров в харькове 13 часов 36 минут 0404 то есть на 4 на 4 21 год я понимаю ролик будет короткий и неформатные но то что я сейчас услышал в данного видеоролика который называется интервью с мариной фельдшером из латвии считаю что нужно на основной канал все-таки вы класть первое самое основное но многие из вас конечно видели вот этот известный ролик после этого видео видео пишет марина не овощем или уголовное дело помнить этот ролик дамы мы все посмотрели восхитились и пошли дальше человек за правду страдает пострадал и страдает я по мере сил своих возможностей да ну то что я могу сделать на своем поприще информировать сообщить что вот есть канал марины ссылка будет в описании под роликом ну и также наверное думаю написать на ю тубе не могу по латыни прочитана латынице и не хочется к коверкать фамилию корна то вска давайте попробую увеличить потому что я понимаю когда вы смотрите с мобильного телефона вот это если вдруг ссылки там не работают ну и в завершении конечно рекомендую канал вильгельма будильник кому не все равно вильгельму спасибо что записал эфир с мариной вот небольшое множество человек в нашем мире предпринимают попытки по мере своих сил остановить тот безлад который надвигается но смотреть как говорится молча наблюдать но нет ни желания ни сил поэтому я вячеслав котляров на своем поприще делаю что то что могу сделать чем могу помочь вот прорекламировал канал вильгельма канал марины ну а классика жанра сенсационные сенсации новые географические открытия раскопанные или закопанные города другие планеты а правильно ячейки соты конечно будут в будущих работах спасибо за внимание спасибо что слушаете слышите меня с вами как всегда ли как обычно был вячеслав котляров быть добру на них можно заводить криминальное дело она не меня на человека который наоборот спасал людей и ничего плохого этим не сделал данту что я там что-то рассказала это было мое личное мнение и вот здесь как раз заканчивается вся конституция и право вообще человека в латвии их нет них просто нет нас отобрали права частности у меня здравствуйте уважаемые слушатели зрители с вами вячеслав котляров в харькове 1 часов 52 минуты 25 0 3 25 0 3 2021 года представляю вашему вниманию 50 минутный фрагмент площадки котляров м но для тех кто любит формат короткие ролики в следующий раз постараюсь предоставить такой вариант если сосед с дрелью не будет мешать приятного просмотра я хотел вас простите извиняюсь сразу два таких тезиса сейчас что будет обсуждаться или что-то будете обсуждать еще там скажем форму земли например мне просто интересно было как-то я не менее вот такой опыта подняться высоко ну сколько у кого не спрашиваю даже те кто летают на коптерах но они говорят что якобы якобы играют что земля закругляется я к сожалению это не видел может кто-то еще стоит у кого-то есть знакомый там лётчики кто высоко летал видят ли они закругление земли или выручить просто я склоняюсь потому что я не видел я вот не знаю например какая форма поэтому мне интереснее думать что все-таки землянам какая-то безграничная у вячеслава она скажет по его изучением она как понимаю сотовая но это тоже здорово интересно не спасибо я кстати вот эту тему насчет закругления я могу помочь ну для ищущих допыта пытающихся понять что происходит смотрите вот моделируем тему до бытует мнение что некоторые люди в иллюминатор видят что земля закругляется я говорю хорошо допустим допустим при определенных условиях люди живущие здесь видят закругление земли теперь моделируем ситуацию берем ровную к примеру песчаную поверхность ну где-то я не знаю на километр идеально ровная поверхность на этой ровной поверхности мы не небольшой делаем пригорок кучку такую кучку куличик пасочку садим туда существо с размером муравья и накрываем его банкой вот с точки зрения вот этого даже даже не так не дециметр а метр давайте мы возьмем метр и вот этот холмик он на ровной поверхности он знаете виде ну не знаю такой насыпи давайте скажем так на этой идеальной ровной поверхности есть полукруг тот кто наблюдает на этом квадратном метре согласно своего маленького муравьиного размера он увидит что земля закругляется да возможно он увидит но он увидит это на той площади которая на которую находится местные жители во своей своей массе не понимают что вот эта площадь где мы находимся она в диаметре 4 миллиарда миль кстати вот по этим вопросам тоже я могу если кто-то хочет ссылки это официальная да эта информация прописана и даже в википедии во многих других и скажем так важных изданиях и получается что вот этот бугорок который у нас радиус 12 тысяч километров до насыпан на площадь которая диаметра 4 миллиарда миль ну да будет у вас закругляться земля на огромной площади потому что вы скажем так на поверхности этой земли находится то же самое с океанами океаны будут закругляться почему они будут закругляться вот представьте современная азия и на территории и вырыть допустим площадь ну как три каспийских моря и человек который будет стоять на берегу даже возможно вода будет подниматься чуть-чуть это ну как бы создавать полу полу сферу до полу круг это по аналогу как берем стакан наливаем туда воду да и мы знаем что если правильно налить в стакан воды то вода будет выше идти стакана то есть закругляться поэтому моря так называемый то есть у нас нет океана у нас есть гигантская площадь в которых небольшие лужи по меркам того места где мы живем но крупные по нашим меркам то есть получается вот этот так называемый океан вот атлантический он там в от силу всего лишь в два в три раза больше средиземного моря вот и он когда этот океан находится в этой со всех сторон сжатом а он со всех сторон сжат понимаете атлантический океан это только на рисунках он перед переплывает в тихий там я не знаю северный в южный в индийский это там даже на официальных картах проливы есть то есть грубого такого соединения атлантического и тихого нету то есть атлантический океан и размером и как три средиземное море находится в небольшой земляной падине впаде не да и это вода как стакан как вода в стакане она может вздыматься в этих масштабах на поверхность над поверхностью поэтому местные жители когда спорят о форме земли они даже не могут своими мозгами понять что участок того места где мы живем всего лишь занимает 12 тысяч километров от площади у которых диаметр 44 миллиарда километров и это же не то что я там с головы беру там придумал это официально прописано википедии занесено что этим истинным знанием во первых ни одно официально тысячелетие вот но местным жителям все-таки нравится то что официально предложили 2000 лет назад то есть считается что 2000 лет назад предложили модель которой мы пользуемся а то что было описано 5000 лет назад ну тогда люди были дурнее поэтому пять тысяч лет назад что не могли знать а вот две тысячи лет назад с помощью втыкнутых палочки палочек одной в афинах другой какой-нибудь люксембурге за счет теней они смогли высчитать что земля имеет форму шара поэтому это так вот в упрощенной форме но это для думающих понимаете вот сейчас у любого жителя спросить осознаете своим мозгом что участок земли 4 миллиарда миль нет не осознают а как как существами которые находятся на нижней ступени эволюционного общения вообще можно общаться ну это избитые примеры с детьми когда ребенку начнешь объяснять как работает двигатель внутреннего сгорания двухлетнему ребенку ну конечно он не поймет и вот этим 30-летним 40-летним 50-летним 70-летним и так далее когда им объясняешь мы живем на площади 4 миллиарда миль не понимают но мне немножко повезло у меня как и юная публика там от 13 и чуть выше да это все это понимает 13 из 16-летние ребята-то девчата дам ставка при монтаже ну понятно что основная аудитория это возраст 35-55 лет и тем не менее также у меня есть контингент которым за 70 и эти человеки понимают конечно иди в больше в процентном соотношении в силу объективных обстоятельств но есть это человеки до которым за 70 и те которые от всего сердца их много не благодарят что на закате своего этого воплощения они узнали как обстоит дело ну это так тезис на альберт надеюсь от закругление земли с точки зрения даже если мы даже отдавай мы сейчас отбросим как обстоит дело а просто с точки зрения физики площадь квадратный километр на котором холмик вздымается на квадратный метр и по краям сходится он может возвышаться и закругляться точнее он может закругляться в видимости наблюдаемого объекта может с точки зрения физики здорово я прям спасибо большое вячеслав я прям сожалею что я не живу с края я имею ввиду интересно конечно расширить горизонты и я примерно я даже нарисовал себе на листочке сейчас как это пример вы приводили вопрос такой про океан и если мы живем на каком-то холме то они разве не мог но они должны стекать нет помните необычная самая крутая схема плоской земли сейчас я попробую быстро найти плоская земля карта о нашел сейчас выведу его онлайн трансляцию смотрите друзья сейчас речь не идет с вами о правильности континентов о правильности расположения сейчас у нас с вами идет речь почему никуда вода не стекает то есть вот здесь в упрощенной форме схематически показано и почему она закругляется и почему вода не стекает но я надеюсь видно на youtube причем вода опять же что человека как бы в голове классические океаны возникли надо понимать что давайте я вот опять же в упрощенной форме вот наш участок земли вот радиус 12000 километров давайте я чтобы умозрительно я даже использую специально друзья официальную карту чтобы не было никаких противоречий вот смотрите что вам создал ну в принципе как бы тип типа 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 используя официальные схемы теперь смотрите что у нас выходит вот это я изобразил как на самом деле выглядит северно-ледовитый океан вот это друзья я изобразил внизу как выглядит в соотношении вода к нашей площади земли индийский океан справа я показал как выглядит тихий океан соотношение площади а слева я показал как выглядит атлантический океан то есть даже и здесь можно на коричневую землю дать вот сюда речь него вот вот представьте вот это у нас земляной массив который поделен на условные образования азия африка северная америка южная америка австралия так далее и вот на вот этой площади 12 тысяч километров радиус до водные массивы всего лишь занимают от силы 10 процентов поэтому вытекать вытекать никуда ничего не может потому что дальше идет земля ну и давайте сейчас на секунду свернул экран и сейчас опять запущу 100 миллион на 15 раз как бы в упрощенной форме смотрите вот здесь находимся мы и здесь схематически показан индийский океан тихий океан и атлантический по большому счету воде воде вытекать некуда потому что она опоясана арктическим кругом до антарктическим он не ледяной то допустим мы вот здесь живем вот это наверное самый лучший вариант видите то есть другими словами в воде вытекать некуда если человек откинет из головы те океаны которые на рисунке придуманы и поймет что каждый океан это всего лишь средиземное море размером немножко побольше вот ну куда куда здесь куда здесь воде деться да никуда она тут и будет находиться эта вода все надеюсь понятно объяснил а вячеслав можно благодарю и я не знал что там столько людей на ю тубе вас смотрит такой я я извиняюсь что в лесном эфир здесь вячеслав большое вам спасибо что показали но я в первый раз кажется в жизнь захотел осознанно стать космонавтом посмотреть эту красоту спасибо большое я сейчас все отключаясь внимательно слушаю спасибо да так смотрите какие действительно правильно человек сказал альберт горизонт это на самом деле не закрылись а наоборот раскрыли сколько неизведанных земель и куда мы можем на физическом уровне попасть был когда-то удивлен что ведах оказывается и на высшие уровни можно попадать на уровень там где боги в нашем человеческом теле не 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 душой не духом не сущностью они могут на более высшие уровни планета огромная то есть но я сейчас не за это я то что масштабы масштабы циклопические я вот ради одного человека который сейчас впервые на нашей площадке или не впервые поставлю фрагмент смысл такой этот человек который как бы увидел то что я показываю он спросит о расширении и откуда эти знания ну если коротко шримад хагаватам гита дашь рим шримад я по-моему даже тут они не оставил ссылку ладно давайте послушаем для того одного человека более расширена но на самом деле я большей степени альберту это ставлю потому что есть небольшая вероятность что он не видел этого ролика я дискорд час перекрою и кто находится в дискорде и настоятельно рекомендую перейти ушами на youtube наша планетарная система называется пхумандала пхумандала на санскрите это земля то что с позиции вед и в ведическую культуру говорилось о земле имелась ввиду территория пхумандалы и пхумандала имеет размеры с севера на юг 4 миллиарда миль потрясающе для людей это фантастика это сказка какие четыре миллиарда эти четыре миллиарда разбиты на 7 концентрических островов и наша земля с позиции вед называется сапта двипа сапта двипа двипа означает острова сапта 7 в центре это похоже если сейчас так нарисовать на бумаге это очень сильно похоже на мишень из семи вот этих колец и в центре седьмая это полная такая полный как десятка до яблочко то что называется такой заполненный и вот этот наша пхумандала то есть наша мандала означает определенный дискообразная плоскость в центре находится остров на котором мы сейчас с вами находимся и он называется джамбудвипа 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 называется остров на котором растет это дерево джамбу рядом с нами находится плакшадвипа и мы отделены океаном океаном круглым таким концентрическим океаном если пересечь этот океан будет другой концентрический остров который называется плакшадвипа за ним шалмали двипа кушадвипа краунчара двипа шака двипа пушкара двипа это вот 7 островов и все это называется земля и расстояние с севера на юг 4 миллиарда сухопутных миль 4 миллиарда наша джамбудвипа на которой мы сейчас с вами находимся разделена на девять равных частей которые называются варшами варша это места обитания цивилизации человекоподобных живых существ человеческих живых существ и разного уровня цивилизации я сейчас перечислю вам какие варши существуют и лаврита варша рамьяка варша хиран майя варша куру варша хари варша кимпурша варша бхарата варша это наша варша кетумала варша и бхадрашва варша все варши имеют одинаковую площадь все варши и площадь каждой варши с севера на юг сто шестнадцать тысяч километров сто шестнадцать тысяч километров но если мы возьмем учебник допустим современный учебник и посмотрим допустим диаметр земного шара двенадцать тысяч восемьсот мы даже собственной варши не видим и не знаем о том что даже на этом кусочке который нам выделен мы занимаем какую-то часть по сравнению сто шестнадцать тысяч мы занимаем двенадцать тысяч восемьсот и полностью воспринимаем только эту область двенадцать восемьсот окружность сорок две тысячи радиус шесть четыреста все эти варши находятся рядом с нами рядом с нами и они отделены огромными горами огромными горами и средняя высота этих массивов около шестнадцати тысяч метров над уровнем океана рядом с нами находятся другие варши 8 ваш и все эти варши все эти ваши обладают другим сенсорным статусом то есть все люди там обладают другим сенсорным статусом сотовое мироустройство является одной из самых трудных дисциплин в отношении исследования поэтому постичь сотовое мироустройство опираясь на те данные которыми располагает современная наука почти невозможно а более естественным и простым способом постижения этого учения является изучение ведических писаний здравствуйте уважаемые слушатели зрители с вами вячеслав котляров ну и человеком которые видели этот ролик если не трудно вот я вам даю ссылку разместите его вот эту ссылку где можете и не можете вот поэтому когда говорят сотовая земля это я большей степени сейчас это уже перешел дискорд и как бы альберту посыл многие представляют какой-то мячик футбольный поделенные на пентагоны и и гексагоны пентагон это пять углов гексагон это шесть углов но это заблуждение чтобы понять и наш мир надо его смотреть и в разрезе стороны как гигантские улей диких пчел и на этом уровне на каждом находится огромное количество сот и вот в каждой соте находится площадь диаметром 4 миллиарда миль представляете что одну только соту нашу чтобы исследовать жизни не хватит но человеческой жизни люди говорят но как это у других соток жизнь вы представляете эту надо исследовать я хочу поблагодарить я очень внимательно все смотрел я здесь не засланный казачок я не столько действительно первый раз это это что-то у меня вопрос мне вопрос я понимаю что там германии собирает на самолет но может быть какой-то аэростат запустить там с этими камерами которые не с рыбим глазом снимают такое возможно вообще сделать это же мне кажется это не так дорого так будет ну блин это это вообще классно посмотреть как это сверху как-нибудь заглянуть туда все спасибо большое вячеслав огромным я благодарю просто германикус он конечно молодец что бучу поднял но я еще даже когда мы с ним общались нему тогда сказал ничего не получится ничего не получится потому что и географию не знают истинную я уже не беру тот аспект что те кто следят за его трудами неужели вы думаете они позволят построить самолет и чтобы он полетел куда нужно есть более простые задачи зачем искать антарктиду какую-то когда я предлагаю две точки на земле очень официально маленькие и относительно доступны берем японию все мы прекрасно знаем как нам визуально предлагает японии возьмем официальное американский сайт сейчас его покажу и возьмем кое-что с этого сайта есть он конечно еще работает ну япония оригинальную не надеюсь не нужно показывать все знают как она официально выглядит а теперь представьте то если над японии поднимется реальный видео захват и к нашему взору предстанет не то япония какая-то селедка продолговатая да там севера на юг а вот такой континент я спросил зачем идете в гору вы оторвалась а в бой ветер брус из самолета видно здорово улыбнулась ты и взяла с собой япония выглядит абсолютно по-другому от слова совсем абсолютно она намного больше она намного ширше она имеет вообще совсем другие формы даже уже японию показать это уже все по-другому а в объектив то что легче загнать японию или не знаю там америку ситуация тождественная с англией если мы над англией подымем какую-то видео фиксацию то к нашему с вами взору при встанет абсолютно ну скажем так абсолютно другие вещи вставка при монтаже создал упрощенную схему ну чтобы хотя бы было приблизительно понимание о том о чем я вещаю вячеслав большое спасибо скажи пожалуйста я так не понял это круто то есть если подняться на большом шаре мы не сможем и так понимаю увидеть весь объем нашей земли или просто не поднимем сюда вот в этом вопрос не но весь объем наверно нет даже ту площадь которую нам выделили сколько она радиус 12 тысяч километров диаметр до 24 правильно я помню официальные знания наверно в объектив вся земля не попадет а то высота которая наверно позволить это увидеть вам недоступно чисто технически не понял большое спасибо да я так понимаю что даже и видимость наверное из-за облаков из-за ну из-за всего остального там туман там заболевать не просто не будет видно ясно я понял спасибо обидно блин если официально смотри военные самолеты могут достичь эшелона до 16 километров и есть видео также что они показывают абсолютно плоская земля в смысле неправильно ними плоская земля а горизонт и странным образом я специально тоже это делал такой эксперимент так как я живу на уровне 660 метров над уровнем моря и по серпантину съезжали буквально за каких-то полчаса с 660 съезжаю там 120 по моему и получается все таки это видимость у меня хорошая открыто у меня видно хорошую погоду андреатическое море ну по линии воздуха это каких-то 70 километров и горизонт он постоянно находится посередине вот посредине визуализации поэтому те видео которые показывают эти летчики военные никто же получается горизонт всегда посередине а во вторых как всегда тривиальный вопрос а кто разрешит подняться поднять какой-то механизм воздух любой механизм как называется дроны более мощный дрон ты должен иметь на него разрешение если нет его расстреляет этот дрон потому что дрон уже вложены там эти сигналы которые каптурируются устройствами никто не разрешит передаю словом ой светлана большое спасибо я прям расстроился и в то же время я пешком пойду я шучу как форестгамп как форестгамп пешком к краю земли да альберт это интересно и я тебя очень благодарна что ты зашел и начал задавать такие вопросы потому что ну по крайней мере я 4 года и все развивалось на моих глазах но тем не менее когда я пересматриваю это конечно замечательно добрый вечер было пару слов дополнить здравия конечно можно и нужно числа в приветствую светлана марина зиночка альберт доброй ночи наверное даже так слушайте вот да хотел немножко рассказать вот по поводу подъема вот этих квадрокоптеров там ведь есть же официальная как бы информация самый высокий подъем на высоту и даже фильм об этом такой очень интересный снят вот в лучших традициях Вячеслава когда все в прямом эфире от начала до конца когда поднимается на воздушном шаре ну не на воздушном шаре а на шаре на полном гелии то есть в первом случае это капсула в которой внутри сидит человек в такой похожем костюме на космонавта это все снимается поднимается на высоту 23 километра то есть и там все четко видно что горизонт ну не меняется он идеально прямой то есть высота 23 километра и этот фильм довольно таки старый уже наверное больше десяти лет прошло вот на дискавери канале его частенько так крутят несколько лет назад этот рекорд поднятия на высоту был побит вот я этот фильм тоже смотрел и там тоже все очень классно сделано камеры все сначала до конца снято от подъема до приземления тоже на шаре поднимались наполненным гелием смысл какой на больших высотах там уже соответственно другого размера шар они взяли там просто нереальных размеров какой-то там 200 метров в диаметре и была задача уменьшить вес поднимаемый то есть инженеры что они придумали они убрали капсулу и сделали подъем одного скафандра то есть человек сидел в скафандре этот скафандр там был теплозащитный чтобы не охлаждался все у него там батарея на спине аккумуляторная с подогревами и в итоге его подняли на высоту более 40 километров это официально зарегистрированы причем официальные данные и это все было снят от начала до конца и вот человек который поднимался на эту высоту это какой-то из управления компанией гугл из совета директоров и на свои личные деньги все он это организовывал там немеренный бюджет был выделен то есть миллионами долларов десятками все это и считалось чтобы побить этот рекорд чтобы подняться на высоту 40 с лишним километров я вот точно не помню 42 по моему может быть 43 в общем и все это камерами снималась и вот я это все видел тоже на этой высоте горизонт абсолютно ровный то есть никаких закруглений не видно так что вот и истории про то что германикус хочет подняться куда-то со своим дроном ну на самом деле как-то это все звучит очень смешно потому что человек там с многомиллионным бюджетом поднимается на 43 километра а дрон на сколько он поднимется ну максимум 10 километров не больше и что он видит с 10 километров ну то же самое что люди видят из самолета то есть чтобы подняться на большие высоты это надо очень большие деньги чтобы что-то это ну осуществить но самая большая проблема в том что даже поднимешься когда ты на большую высоту ты толком ничего не увидишь облака мешают кроплю пару мыслей ну во первых все таки нашел эту карту но она не сильно принципиально но все таки пока не доведу мысль до логичного финала но это официально азия на восточном побережье вот изображена япония не в диковинку ли будет местным жителям увидеть что япония выглядит вот так да я специально больше разрешения дал что она квадратная ну и правильно подсказывать все равно дело в том что германику спланировал не вертикально подниматься а горизонтально лететь он хочет достичь антарктической стены ее продемонстрировать но первое антарктической стены нет никакой второе стартовать скорее всего он будет у него три точки на выбор это южная америка какой-нибудь кэмптаун точнее оговорился южная африка южное побережье южной африки кэмптаун вот стартовать он должен оттуда второй вариант это патагония да южная америка южная часть и третий вариант это южное побережье австралии но парадокс этих южных побережьей заключается в том что они упираются не в антарктиду они упираются в арктику то есть не в южный полюс которого нету а в северный поэтому если он даже пройдет все эти препоны каким-то чудесным образом ему дадут поднять этот самолет который горизонтально полетит из перечисленные мной трех точек и увидит льды он то будет лететь по схемам официальным и все когда увидят льды ну там я с южной части америки запускаю самолет свой все мы знаем что самолет отправляется на юг а что на юге от южной америки находится антарктида блин откуда вы знаете что там антарктида там нет антарктиды там никогда ее не было то есть вылетает самолет из снега зрители с открытывающими ртами антарктида а на самом деле то будут артику показывать даже может конфуз получиться да давайте из разряда допустим сработала у них техника и она вылетела ну по факту они вылетели и летят все таки в артику вот с этой точки как видите удачно на моей схеме показано что центр артики оригинальной внутри имеет теплую среду жару и тропики как мозг работает они видят стену видите на моей схеме изображена стена но вылетели то они не с южной точки на юг а вылетели с северной точки на север и я представляю действительно их ним камером и в объектив их камер попадает стена которую вы сейчас видите на данной схеме ликуют мы нашли наконец-то антарктическую землю как вас мозг может определить где эта стена находится ну понимаете вот я вам схематически показал построили самолет он стартанул он если лед то это всегда север это обязательно север он летит на север достигая тут здесь хорошо спасибо александру схематически показана ледяная стена но эта стена в центре континента который у нас на северном полюсе находится но не по окружности на данной схеме изображена каемка льда но до нее нужно 2 миллиарда миль лететь а вот то что япония выглядит по другому вот это более мне кажется наглядней чем показать ледяную стену и неважно где она находится на севере или на юге вот то что япония квадратная и имеет площадь в 10 раз больше а рядом с японии находится еще один континент этот континент называется Австралия да вот как будет классно когда рядом с японией увидят Австралию вот это будет я думаю интересней чем показывать ледяную стену кто впервые слышит это мое заявление я не шучу я делал ролики на эту тему объяснял показывал рассказывал на востоке от Японии находится Австралия это и сейчас в интернете можно найти эти стены и для лопоухих граждан это сказать вот смотрите германикус долетел это еще с авторитетным голосом да с авторитетным когда у вас супер мега популярность и вы не знаете что это ролик с ютуба длинная нога добралась до континента длинная рука длинная сопля до антарктической до антарктической стены наш квадрокоптер представляет вашему вниманию эту стену смотрите стена мироточит мироточит мы увидели наконец-то эту стену мы не зря вас обманули и обворовали ваши деньги денюшки лишили ваших деток родных и близких еды и помощи не зря вот она вот она вы видите видите эту стену а за стеной там еще холмы и мы еще соберем у вас немножко денег на бензинчик и долетим до тех холмов вы видите вы видите это чудо мы не зря все закончилось не зря ну что нельзя подать да это все разведки мира пытались у нас фото пленку украсть но мы фрагмент все таки для вас спасли в сапоге в сапоге там был съемный каблук мы эту хитрую пленку завернули в катушечку маленькую взяли сняли каблучок положили пленочку прибили как каблучок и так мы смогли вынести мы могли вынести и залить на youtube чтобы вы узнали как оно обстоит дело ну это ж я первый попавшийся ролик нашел а так любой ролик можно выдать грубо говоря за антарктиду я тоже смеюсь и Лира пишет Слава хватит смешить я тоже сижу и прикалываюсь что тогда меня поразило это же больше года назад было когда они собрались на Котлеров ФМ обсуждали эту тему как бы подняться и полететь посмотреть на другие земли но не получится помните они там визы собирались делать но не получится хорошо может быть со всех слушателей ну там бы стресли немного денег ладно и эти деньги как бы они в мешке с собой возили я тогда начала немножечко говорить насчет виз что не просто так визу тебя просто так не дадут потом тогда еще переезжая с одной границы на границе приезжая с одного зоны в другую ты имеешь право перевозить тот денег вот хорошо положили в банк какой-нибудь банк который ну и самое главное что дали визу карточка виза где принимается виза потому что какая разница какой банк самое главное что они оперируют визой что этот банк оперирует визой ну взяли заблокировали вот и все и ну правда такие какие-то детские мысли вот взрослые тем более дядечки да там сказать ну девчонки глупые они только знают кастрюли там ворщи и все и заткнитесь взрослые дядечки собрались куда-то неизвестно куда не знаю куда зачем куда иди туда не знаю куда возьми то не знаю что что они думали но тем не менее деньги-то начали собирать ну конечно это проблемы те кто дает деньги те кто принимает мне это до лампочки ладно это не столь важно а важно то что не дадут никто возможности и потом чем сразу же собьют в воздухе и тем более что тогда еще обсуждалось что например на крайнем севере до сих пор стоят гарнизоны полностью весь крайний север зачем откуда ждать интервенции на северном полюсе откуда Вячеслав подскажи пожалуйста такой момент сейчас кругом столько возможностей создавать вот эти фейки и нам я так я так понимаю тяжело добраться до правды тому же самому там германикусу сложно будет верить потому что он может просто либо не долететь либо показывать не то потом в космос не вылетишь по телевизору тоже такие технологии что могут что угодно показывать а как вообще вот как ну есть какой то не знаю способ как вообще прочувствовать вот это широту вот этих знаний вот то что вот вы говорите я понимаю да шримат бхагаватам это знание там древний вет и там тоже много воспринимается на веру но вот та же самая гора меру ее не потрогаешь как будто бы до нее не дойдешь она вроде в центре стоит и рядышком но как ее пощупать и вот в таком остаешь в таком ну скажем ощущении что вроде бы вот оно рядом вот вот оно рядышком как к этому подойти может быть вы знаете что что делать я извиняюсь за такие прям прямые вопросы конечно вот такой вопрос или рассуждение это отличный вопрос ну с какой-нибудь летающей тарелкой договориться с инопланетянами когда они будут лететь по своим делам чтобы взяли в дорогу не ну до горы меры тут же надо еще понимать что как говорится увидеть один раз и умереть среда обитания будет ли нам подходить даже если мы какой-нибудь современный скафандр оденем вы уверены что тот климат который находится в центре нашей соты скафандр современные которые здесь предлагают может выдержать не поплавятся ли кислородные баллоны которые будут давать воздух это надо обязательно находиться на техногенном аппарате и скорее всего не нашего уровня вы что думаете горе меру всех инопланетян подпускают там своя защита очень высокая порядка даже если предположить что вот эти оккупанты которые у нас это все тут перепотрошили вот этот участок земли захотят ковырять центре соты им кто-то даст такой допуск то там я не знаю с чем сравнить это как напалм против муравьев это я беру только как бы физический уровень а есть тонкий план если у нас люди тут могут на нашем примитивном человеческом уровне человека брать на гипноз и отдавать его определенные команды есть причем очень мощные гипнотизеры которые могут группе да отдавать команды вот может то фейковый ролик который я смотрел но знаю что это возможно когда женщина это взвод спецназовцев заставляла и хлопать в ладоши и танцевать и они как марионетки подчинялись ее воле гипнотизеры и ничего не могли сделать что она скажет то они и делают поэтому надо же еще этот аспект рассматривать а высокоразвитые существа какой не знаю как сказать гипнорикой гипносорикой какой они обладают поэтому вот такие знания просто надо знать что они есть и все давайте по поводу всеми любимого крыма ну вот такой маленький клаптык давайте не будем брать ни англию ни японию крым полуостров выглядит абсолютно по-другому вот она абсолютно вот он вот видите тут на схеме нарисовали нам что он выглядит вот таким образом у нас хотя бы крым есть где-нибудь чтобы над крымом видеосъемка была чтобы подняться и увидеть те очертания нету давайте хотя бы с крымом разберемся крым квадратный он выглядит абсолютно не так кстати только мне кажется что левая часть крыма немножко видоизменилась очертания или может тот тоже видит что здесь вот этот участок перерисовали видно из-за моих работ долблю постоянно этот крым и показываю как он на самом деле выглядит вот по-моему этот участок стал более сплющенный к центру материка раньше по-моему он знаете через окна овертона через 50 лет они изобразят именно оригинальный крым квадратный понимаете постоянно искажая береговую линию давайте я найду вот крым сейчас попробую в закладках как он выглядит на самом деле кстати мне кто-то скинул спасибо этому человеку я не найду карты крыма именно сейчас я найду нечто лучше чем карты и вам покажу я не помню какой добрый человек скинул вот эти славные фотографии которые лично сделал но благодаря этим фоткам мы с вами видим настоящий крым да да он имеет что-нибудь общее с тем крымом который нам предлагают ничего увидеть воочию что крым выглядит земляной массив не так как слева а так как справа по моему это тоже круто ну как по мне как тут свернуть чтобы она получается ну вот ладно вот так чат не вижу вот такой крым на самом деле понимаете вот такой а не такой я уже не говорю о черное море выглядит совсем по-другому у него нету таких береговых очертаний у черного моря и близко очертания черного моря больше похоже на очертания той австралии которую нам предлагают ведь это ж хитрый ход конем был сделан оккупантами они с оригинального черного моря визуально решили нам создать континент австралия на официальных картах конечно этот номер не сильно пройдет это надо брать немножко карты другого порядка и демонстрировать что австралия черное море имеет одни очертания только с полностью вплоть до наоборот если в случае с австралией это земляной массив то в случае черным морем это водный массив и плюс ко всему в центре австралии есть озеро которое называется крым это официальная информация если не потерли можете проверить так 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 и дури мары карабас ну как как мне вам очертания я знаю как я сделаю сейчас возьму у черного моря ту 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 вот так наверное думаю будет лучше увидеть что это почти точно копия если я найду вот старые карты продемонстрирую этот вопрос то вы увидите что черное море и австралия имеют в своем распоряжение тождественные контуры давайте капитан очевидность да я понимаю это не 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 сильно идеально это не сильно идеально а вот эта нижняя часть смотрите вообще как шикардос ну кто-то скажет ну совпадение ну конечно же у нас вообще весь мир это сплошные совпадения вот нижняя часть да вот если брать вот этот фрагмент вот 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 это ж вообще а какой-то заговор ой тогда давай я тогда продемонстрирую как я говорю тест для моряков и и для пилотов уникальность этого ролика заключается в том что в нем нету ни одного слова но 60 процентов зрителей увидели мой основной посыл 40 не увидели поэтому полторы тысячи лайков и 1200 дизлайков при просмотре 143 тысячи сейчас я включу этот ролик если с крымом и им черным морем удивило то возможно то что ты сейчас увидишь и будешь внимательно смотреть и то что будет в кадре наверно вообще поразит в кадре в кадре и в это и в в Субтитры создавал DimaTorzok Добро пожаловать в Казахстан! 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 Днецеконечная звезда, внутри которой я нашла три пересекающиеся треугольника, которые нашла в свое время красивыми с точки зрения эстетики, какой-то такой геометрической, и выложил их в сеть. Потом я начала ими хвастаться в ЗЭЛке, я тогда сидела в голосовой рации ЗЭЛа, и мне ответили, а мы нашли твои знаки, это называется звезда Ингли. Вот, знаете, там опять же была такая тема, что перекрываю эфир и не даю людям говорить, приходите на их площадки, я уже говорил, за и против, и все послушайте, все услышите. Я, скажем так, пользуюсь подобным форматом для удобства в общении, дело в том, что эфиры как бы подразумевают беспрерывное говорение, вот, и чтобы не было провисаний, чтобы не было тишины, каких-нибудь трехсекундных, пятисекундных пируэтов, я использую такой формат, Тем более, что, возможно, и я сейчас, ну, через какое-то время или сейчас буду вещать по поводу и без повода, ну, и также, если вдруг действительно интересные вопросы будут в чате, то я буду переключаться на чат. Всем здравия на площадке Вячеславия, переключаясь в эфир, в эфир в Дискорде. Информация о звезде Инглии как о древнем славянском древнейшем символе несолярном стала распространяться по всей сети, но я хочу заметить, несмотря на ее древнеславянскую мощь, что она древнее, этот символ, чем звезда Соломона, он не был отражен ни на одной картине, ни на одной фреске, ни на одном здании, ни в одной книге, он не был отчитан. И можно сказать, что при, ну, я так думаю, это, опять же, я квантовый реалист, для меня, возможно, абсолютно все, и, в общем-то, это немножечко тешит мои, как говорится, такие вот возможности быть не несколько особенным. Да, кстати, Виктор, это моя татуировка, которую, в принципе, я сделала, то есть эта татуировка была сделана в том самом тату-салоне, вот. И могу сказать, что фактически она отметила некий новый период поглощения вот этим знаком древних белых богов всего населения интернета, да, то есть интернетом специально пользоваться. Сегодня я, кстати, узнаю о некой ангеликанской церкви, когда решила несколько проюзать информацию о звезде Инглии, чтобы ее сюда выдать. Но, опять же, даже информации о ангеликанской церкви, которая была в 92-м году, до этого не было. И, в принципе, если мы прошерохаем непосредственно информацию об этом знаке, мы за два года ее не заметим. Фактически мы видим подложку истории под одного человека, меня, который решила мой символ, который я открыла, ну, как бы запихнуть на 12 тысяч лет назад. И раз, если возможно такое, раз, если мы, возможно, имеем такую структуру, и, кстати, самое забавное после вот этой татуировки, я на себя нанесла с этой звездой. Татуировки. Это, по всей видимости, скидывают в чат, то, что у Наташи на плече татуировка древних белых богов. Давайте я выведу в эфир татуировку. Ну, я, конечно, могу что-то напутать, но, видите, вот, древние боги, они делали татуировки. Правда, зачем они их делали, непонятно. Вот, ну, это юмор-фм, возможно, это и не... И не... Натальина татуировка, может быть... Может, это просто скриншот из интернета. Натальина, мы имеем перед собой такую вариацию, что сильные люди, которые понимают структуру вообще вселенной этого мира и понимают, что всё, возможно, могут реально влиять на историю. И, возможно, действительно, даже один человек, который открыл себе путь Бога, я ко всем вам говорю, что все мы способны на это, главное, вовремя себя осознать. Мы можем также влиять на свою историю, делая себя в этой истории интегрированными непосредственными её частями. Так что вот я просто вам предлагаю задуматься над этой историей, как символу, которому 12 тысяч лет, о котором говорят в интернете, и которым тысячи и тысячи ссылок, не имеет своего отражения во всей физической культуре всего человечества. Из этого мы делаем вывод, что мир иллюзорен, и то, что у нас в голове, в нём отражается. А если у нас в голове есть безграничное творчество, то есть безграничным творчеством мы можем изменять этот мир здесь и сейчас, даже из далёкого прошлого. Я, наверное, закончил, я ещё послушаю людей, продолжу, но вот этот интересный был такой вот экскурс в чудеса, наверное, я бы так сказала. Я всё. Спасибо большое, Наташа. Друзья, напоминаю, у нас идёт сегодня вечерний стрим, как обычно. Сегодняшняя наша тема – история нашего мира, факты, теории, легенды, сказания, писания, наши знания и предположения. Я напоминаю, что для участия достаточно поставить большой палец вверх, в основном текстовом чате, и мы с удовольствием выслушаем ваши теории, факты, или что именно повлияло на вашу картину мира и когда это было в практике. Я вот, кстати, могу рассказать о себе немножечко, то, что у меня несколько сейчас таких рабочих теорий, которые я поддерживаю и которыми я доволен, так скажем. Доволен – это значит, что они вроде как бы с одной стороны науке не противоречат, а с другой стороны – это теории, которые, ну, не коммерческие. То есть, так скажем, с ними нужно разбираться, ими нужно заниматься, и в этом случае они как бы становятся живыми. А до этого – это мёртвые теории. Например, теория фон Дейнекена, да, у него есть очень классные книжки, в том числе книга «Колесницы богов». Вот, и там он говорит о том, что вообще человечество, на самом деле, оно было завезено, так скажем, и выращено инопланетными существами других, так скажем, планет, миров. Вот, они сюда прилетели, нас заселили, дали нам инструменты, вот, чтобы мы могли построить нашу цивилизацию. То есть, эти пирамиды и города были построены по технологиям вот этих инопланетных богов. Как уже говорили, мы очень часто обсуждаем эту тему на сервере у нас, то, что на данный момент у современного человечества нет возможности повторить вот такие постройки, как пирамиды, там, допустим, тот же самый Мачу-Пикчу, города, в которых на каких-то просто каким-то уникальным образом вот это древнее человечество с точностью там миллиметровой, сантиметровой построили сооружения вот просто неимоверных размеров. В своей книге Дейнекен также обсуждает такие темы, кстати, по поводу таких вопросов, как, например, почему мы не находим инструментов, да, которыми должны были пользоваться эти древние люди. На самом деле, я считаю, что все очень просто. Эти люди сделали какую-то работу, заплатили этим существам, скорее всего, золотом, потому что у нас на планете не до счет очень большой золота, хотя его должно быть гораздо больше, вот, заплатили золотом, и инопланетяне эти боги, они забрали золото, забрали свои инструменты и улетели. Вот, а для чего золото им нужно? А все очень просто, потому что любые современные технологии, мы видим, что они используют золото, вот. Ну, вот как-то так, я думаю, что я еще продолжу. Ребята, не стесняйтесь, пожалуйста, ставьте пальцы вверх, вот, в основном текстовом чате с удовольствием послушаем ваши идеи. Вячеслав Котлеров, пожалуйста, тебе слово. Да, всем здравия, ну, переозвучу вопрос, который, как бы, остался за кадром минут 15 назад, то есть он от Сереги звучал так, какие взгляды мои на историю, как я пришел к тем взглядам, которые озвучу. Ну, первонаперво, немножко философии. Дело в том, что независимости от того, кто предложит какую версию, практически 98% слушателей останутся при своем мнении. И только 2% призадумаются, а потом начнут двигаться в определенном направлении. То есть я вообще, как бы, никогда не ставил перед собой задачу убеждать кого-то в своей правоте. Я всегда делился тем, что считал нужным, тем, чем считал нужным. А человек, как бы, сам был волен или не волен принимать или не принимать знания. Но дело в том, что, вот, скажем так, на историю и вообще, как бы, на мироустройство многие жители смотрят поверхностно. Что я имею в виду? Если, допустим, в музыке или в художестве или в спорте нужно обладать какими-то задатками, то есть приходит тренер в школу и отбирает из класса 3-4 крепких парней и ведет их на секцию. То есть, видите, они предрасположены. Они предрасположены хорошо бегать, далеко прыгать. А других, в принципе, можно научить, но они не покажут такие результаты. То же самое с музыкой, то же самое и с картинами. Можно человека научить картины рисовать, но если это уже дар от природы, да, то его лучше развивать. С нашим миром и с историей ситуация тождественна. К этому нужно тоже, как и в спорте, как и в музыке, как и в художестве, как и в других куча всевозможных специализаций, профессий, иметь дар, талант. Вот. И, скажем так, я озвучу уже, да, 5 лет это, ну, на ютубе, на ютубе озвучу 5 лет те или иные вещи, связанные с нашим миром. И получается, что сторонников, ну, довольно-таки немало. Я, честно говоря, когда думал, что я буду озвучивать это все, будет гораздо меньше откликнувшихся. Ну, тезисно, это уже притча в Айзыцах. Волей судьбы, живя в Тайге, Хабаровский край, Николаевский район, поселок Ноговершины, в свои 19 лет я начал писать рукописи. При этом я сюда подчеркиваю, уроженец города Харькова в пятом поколении, да. Вот. И спустя годы я начал озвучивать свои труды на ютубе, да. Много, как бы, обросло по ходу пьесы, потому что, знаете, у меня был, по сути, 20-25 лет записан каркас нашего мира, а уже вот эти рюшечки, уже украшения, вот эти детали, они появлялись уже в процессе труда. То есть 20 лет исследований, то есть я в первую очередь сам задавался вопросами на то, что я написал, да. То есть я перечитывал, и много было тогда непонятно. Это, знаете, как вот человек берет карандашом, рисует, допустим, автомобиль формы ему, и вот он видит его так. А уже потом вот эти детали, буквально детали, уже дальше прорабатываются. Какой должен быть двигатель, какой, скажем так, багажник и так далее. Вот и мои рукописи, они были тезисные. Там земля в миллиарды раз больше, там Америки не существует, наша планета находится в оккупации. Ну и вообще уже, как бы, знаете, когда приходит понимание, что та территория, на которой мы живем, а это абсолютный достоверный факт, вот, ну если хотите аксиома, аксиома это теорема, которая не требует доказательств, хотя я не люблю официоз, но в данном случае вкрапляю. Уже гигант, понимание, что планета гигант, уже приходит понимание, что история уже полностью не та. То есть надо разбираться. И много есть сейчас, скажем так, блогеров, хотя я немножко на эфирах критикую тех или иных, но на самом деле любой блогер, который уже, ну, заявляет о том, что в нашем мире что-то не так, он на самом деле уже большой молодец. Вот. Ну, я передам слово, а потом, может быть, расширено, если вдруг будут вопросы, сообщу, как же выглядит история нашего мира. Передаю слово. Да, спасибо огромное, Вячеслав Котлеров. Друзья, напоминаю, кто вновь присоединился, у нас идет вечерний стрим. Сегодня мы дискутируем на тему «История нашего мира. Факты, теории, легенды, сказания, писания, наши знания и предположения». Ну вот, я, кстати, хотел бы попросить вас, наверное, в эту тему можно включить такие моменты, вот есть у вас, скорее всего, какая-нибудь книга, да, и прочитав эту книгу, вы как-то меня изменили, свое представление о мире, может быть, о людях, о психологии, да, вообще, о взаимодействии людей. Вот я думаю, что в эту тему она, вот такой момент тоже можно включить в эту тему, потому что в нашей жизни вот какие-то сказания или прочтенные нами книги, они как бы влияют очень сильно на нашу жизнь, и в том числе не только даже на нашу жизнь, на жизнь нашего окружения, потому что мы меняемся, прочитав эти книги. Вячеслав, да, пожалуйста, тебе слово. Да, я сейчас буду, как бы, выбирать такую вначале позицию больше философскую, без конкретики, и если понадобится, буду конкретизировать. Если тезисно, вот, по вышесказанному, все мифы и легенды, по сути, и даже я и положу туда официальную науку, это все является истинным положением вещей. То есть придумать ничего невозможно. Но произошел вот в том месте, где мы живем, фигурально и буквально, большой взрыв в большой библиотеке. То есть представьте, уявите, там человек задался целью и собрал очень большую себе библиотеку на несколько комнат, на несколько этажей. И у него, допустим, одна комната, где книги там по истории, в другой комнате эти книги по кулинарии, в третьей там по технике и так далее. Там математика, там география, в общем. И вдруг это здание взрывается, и миллионы книг поднялись в воздух и упали на бренную землю. И люди начали собирать и страницы куда ни попадя вставлять. И обложки порой не те одевать. Если книга была по вкусной и здоровой пище, то почему-то они, случайно, не зная языка, надели обложку, как, допустим, разводить маленьких шимпанзе или что-то в этом духе. Вот в нашем мире, в принципе, все то же самое. Если правильно расставить по полочкам, а те люди, которые собрали книги, они отстроили снова библиотеку и рандомно просто распихали по полкам эти книги. И вот у нас получается точно такой же сыр-бор. Но тезисно звучит это так. Любая информация, которую мы с вами слышим об этом мире, и неважно, это мироустройство или история, или какая-то наука, это все имеет место быть. Но здесь очень важно, как правильно терминологию давать, и сразу вот в таких славных беседах договариваться, обуславливать, что, как называть. Потому что избитый пример со словом коса. Коса имеет значение волосы, коса имеет значение инструмент и связано с речкой. Поэтому один, говорит, коса, он имеет в виду одно, другой третий, и мы друг друга не понимаем. Вот. Хотя, видите, нам немножко фортануло. Мы довольно-таки множество человек идем в определенном языке, осколком некогда огромной речи. Вот. И мы все-таки понимаем друг друга. Поэтому, если тезисно, то и фон Деникин, не хотелось бы его критиковать, скажу так, что он был максимально прав, но когда это находилось, и когда это происходило, и под каким углом было. Дело в том, что вот эта тема красной нитью проходит не только в планетарном или вселенском мире, ну и даже на нашем небольшом официальном уровне истории. То есть, как получается в официальных историях, даже наших, люди жили-нетужили, пришли вороги, обложили их золотой ордой, потом люди, люди, люди так сказали, а что это мы разрозненно живем? Давайте как-то соединимся, воссоединимся. Не получалось. Тут нашелся какой-то славный витязь, пришел, объединил враждующие государства, княжества, и они выгнали врага. Кстати, вот такую историю, это же я так вкратце, как бы классическую, да, связанную с Руссией, пересказал. А если вы будете изучать другие истории других стран мира, то вы узнаете, что практически чуть ли не в каждой стране такая же тенденция. Даже про Японию я тогда голову ломал, как они вели 120 лет войну, 30 княжеств на таком маленьком клаптыке. Видно, тот, кто писал настоящую историю, точнее, историю про Японию, он, наверное, знал ее истинные размеры, а предположительно, предположительно, та Япония, которую мы знаем с вами, она, ну, наверное, где-то размером с ту Австралию, которую нам предлагают. И, кстати, с большой вероятностью Япония все-таки это не остров, а, скорее всего, полуостров, но это предположение. Но то, что железобетонная Япония выглядит абсолютно по-другому, вот мы привыкли с вами вот эту селедку видеть на карте, да, перевернутую вверх или вниз. Ничего общего. Вот это железобетонно. Я вам скажу, там дальше в большей степени, когда вы увидите, друзья, настоящую Японию, вы ахнете, потому что там будет квадрат Малевича. И это не фигура речи. Когда вы увидите настоящую Японию, вы просто обомлеете и скажите, а шо це таке? Малевич и сюда добрался, да, на японские берега. Вот, поэтому однозначно фон Деникин, причем он, скорее всего, спрятал фамилию, используем слово русский, русскую фамилию, у него, скорее всего, прадедушка был белогвардейский офицер Деникин. Ну, надо было на западный манер, как там, Довидов в конце две буквы «ф», Котляров в конце две буквы «ф», немножко переиначить. Поэтому он, скорее всего, не Деникин, да, а Деникин. И как я сделал недавно небольшое открытие, тезисно скажу, что Ермак на самом деле на русский язык, на советский переводится «сын солнца». То есть у меня вот такое недавно пришло открытие. Объясняю. Есть, да, македонский, да, мак, это сын воды, донской. Мак – это сын, дон – это река. А Ер, 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 Ярила, Ярила, Ер, Мак. Ер – это солнце, яр. Это сын солнца. Поэтому Ермак – это не имя, не фамилия. Это титул, ну, типа Иисус Христос. Вот. Пока передаю слово. Спасибо. Спасибо огромное, Вячеслав. Друзья, напоминаю, что у нас идет стрим. Тема сегодняшнего стрима – «История нашего мира». Факты, теории, легенды, сказания, писания. Наши и ваши знания и предположения. Так вот, вот я, кстати, знаете, каким вопросом мучаюсь? Смотрите, вроде как бы мы развиваемся, там, общество развивает, новые технологии у нас. Что-то мы там, наука анализирует, что-то выдумывает. Но, тем не менее, как бы, вот сколько лет прошло, да, до сих пор мы, как бы, вот, официальная наука, почему-то она все время пытается пропихнуть вот эту версию с тем, что, вот, была там планета Земля безжизненная, да, на нее там попал, ну, сейчас вообще на самом деле считается, что попал какой-то метеорит, вот. И в этом метеорите были какие-то там задатки жизни, этот метеорит попал в воду, эти задатки жизни там начали мутировать потихонечку, мутировали там в такое-то создание, потом в другое в третье, вот. И потом эти создания частично вышли из воды, они стали динозаврами, там динозавры летали, не летали, были такие-то динозавры другие, одни питались с другими. Ой, короче, ужас. Ну, и до сих пор, вот, как бы, есть же новейшие технологии, есть всякие там лазеры, мазеры и все остальное, вот. И, тем не менее, эта теория до сих пор, как бы, считается официальной научной. Ну, вот, я просто не знаю, я не верю, что на самом деле вот так все и было. И я вот очень уважаю всех конспирологов, да, все альтернативные каналы, потому что вот есть теории, которым вот логический человек, логический мыслящий человек, обычный человек, он поверит быстрее, чем вот этой вот официозной науке, которые там, вследствие того, что они слишком много набрали, они эпизодически эти косяки всплывают, как бы, и они их какими-то глупостями, короче, компенсируют. То есть говорят нам, что, а, да, потому что то произошло. Ну, нормальный, логический мыслящий человек, вот, он, как бы, на самом деле, наверное, не должен верить вот этой официальной науке и должен сам вот заниматься изучением. И для себя решать. А как же я считаю, что есть два направления, да, вот этой истории нашего мира. Одно направление, оно достаточно сложное, то есть нужно там официальную археологию, там, какую-то изучать, кучу всяких, вот, читать кучу всяких документов археологических, да, интересоваться новейшими, там, какими-то раскопками. Но есть у нас также религия. Религия – это такая часть неотъемлемая нашей истории и нашего мира, вот, которая позволяет человеку не, так скажем, не заморачиваться. На вот, на всякие вот эти вот длительные процессы изучения, анализа, вот, современных, там, раскопок и современных, вот, научных всяких, немножко глупых теорий. А прочитав какие-то религиозные писания, вы можете, как бы, вот, познать истину без своего, как бы, вот, реального, там, участия, только прочитав это. Я напоминаю, ребят, пожалуйста, для участия стрима большой палец вверх, в основном текстовом чате. Вячеслав Котлеров, пожалуйста, бед. Да, благодарю, босс. Я даже вот немножко понакидывал пару фраз. Начну с археологов. Дело в том, что местные жители находятся в полной уверенности, что тема археология создана для того, чтобы раскрывать все тайные загадки. Дело в том, что эта организация создана для того, чтобы все это тщательно скрывать. То есть, выдвигается определенная группа, находит неудобные фрагменты и документы, и это все уничтожает. Если же случайно какой-нибудь человек наткнулся на что-то удивительное, на гигантского скелета, или на какую-нибудь, не знаю, там, диковинную вещь, которая находится в пирамиде Хеопса, там изображена там медвежья охота, да, ну там не медвежья, это я немножко отвлекся на чат, то их задача это все очень быстренько сховать и свидетелей убрать, да, то есть приезжает группа отцепления, все, зевак разгоняют, и они уже там маленькими молоточками разбивают средневековые вазы, или не только средневековые удивительные артефакты, которые не вписываются в нашу историю, да. Теперь, теперь по поводу безжизненной планеты, вот то, что я раньше и говорил, это самое, то, что я раньше говорил, что даже в официальной науке мы можем это самое, вот это самое пошло, сейчас, извините. Так, небольшой просто был, технически у меня сбой, и пришлось его немножко устранить, и поэтому пошло неудобное слово паразит. Была планета безжизненна, да, была, но надо понимать, когда, 155 триллионов лет назад, да, была, вот то место, где мы живем, диаметр 4 миллиарда километров, да, она была безжизненна. И с других подобных планет начали, скажем так, сюда прилетать на летающих тарелках определенные жители, как и светлого порядка, так и не очень, и обустраивать ее. И наш участок земли, который вот накрыли, да, там, куполом, и рядом такие же находятся на этой площади участки, там, 12 радиус у них, тысяч километров, или 120, это не принципиально. Принципиально, что эта тема существует. Ее тоже, как бы, облагородили вначале, да, потом разбомбили. А до того, как разбомбили, как там поется, была земля прекрасна, прекрасна и чиста. Вот, ее разбомбили, вот, и приблизительно первая бомбежка, скорее всего, 2000 лет назад была, до нашей эры и наша эра. Но наша, это не наша человеческого рода. Это те, это до нашей эры, это оккупанты так о себе говорят. То есть, первое вторжение такое, вот, именно, чтобы пройтись по огромному городу, скорее всего, было 2000 лет назад. А потом уже они, как бы, отступали, местным жителям давались немножко отстроиться, расстроиться, потом опять вторгались. Целенаправленно они давали отстроиться, или у них надо было просто подзарядиться их гигантской технике в соседних ячейках и соток. Доподлинно неизвестно. Но то, что они давали местным жителям, все-таки как-то развиться, это однозначно. Ну и как такой, галопом по Европам пример, вначале планетарно, всю огромную Азию был единый город из мрамора. Потом его разбомбили, да, начали что-то вырабатывать. Глины кругом. Ну, местные жители немножко отряхнулись, посмотрели по сторонам. Ну что, давайте теперь из кирпичей будем строить. Строили из кирпичей. И вот последние фазы вы можете найти вот эти терема, которые приписывают там к Древней Руси, там, тысячу третьего года, или наоборот, девятьсот седьмого года. Они бы просто, скорее всего, тысячу лет не простояли, эти терема, насколько я могу понять, вопросы, связанные с деревом. Но технологии, которые вот эти прекрасные терема, вот эта чудесная, великорепная, вот эта резка, да, вот эти переплетения, мозаика вот в этих теремах, которые сохранились на постсоветском пространстве и, может, на других пространствах, они говорят о том, что это еще орудовали те технологии, которые могли. Ну, а мы, скажем так, с многим, с многим не справимся. И иногда, знаете, вот когда сталкиваюсь с большим размахом на гравюрах, где смотришь удивительные крыши, то, которые официально датируются там тысячу лет назад, да, то, я уверен, современные кровельщики, если поставят перед собой задачу воссоздать то, что древние зодчие создавали, как говорится, одним топором, да, они скажут, ну, это серьезно, это серьезный подход нужен. Тут, чтобы создать такой дом, даже деревянный, нужен только компьютер. И вообще, в принципе, практически все, что мы с вами знаем о технологиях, для этого нужен компьютер. Вот машины, да, которые мы с вами пользуемся, и сто лет назад пользовались, вот чтобы их создать, нужен был компьютер. А вот деревянную, деревянную Русь, скорее всего, хитро создавали. И вот спасибо Михаилу Соболеву, соведущему котляру УФМ, он меня подвел к той мысли, что меня осенило. А не строили ли деревянные вот эти тюрьма на погибших уже, скажем так, каменных зданиях? То есть разбомбили город, остались печки, и уже вокруг печки выкладывали на фундаменте бревна. Ну, очень удобно. А логично бы, ну, если вы уже строите не из сена, не из соломы дом, а из кирпича печку себе построили, которая треть дома занимает, ну, уже достройте стены из этого же кирпича. Почему, почему, как бы, к дереву? Ведь дерево, оно, да, оно во многих вопросах хорошо, но все-таки, наверное, кирпич будет получше. Спасибо, передаю слово. Спасибо, Вячеслав. Друзья, напоминаю, наш стрим сегодня посвящен теме истории нашего мира. Мы говорим с вами о фактах, теориях, легендах, сказаниях, писаниях, о наших знаниях и предпочтениях. Ну, вот я, кстати, согласен с Вячеславом Котляровым. На самом деле, еще может быть такой момент, что кирпич и дерево, у них разная теплопроводность, и в разных климатах используется дерево и кирпич. Если ты хочешь, допустим, в теплом климате дом построить, то это будет лучше дом из кирпича. Он в зимние месяцы, ну, достаточно хорошо защищает от слабых морозов, а в летние месяцы он очень хорошо защищает от жары. В экстра-холодных климатах, конечно, лучше использовать дерево. Каркасная технология, ну, и деревянные дома тоже, потому что они, как бы, вот более теплые считаются. Ну, напоминаю, ребята, если вы хотите выступить в голосе, пожалуйста, ставьте большой палец вверх, в основном текстом к чате, вот, и мы с удовольствием вас выслушаем. Сейчас слово предоставляется лингом, пожалуйста. Да, спасибо. Ну, я, в принципе, отреагировал в основном, сервис на твой, скажем так, ну, не комментарий, как бы, разговор по поводу науки, ты начал, вот, и у меня сразу возникли такие эмоции, мысли, которые я захотел бы сказать. И сказать вот такую вещь, что вот почему-то, почему-то я не доверяю людям, когда они вот говорят вот так вот на науку, начинают плевать. В первую очередь, потому что наука, в основном, это все-таки в хорошем смысле децентрализованная система. Она не подчиняется глобальной каким-то, хорошая наука в хорошем плане. Она не подчиняется каким-то чьим-то мнением там, заангажированным. В основном, хотя и среди ученых там много разных мнений, но в основном там все-таки преобладает такое здравомыслие, разумность какая-то там, ну, скажем так, нацеленность на рациональность, на понимание. И вот самое главное, что я вот хотел бы передать в этом плане, что из всех людей, известных мне научных, ну, таких ученых там, я имел какой-то опыт общения с учеными, учителями, ну, такой взрослой жизни уже, с, скажем так, какими-то людьми, которые имеют к этому отношение какое-то, и, ну, изобретателями еще, так, инженерами. Ну, то есть я сам инженер по образованию, как сказать, по призванию, по образованию. То есть у меня, в принципе, есть опыт работы вот с этими людьми, с такими людьми, которые работают, которые зарабатывают, которые вот выстраивают четкую, конкретную логическую систему. То есть они опираются на эти знания, на законы, они никак не рассуждают о том, вот, что такое электрический ток. Вот здесь много, я слышал там разговоров, что вот кто-то сомневается, что существует электрический ток, кто-то там законы Ома там может как-то пересмотреть. Ну, вообще, такие вещи иногда слышишь и понимаешь, что этот человек, он невежественен, потому что он не то, что не знает, у него там вообще понимания полностью нет. Вот когда нет этого понимания, наука, она становится каким-то темным, таким странным, ну, любое, ну, любое такое вот направление, да, оно становится каким-то темным пятном, чем-то таким непонятным, таким вот, может, для кого-то зловещим. И тут как раз вот эта религиозная рептильная часть ума, она еще и подкидывает таких каких-то гормонов, которые тут включают сомнения и страхи. Ну, и главное, вот, что я хочу сказать, то есть, продолжить, то есть, из общения с этими людьми, я вижу, что у них очень четкая логическая структура. Вот я, например, делаю там какие-то, обслуживаю какие-то устройства, да, занимаюсь какими-то там, ну, изобретаю, ну, изобретаю или проектирую что-то, и очень строго полагаюсь на жесткие какие-то принципы, на законы, там, на физические явления, на химические процессы, все это мне изложено. Если я что-то в этом не понимаю, то я, конечно, накосячу. Но если я не понимаю, я могу изучить получше, углубиться там, найти литературу, прочитать, и все очень четко становится на свои места. Рациональная вот эта научная система, то есть, я это к тому говорю, что современная вот эта логическая система, как структура таких кирпичиков, которые выстроены друг на друге, она очень мощная, она просто космически мощная, и она не собирается никому ни в чем там объяснять. Людям, которые в ней сомневаются, она даже с ними не станет спорить, потому что она, по сути, не утверждает там каких-то глобальных каких-то. Она просто спокойно делает автомобили, сверхточные станки, обрабатывает детали, чтобы создать там, не знаю, автомобиль какой-то там. Сейчас уже столько там, ну, всяких технологий в этих станках, там, точная сварка, там, 3D-моделирование, 3D-фрезерование, всякие штуки, каких только нет. И вот когда все это понимаешь, ты думаешь, блин, вот это так круто, чтобы создать процессор, это столько там технологий надо, это столько знаний, всякой химии, физики, математики, регонометрии, там, алгебры, высшей арифметики. Вот, и все эти дисциплины, они как колодец, в который можно бесконечно... который можно бесконечно падать, и там не... Ну, чем глубже туда погружаешься, тем... Там нет вот этого вот теории заговора, каких-то всяких там вот сомнений, то есть подтасовок. Ну, я на секунду спойлер такой, как видите, здесь разные мнения. В данном случае сторонник полностью официоза во всех его проявлениях и ипостасиях. Я приглашен, скажем так, на стороннюю дружескую площадку, и здесь могут быть абсолютно любые мнения. Кто хочет в чистом эфире, точнее, в чистом виде услышать эфир без купюр, это... На ютубе есть канал, называется он «За и против». И, кстати, этот вещатель, если его не остановить, он может и час, и два говорить, и три. Это меня всегда озадачивали люди, которые могут три часа беспрерывно говорить. Понимал. И, ну, может быть, дело даже не самой плоской земли, а те аргументы, которые вот используют вот эти вот сторонники, они часто бывают рассчитаны просто на идиотов, на людей, которые не знакомы с наукой, с основными принципами. И вот они дальше с этого идиотизма уже усомняются в таких вещах, в которых не должен умный человек усомниться. Ну, ладно, это, наверное, я так эмоционально сейчас. Основное, что я еще хотел сказать здесь, что, возможно, вот во всей вот этой истории про всякие там сотовые и плоские земли, здесь нарушен один очень важный принцип, который вот мне понравилось, как его Карлос Кастанедо высказал. Человек, прежде чем идти к знанию, должен преисполниться определенной решимостью, он должен быть пробужденным. И когда он идет к знанию, он должен понимать, что это знание, оно может привести его к смерти, к самым трагическим последствиям. Он должен быть, как бы так сказать, полностью включить все свои когнитивные способности, чтобы двигаться по этому пути, изучение чего-то. И идти по нему с крайней осторожностью, потому что это знание или убьет его, или приведет его к какому-то результату. И вот, ну и он говорит, зачем нам знание вещей, которые не ведут тебя к, скажем так, достижению какой-то безупречности, к постижению какой-то истины. И вот в плане науки это очень четко работает, потому что в науке нет места каким-то вот этим субъективностям, каким-то сомнениям, страхам, заговорам. А вот когда я вот все эти теории заговора слушаю, смотрю, изучаю, я понимаю, что под ними есть реальные какие-то основы. Но с другой стороны, отношения, которые транслируют вот эти вот люди, которые их обсуждают и распространяют, оно очень сильно не похоже на то отношение, с которым человек должен идти навстречу знанию. Возможно, что эти люди вообще не понимают, что такое знание. Они не понимают, что та картина мира, которая им, не важно, создана кем-то, она искусственна или является, ну то есть я имею в виду совокупность научных, технических, духовных и других вещей. И я считаю, что эта картина исключительно манипулятивна, абсолютно, и в основном касаясь именно религиозных каких-то вещей. Но это очень важная, это очень серьезная и очень такая ответственная вещь. Ну то есть нам сформировали эту картину, и к ней нужно относиться очень взвешенно. И когда какие-то люди пытаются эту картину разрушать, какими-то голословными заявлениями, там нападают на науку, на технику, на что-то там, говорят, это так вот ерунда, это не то. Вот тут, понимаете, оно не, ну то, на что они нападают, оно не даст задачи, ему без разницы. Но эти люди своими действиями очень часто нарушают вот этот вот такой, знаете, биоценоз такой, который возник в сознании человека, между сознанием его и вот этим окружающим миром. Он едет на поезде, и он должен понимать, что этот поезд – огромная машина, которая создана там тысячу разных инженеров, и огромное количество знаний. Он не должен ни на секунду сомневаться в том, что этот поезд, как сказать, что под созданием этого поезда в каких-то областях были какие-то там, не знаю, абстрактные, бессмысленные, такие натянутые какие-то расчеты или представления применены. Понимаете? Вот если машинист этому сомнится, я думаю, это может привести к плачевным результатам. Точно так же и во всем остальном. Тем больше мы размываем наше… Неважно, насколько оно, скажем так, слабое, и пока еще неважно, насколько оно еще релевантное, может быть, будет более релевантное. Но вот если мы размываем то знание, которое у нас есть, как совокупность каких-то конструкций ментальных, то к чему это может привести, ну, можете догадаться. То есть я вижу, что оно уже приводит… Я не знаю, вот, например, есть человек здесь, который общается с псевдоискусственным интеллектом. Если вы зададите этому человеку вопрос какой-то серьезный, то вы увидите, что никакого серьезного ответа вы не получите, а получите просто набор абсолютно бессмысленных, поверхностных, каких-то абстрактных таких конструкций. Так вот, вот это, это пока еще не кажется болезнью, это кажется просто чем-то странным. Но вот это ждет очень многих людей, вот это состояние квантовой запутанности, я называю. И если какая-то критическая масса людей к этому состоянию придет, то этот мир может очень сильно, скажем так, пострадать. Он уже пострадал, в принципе. Вот в этом я вижу проблему, а не в том, что там какие-то масоны или какие-то там, не знаю, кто-то манипулирует нашим сознанием. Вот, я сказал, спасибо за внимание. Спасибо, Линго, за критику, потому что критика, да, она полезна для всех. Вот, я, кстати, всегда вот, ну, с удовольствием к критике отношусь. Друзья, мы сейчас с вами сделаем небольшой перерывчик, там, может, минут 20-25-30. Вот, и потом продолжим во второй части стрима. Вот, пожалуйста, можете заранее ставить пальцы вверх, если хотите выступить во второй части. Ну, друзья, наверное, нет смысла нам 25 минут ждать. Сейчас будем закругляться, переходить на котляровую FM. Вот, ну, знаете, в целях объективных обстоятельств, видите, выхожу в эфир на, скажем так, основной канал. Не знаю, ставлю его в записи или нет. Конечно, новые, новые труды готовлю. Сейчас вот в размышлениях надо как-то на злобу дня запилить все-таки в большей степени информационный ролик, нежели сенсационный. Ну, движется апрель. Надеюсь, по старым традициям что-нибудь да будет конгениальное. Вот, если... Сейчас я выдержу... Ну, посмотрю еще несколько секунд за чатом. Будет ли вопрос какой-нибудь, чтобы я развернуто ответил, да? Тоже вот, знаете, кто смотрит котляровую FM, тем, конечно, в некоторых моментах проще, потому что действительно не проходит и дня, чтобы я не сообщил большие или маленькие открытия. До основного канала к сожалению, они не всегда доходят. Есть аудитория, которая даже, скажем так, и до половины этого эфира не дойдет. Вы знаете, вот выпускал недавно ролик, крайний, да, там он 15 минут. А средний просмотр YouTube показывает, его 7 минут смотрят. Не знаю, как там. 7 минут посмотрели, отключили 50%. Поэтому подобные эфиры пишутся исключительно для тех, человек, которым просто необходимо меня услышать, независимостей, сделаю ли открытие, или какое-нибудь наблюдение озвучу. Ну, а тем, кому нужна информация, миллион каналов, каналов на моем клин, клин, клин светом, свет клином не сошелся. Вот. На что еще добавить? После того, как я перезапущу трансляцию, трансляцию, она возобновится на котляровом. Кто впервые слышит, что есть эфирный канал, а там, извините меня, 12 тысяч человек подписано. Это означает, они знали, куда подписываются, там эфиры идут по несколько часов, по 5, по 8, ну, грубо говоря, да, каждый день. Вот. И если есть 12 тысяч человек, которым такой формат устраивает, я буду его по возможности продолжать. Ну, а те, кто не устраивает, пожалуйста, смотрите тикток. Там, по-моему, 15 секунд и куча информации. Все. Значит, приглашаю всех на котлярову.фм. Там мы продолжим, продолжим наш славный эфир. А с вами был Вячеслав Котляров. Спасибо, что слушаете, слышите меня. Всего вам доброго и до новых встреч в прямом эфире уже на котлярову.фм. Пока-пока. В общем, понятно, конспирологи это те, кто скрывают, а исследователи те, кто вскрывают эти консервы. Здравствуйте, уважаемые слушатели и зрители. С вами Вячеслав Котляров. В Харькове ровно 10.00. 06.03.2021 года. Те, кто не любят долгие вступления, перематывайте на пару минут вперед и хай вам счастыть. Вот. А я немножко пообщаюсь с добрыми, светлыми человеками. о том о сём. Но очень коротко. Значит, что у нас выходит на поверку? На самом деле, материалов для основного канала очень много накопилось за последние месяцы. и те, кто могут себе позволить смотреть и слушать прямой трансляции в эфире, скажем так, мои мысли и открытия, конечно, получают уже, конечно, уже получают в первую очередь информацию, знания и данные. Но вот до основного канала, к сожалению, не всё доходит. Кстати, вот рекомендую канал на ютубе Василий Малек. Там очень качественные вырезки с эфиров. То есть открытия, которые пока ещё не дошли на основной канал. В данном случае будет фрагмент из одного эфира с канала на ютубе Рупол. Просто знаете как открытия бывают разные, большие, маленькие. И на мелочи тоже стоит обращать внимание. Как там говорится, жизнь цепь, а в мелочи вне звенья не смей звену не придавать значения. В этом небольшом фрагменте я поделюсь теми мыслями, которые сам лично ещё пока нигде не слышал. а именно существуют войны в наше время и называют определённые основные причины, почему они происходят. Но парадокс одной неизвестной причины заключается в том, что она связана с демографией. Как раз ставить нужно не знак минус, а знак плюс. то есть не сокращение населения, да, определённого, к сожалению, истребления, это трагедия, но создание, скажем так, используем слово нового населения на определённых территориях. Ну, а подробности вы сможете узнать далее в ролике при детальном его изучении и прослушивании. Приятного просмотра. Так, всё. Короче, ну, смотрите, начинаем, обычно представляем гостей, то есть у нас это получается Олег, Вячеслав и Макс, да, и, ну, и тему называете, значит, Заракон номер один. Макс Миляев здесь, с нами? Да, да, Ага, приветствую. Есть что добавить, либо, может быть, уже своё что-то изложить, какую-то точку зрения? Я просто этот по 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 старшинству тут самым внизу тут у вас в списке, поэтому вообще, слушай, вообще, если уйти от всей этой любимой конспирологии зарождение конспирологии Заракон, как я понял, да, если уйти, то это же обычный раздел влияния, раздел влияния, борьба за ресурсы, вот и всё, если брать обычную, скажем так, обычную жизнь обычного обывателя, вот, а, скажем так, ну, то, что, то, что приписывается этому в конспирологии и решает, когда какое государство вступит там в какой-то конфликт вооружённый, когда какое государство, ну, то есть, вот такая есть конспирологическая версия, вот, это вот к тому, что, типа, есть мировой заговор, ну, в то же самое время есть обычная версия простого обывателя, что, ну, маленькие какие-то цеха, там заговоры мини есть в любом случае, да, и секретность, такое понятие, о котором ранее упоминалось, всё это есть, конечно же, вот, но не на уровне того, что есть некий, некий, скажем так, я даже не знаю, как назвать, некий главенствующий какой-то совет, но в совете уже нет главного, в совет, он же в том заключается, что собрались, полноценные там какие-то лидеры, пусть это даже не странно, а там закулисные, скажем так, закулисные лидеры, и решили, что вот давайте устроим театр, недаром же говорят театр военных действий. Сам для себя, я в большей степени конспирологию вижу, что это то, что скрыто от нас, и вот те вещатели, которые себя называют конспирологами, они как бы говорят, волк, вегетарианец, то есть, в моем видении, это абсурд. Конспирологи, это те, кто скрывают информацию, а вот исследователи, это как раз-то, вот эти консервные ножи, которые вот эти консервы, конспирологию, они аккуратненько, так сказать, крышку поднимают, и достают на поверхность, то, что было скрыто. В общем, понятно, конспирологи, это те, кто скрывают, а исследователи, те, кто вскрывают эти консервы. Сейчас попробую озвучить, на самом деле, очень давно, долгие годы, хотел это озвучить, насчет войн, но не знал как. Дело в том, что то, что я скажу, кого-то очень сильно огорчит, кого-то обрадует, кто-то придет неистовую ярость, кто-то наоборот задумается. Тезисно по войнам, там их целый список вообще, для чего войны происходят, безусловно, они все договорные, то есть, обязательно должны все согласовать, все участники трагических событий, генералы из той и той стороны, или с третьей, должны все решать за одним столом, чтобы не было никаких накладок. Но если накладки какие-то получаются, объявляется перемирие, расставляется опять по позициям, так как нужно солдаты, и вновь продолжается бой. Более ранние войны создавались конкретно с определенной задачей. Ранние войны имеются в виду за последние 300 лет. Это, конечно, первое, что раньше делали, это уничтожение архитектуры. Ну, обязательно надо тезисно сказать, кто впервые слышит подобные вещи. 300 лет назад здесь была единая цивилизация, то есть, единый большой город, духи античности, а-ля Санкт-Петербург, или Ватикан. Потом его разгромили, потом добывали здесь очень долго полезные ископания, и где-то 150-180 лет назад, ну, район года сейчас, трудно назвать, там, 1824-й, или 1864-й, сейчас непринципиально по датам, начали завозить практически всех жителей на эту землю. Вот. И те, кто завозили, их не устраивало, что народ, ну, скажем так, северных жителей, назову их норды, воспроизводит потомство только с собой, а персы, допустим, только с собой воспроизводят потомство. А те, кто к эту кухню затеял, для них человечество, оно как бы идет в пищу. И вот как мы создаем какие-то новые овощи и фрукты, да, то есть яблоки там скрещиваем, там, какие-то цитрусы скрещиваем, то есть выводим новую породу сознательно ягод или овощей, точно так же оккупанты, исходя из своих соображений, хотели именно на свой стол что-то такое вот гибридное. А как заставить людей, чтобы они между собой скрещивались и смешивались? Способов на самом деле очень много. И самый мощный это война. Даже из официальной истории известно, что было такое понятие еще с так называемых наполеонских войн квартирование солдат, размещение их на квартиры. То есть приходит там пешком или на конях полк размещается в городе, да, и вот они живут на квартирах. Вот. По истории можно идти и сталкиваться с этим постоянно, то есть, допустим, резко перескочить в так называемой Первой мировой войне и столкнуться с тем, что, допустим, из официальных русских сел и деревень были выведены огромное количество солдат, которые пошли там воевать с немцами, и они сидели в окопе, долго сидели, сидели, иногда убивали друг друга, иногда конкретно друг друга убивали, а потом побратались и все разошлись по домам. И там они сколько там, год сидели, два в окопах. Но в те годы как бы были такие темы под названием интервенция. Где-то она проскакивает в официальной истории и светится нам очевидным взглядом, где-то скрывается. То есть, когда в окопах в шее кормили, допустим, русские солдаты и не знали, что они делают на рубежах своей родины, война, не война, братаемся, не братаемся, в это время приходили, скажем так, с разных уголков лица земли завозили солдат. То есть, самый яркий из официальной истории это когда американские солдаты пешком вошли в Владивосток. Это официальный научный факт, точнее, достоверный факт, ну и научный, исторический, его можно проверить, есть хроника, как солдаты США входят в Владивосток. Это называется интервенция. То есть, допустим, жители Владивостока, к примеру, бойцы, скажем так, отцы воевали с какими-то манжурами в это время, а англичане расселились у них по квартирам. Американцы, да. И, в принципе, это происходило не только на восточном побережье, из так называемой Азии, ну и ситуация была связана в этом же ключе и в Европе. То есть, есть тоже интервенция была, это тоже можно найти даже в официальных источниках, как квартировали румын, поляков и так далее. Перескакиваем дальше, так называемая Вторая мировая война, сколько лет аппароль не поменялся. То есть, часть уходит на фронт, гибнет, погибает, а сюда уже на постсоветское пространство будет. Россия, Белоруссия, Украина заселяют немецких солдат, которые селятся по квартирам. Ну, не только румынские, итальянские, ой, я правильно сказал, и румынские, итальянские, много войск. Отцы и деды погибают, мужья, а в это время на квартирах живут определенные персонажи, да. И что получается? А получается, что оккупанты решают вопросы демографии. И вот я почему вот сказал, кого-то это горчит, кого-то сейчас разозлит, что вот так вот вот так вот получалось. Да, не все, не все девчины, допустим, шли определенной дорогой, чтобы потом появлялись дети. Не все. Но, знаете, в нашей жизни, как говорится, всякое бывает, да, как происходит. Вот. И где-то локально все-таки дети зарождались, да. отец уже приходил и уже у него куча детей, да. Мало-мало-меньше. И оккупанты эту тему, они эмусируют по сей день и они ее сейчас как бы переключили в такое русло под названием обучение. То есть в советское время с Африки, чтобы решить эти демографические вопросы, за которые я вам только что говорил, привозили в Москву, в Питер, в Харьков, там и в другие крупные города молодых негритянских парней, девушек, чтобы они учились, становились аграриями, там, медиками. Я сейчас не говорю о том, хорошо это или плохо, это, друзья, уже судить вам. Я просто рассказываю, как решают оккупанты вопросы демографии. Вот. И помимо обучения есть еще такое гастарбайтерство, то есть оно как бы тоже так называемым в кавычках мирное время есть. Война на самом деле не прекращается, просто есть горячие фазы, есть холодные, но цели разделять, стравливать и властвовать, да. И поэтому гастарбайтеры, то есть по принципу тоже таком идут. Но я сейчас буду от вольного как бы подбирать страны, где-то попаду, где-то ошибусь. Допустим германцы, к примеру, стремятся уехать на заработки в Бельгию, к примеру, или в Англию, может в США, да, там, потому что их не устраивает образ жизни. А в это время их фрау остается дома одни. Поляки, в свою очередь, стремятся ехать на заработки в Германию, а в это время их, не знаю, как на польском языке девчины, это остается дома. С Украины, с России, с Белоруссии все на заработки едут по три, по четыре месяца, по полгода едут в Польшу. И там работают, да, остаются их дивы по домам. И в это время, допустим, с азиатских, там, с Узбекистана, Татарстана, в это время, допустим, приезжает Гастабайтер в Москву. Пока москвичи уехали в Польшу или в Германию заработать деньги, в это время приехали жители Солнечных долин. Я сейчас опять повторюсь, я не говорю, что это хорошо или это плохо. Это я просто сухо констатирую факт. Кого-то он шокирует, кого-то повеселит, кого-то заставит задуматься. И тезисно подводя структурировать свою мысль, скажу, что войны происходят еще не только по переделу политической территории, но еще изменения демографии в нашем мире. Спасибо, передаю слово. Здравствуйте, уважаемые слушатели и зрители. С вами Вячеслав Котляров. В Харькове 10 часов 44 минуты 19.02.21 год. Вообще изначально я планировал в новом ролике осветить три темы, но немножко поразмыслив все-таки решил одну озвучить, а дальнейшие уже темы в дальнейших выпусках. Просто пускай ролик будет короткий, но запоминающийся, потому что как там правило гласит, всегда запоминается последнее. То есть я озвучу одну тему, вторую, а запомнят только третью. Поэтому пускай он будет такой коротенький, но информативный. А смысл его этой информации, знаний и данных будет заключаться в том, что Луна дала очередной раз ответ, для чего на крайнем севере бегают олени. Ну в принципе не официальная наука, не альтернативщики вам не скажут истинное положение вещей. Конечно могут что-нибудь придумать, так как я впервые тему с оленями озвучил на Котлерову ФМ еще месяц назад, и они быстренько что-то подредактировали, но уверен истинного положения вещей все равно не вкрапили. Поэтому предлагаю фрагмент из эфира с площадки Котлерову ФМ. Там в непринужденной беседе я раскрываю тему, для чего же на крайнем севере пасутся многомиллионные стада оленей, которые по сути дела не идут в промышленных масштабах ни на мясо, ни на шкуру, а их как говорится уже не один век гоняют туда-сюда-сюда-сюда-сюда-сюда-сюда-сюда. Так и в Норвегии есть оленеводы, так и в России на крайнем севере. Внимание, вопрос, для чего многомиллионные стада оленей на планете, которые просто гоняют с запада на восток и прикармливают, если, допустим, на крайнем севере оленей можно ягелем кормить, там съели, перегнали, там съели. Разговаривал с человеком, который в Норвегии живет. Там, получается, на вертолетах привозят этим стадам огромные снопы сена и вот постоянно кормят, кормят этих оленей. Если, конечно, да, животное уже старое, конечно, его могут зарубить на колбаске. У них в супермаркетах безумно дорого стоит там 100 грамм оленины, по-моему, 100 долларов. Одежда из оленя тоже безумно дорого. То есть, если кто-то думает, что олени гоняют ради шкуры и мяса, это заблуждение. Могут одного-два оленя как бы заколоть из-за того, что ногу сломал или уже слишком старый, но продолжают многомиллионные стада уже как минимум полвека гонять по всему Крайнему Северу. Вопрос для чего? Озадачил. Спасибо, Валерий, спасибо. Приятно, что есть разумные человеки, которые понимают глубину мноисказанного. Да, не она пришел за кого-то. Что за вопрос там же? Ну, 5-10 минут и войдешь в курс сделал. Погоди. Может быть, они от бессонницы туда-сюда и гоняют. Чегорян, чтобы уснуть. Причем в Норвегии там получается, вот общался с оленеводами человек, приезжает там местный пап, они синячат. когда вы работаете? Я как ни приду, вы... Норвежцы, они говорят, они хозяева этих оленей. А для работы, чтобы гонять там, если олень родил там, ягненка маленького, как там правильно, олененка там отвезти, чтобы все согреть его. Для этого нанимают жителей из постсоветского пространства. То есть, русских, украинцев, они именно как пастухами выступают. А сами норвежцы, хозяева этих многомиллионных стад, они синячат постоянно. Вопросы денег решают, сколько закупить для накормить, зарплаты для рабочих и так далее. Ну и на крайнем севере тоже чупчи постоянно гоняют эти стада в огромном количестве. Не, у меня ответ есть, но я его не скажу. Потому что я его уже в эфире пять раз говорил. Я ж любитель давать ответы на все вопросы, я ж в состоянии ответить на любой человеческий вопрос. Так-то все и начинается. Сначала говоришь историю, знаешь на ее ответ, а ответа не говоришь. И все, интрига. Чем же это все закончится? Старый клён, старый клён, старый клён стучит в окно, приглашая нас с тобою на прогулку. Так, Вячеслав, рассказывай, почему олени-то гоняют. Так, не рассказал. Ну, если тезисно, это нужно для их экскрементов. А их экскременты дают флоре и фауне жизнь. То есть, ради удобрения. Ну, там очень такая тонкая, длинная дорожка, как навоз животных помогает жизни. Допустим, в официальной Северной Америке когда-то разводили огромное количество бизонов. Ну, это, в принципе, те же наши белорусские зубры, но там их называют бизоном. Многомиллионные стада, чтобы они бегали и удобряли землю. В Африке для этих целей создали огромную армию гиппопотамов, бегемотов, где они за счет какашек создавали флору и фауну. А на современном крайнем Семере, когда еще не было зимы, 300 лет назад, туда завезли большое количество слонов. Их принято называть мамонты. в теплой среде. Понятно, что многотонное животное, 15 тонн весом. Если слону, ну, не можете себя прокормить, если слону требуется, сколько там. В среднем за один день слон потребляет около 300 килограмм листьев и травы, а также от 100 до 300 литров воды в день. Но это в зависимости от температуры воздуха. Представьте, 15 тонн тонное животное, стадо, которое идет по заснеженной пустыне. Даже маленьким оленям сейчас тяжело копытам достать ягель, себе прокормить. Их приходится подкармливать. Другими словами, когда на крайнем севере лет 300 назад была температура аналогичная африканской, и там росли и ананасы, и чай, и бананы, и так далее, там могли пастись многомиллионные стада так называемых кавычках мамонтов, на самом деле шерстистых слонов. И по сути этих слонов выращивали, как сейчас выращивают оленей, для того, чтобы они удобряли почву. Вообще, на самом деле дикой природы нету, вся наша земля это большой зоопарк. Поэтому они, слоны, закакивали, закакивали, делали плодородную почву. Почему? Потому что мы помним, что произошла техногенная катастрофа, и здесь на поверхности оказалась куча непригодной почвы, на которой не могли произрастать те или иные растения. Вот. Ну и многие растения живут, размножаются в симбиозе с животным. Ну, к примеру, так на ходу моделирую тему. Олень съел какую-то беду лабуду, семечко у него в животике там это разогрелось, он это выкакал, и уже в этих какашках в удобрениях семечко уже начинает как бы расти. Поэтому если в упрощенной форме, это они засеивают таким образом траву, леса, а если есть трава леса, есть животные там всякие хорьки, норки и так далее, то есть в общем удобряют, они удобряют почву оленями, если коротко. Ну да, весьма не банально. По сути выстраивают такую пищевую цепочку, ну в примитивной форме выращивают скажем так определенную пищу, этой пищей питаются более маленькие какие-то существа, там мыши, мышами пытаются пытаются питаются более крупные и так далее. То есть крайний север немножко немножко скажем так искусственно процветает. А теперь вот друзья давайте подумаем какой-то уровень связанный с разведением оленей. Я имею ввиду кто дал указивку. Понимаете правительство да, ну которые на самом деле просто выполняют роль правительства. Они этих вопросов не знают. Для чего, к чему, почему. То есть спонсируется в финансовом плане конкретно ежедневно огромные пастбища оленей, а выхлопа по сути никакого да, это типа капиталистический мир. То есть вдумайтесь с какого верха спускается инструкция по поводу того, чтобы здесь относительно озеленять планету. Вроде они с одной стороны ее вырубают, выпиливают, но чуть-чуть стараются держать баланс за счет этих пастбищ. Ну а с вами был, как всегда или как обычно, Вячеслав Котляров. Спасибо, что слушаете, слышите меня. Всего вам доброго, друзья, и до новых встреч в прямом эфире. Пока-пока. Субтитры подогнал «Симон» 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 Здравствуйте, уважаемые слушатели и зрители, с вами Вячеслав Котляров. В Харькове, 14 часов 49 минут, 11.02.2021 год. Был долго в раздумьях, что новое и интересное предоставить вашему вниманию. Но так и не определившись, принял решение предложить вам, как говорится, новое, хорошо забытое, старое. Данный ролик я только что удалил со своего канала. Уже не помню, сколько ему там, 2-3 года было. Ну, авторские права YouTube предъявил. Ну, там, раньше ролики украшал и видеорядом, и музыкой. В данном случае из-за музыки ролик получил авторские права. Точнее, прислали уведомление о нарушении авторских прав. Ну, жалко добру пропадать, я там над видеорядом немало времени трудился, поэтому это перезаливка. Старички вспомнят, новички новое для себя увидят. Приятного просмотра, быть добрым. Здравствуйте, уважаемые слушатели и зрители, с вами Вячеслав Котляров в Харькове, 9 часов 10 минут, 21.04.18 год. Переслушивая старые эфиры Котляров в ФМ, прокручивая их на Котляров в ФМ, порой натыкаюсь на интересные наблюдения и размышления соведущих Котляров в ФМ. В частности, заинтересовал диалог уважаемого Виктора Салтыкова и уважаемого Дениса Берсенева. Далее вы в ролике услышите фрагмент этой беседы. По сути, человеки хорошие мне загадали загадку. Ну, я сам решил, как бы поставил перед собой задачу разгадать эту загадку. В чем она заключается? Почему на картинах 14 века не изображены Луна и Солнце? И в ходе распутывания этого непростого клубка пришел к определенному ряду открытий, с которыми с вами незамедлительно поделюсь. Добрый вечер, друзья. Сейчас 20 часов 48 минут. Я Виктор Салтыков. Здесь я нахожусь. Вячеслав всегда. И Низбир Сенев. Да, привет. Ну что ж, друзья, начнем. Вот смотри, сегодня я, ну не сам, конечно, а натолкнул интересную тему Валера Крымский. Тема эта следующая. Вот я сейчас чем и занимался, перелопачивал интернет, вспоминал, поднимал свои какие-то архивы памяти по художникам Ренессанса времен. Ну, то есть я бывал в Дрезденской картинной галереи, старые художники. Ну, вот мы смотрим на многие вещи и не придаем значения, не обращаем внимания, как будто пелена на глазах. И вот Валера Крымский, он натолкнул на мысль, он сказал, что на картинах 14-15 веков не видел солнца и луны. Я сейчас перелопачиваю вот кучу-кучу архивов, и реально 14-15 век художники не изображают на небосводе ни солнца, ни луну. Понимаете? То есть можно порыться там до того, после того, начиная с 17 века, с 17-18, 19-й, да, уже есть вот эти солнце и луна, а на картинах ранее нету. Что угодно там есть, тучи есть какие-то там, я не знаю, освещен вроде небосвод, а небесных вот таких заявленных официальной наукой тел нету. Вот какая темочка. Я сейчас ее продолжаю как бы перелопачивать. Что думаешь по этому поводу? Ну вообще я как бы отучился 4 года как бы в художественной школе, да, если брать там работы Ренессанса, там у них в основном портретная и натюрмортная живопись идет. Я как бы пейзажев там сильно даже и авторов не знаю эпохи. Вообще вот я был в Петербурге летом и попал в галерею, где Зимний дворец, если я не ошибаюсь, там на площади еще Александрийская колонна стоит. Такое вот наблюдение. Я как занимался живописью, ну в основном, конечно, акварелью это все делали, но маслом тоже писали. Ну были работы маслом. И смотрел очень много работ вот из этого Зимнего дворца, там в нем большая очень картинная галерея есть. Не мог просто не обратить внимания на то, что картины написаны, вроде они как масланины должны быть, но когда пишешь маслом, остаются мазки. И обратил внимание, что мазков на картинах практически нету. То есть я не знаю, как эти картины создавались, в какой технологии их рисовали, но это точно не, как сказать, не авторские масляные работы. Поэтому тут тоже не все так однозначно с этими картинами. Если брать натюрморты, то в картинах, натюрмортах любое произведение, допустим, корзина с яблоками стоит, лежат какие-то предметы. Каждый из предметов имел какой-то сакральный смысл, что-либо обозначал, какой-то, ну не просто так рисовались яблоки, эти все чернильницы. Они все еще отображали какой-то сакральный смысл. Ну это по как бы официальной легенде, что нам рассказывают. Луна, конечно, очень интересный объект, но как бы нету средств приближения, да, ее очень тяжело рассмотреть. Денис, я тут немножко возражу, вот есть такое не полнолуние, а как-то большолуние, как-то еще... Да, да, я понял, красная такая луна появляется. Не важно, то есть в принципе можно даже невооруженным глазом, вот я, владея определенными навыками, да, изобразительное искусство, я мог бы запечатлеть то, что я вижу. Это интересный небесный объект, да, художника это должно привлечь. Что-то такое тайное, непознанное, мифическое, окруженное там кучей всяких различных легенд. И вот, ну что бы, я не взял за тему изображения Солнца или Луны, ладно, Солнце там, допустим, но Луна-то интересно в ночном небе. А нигде нету сюжета, отдельных сюжетов, вот как раз время Ренессанс, ну в общем 14-15 века нету ни Луны, ни Солнца. Я, кстати, вот смотрю сейчас картины из залов Дрезденской картины галереи, тут приближаю, восстанавливаю в памяти, реально нету ни Солнца, ни Луны. И там не только портреты, там картины, вот различные сюжеты из жизни там, я не знаю, кого чего, и государственных деятелей, и каких-то бельмож. И на улице, на природе, и нигде нету ни звезд, ни Луны, ни Солнца. Передаю слово. Итак, чтобы прийти к таким выводам, мне пришлось посидеть над поисками ответов довольно долго, пересмотреть большое количество картин, книг и так далее, чтобы прийти и озвучить те выводы, которые вы сейчас услышите. Значит, математика проста. Грубо говоря, 100 лет назад, максимум 150, приблизительно с 1862 года, картины, которые нам подают, как картины 14 века, там 15, создавались, ну, грубо говоря, 100 лет назад. А как они создавались? Обратите внимание, они брали книги 300-летней, 400-летней давности и срисовывали очень профессионально иллюстрацию с этих книг, копировали. Конечно же, я слышал много лет назад версию, которую озвучил уважаемый Алексей Кунгуров, что картины на ксероксе печатали. Да, Алексею часто его подписчики кидывают информацию, Алексей очень грамотно и качественно озвучивает. Вот, ну, вернемся к картинам. Значит, что мы на них видим? Мы видим то, что даже рисунки иногда создавались довольно качественно. Вот эти тени, обратите внимание, на обыкновенной книжной иллюстрации, серьезно, так сказать, прорисовывались, да, словно фотографии. Я так понимаю, что и современные художники тоже не чураются пройти тем путем, что и художники, жившие 100-150 лет назад. Пойди, разбери, где здесь подлинник, да? К сожалению, как это бы не прискорбно звучало, основную загадку, почему не изображали солнце и луну, мне не удалось разгадать. Есть много версий, предположений, гипотез, теорий. Кстати, по удивительному стечению обстоятельств, некоторые местные жители на полном серьезе уверены, что теория – это истина. Ну, вы понимаете, что, уважаемые слушатели, зрители, что теоретически это предположительски. Теория, версия, теорема, гипотеза – это один продукт под разными названиями. Тут, честно говоря, конечно, тяжело, все-таки видно, что-то там проводки неправильно у некоторых головах законнектены, что на полном серьезе уверяют, что теория – это истина. Кстати, википедия давно уже подчухала определение, что теория – это предположение. Ну, неважно, вы же знаете, википедия – это свободная энциклопедия, там любой, как говорится, Егорка может написать про коморку. Это не является истинным положением вещей. Поэтому открытие мое заключается в том, что рисунки из книг 300-летней давности наносились на холсты, выдавались как за картины 500-летней, 600-летней давности. Я скажу так, что такие вещи происходили не только с картинами, но также и со статуями, также и в музыке. Если кто-то думает по сей день, что был какой-то гениальный композитор Моцарт, или Бах, или Бетховен, то вы глубоко заблуждаетесь. То есть находили человечка, давали ему нотки и говорят – ну, играй, музыкант, скажем, что ты сочинил. А порой даже и никого не находили. Порой просто в истории писали, что был такой Миклуха Маклай, обошел вокруг земного шара. Зачастую так. Придумается липовый персонаж, и на липового персонажа вешаются заслуги разного рода. Но если персонажи, конечно, временному отрезку ближе к нам, там 100-150 лет назад, ну, там приходится им, конечно, брать всяких Менделеевых, Эйнштейнов, и им вручать чужие труды, и говорить – ну, вещай, гений ты наш. На этом, пожалуй, все. С вами по-прежнему Вячеслав Котляров. В Тарькове, 9 часов 20 минут, 21.04.2018 год. Спасибо, что слушаете меня, слышите меня. Всего вам доброго, и до новых встреч в прямом эфире. Пока-пока. Субтитры подогнал «Симон» 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 Тема данного ролика «Океанов не существует». Ну, их действительно не существует. Если у вас есть видео океанов, присылайте. Сделаем сенсационный ролик «Океаны существуют». Помимо заявленной темы, будет еще освещено множество других тем разного порядка. Приятного просмотра. Изучаю я по возможности труды автора канала «Председатель СНТ», а также канал «История Пи». У меня даже на канале в рекомендациях эти каналы. Конечно, они в какой-то мере большое дело делают, в чем более-менее начали разбираться. Ну, когда касается дела карт, я, Вячеслав Котляров, просто не могу молчать. Ну, давайте еще раз попробуем. Хотя эту тему уже озвучивал в 2017 году. Банально ролик назвал. У нас три Аляски и четыре Канады. Перезаливать его нет смысла. Лучше еще более качественнее подать информацию, знания и данные, связанные с картами. И, в частности, с континентом Азия, а также с континентом, который принято называть Северная Америка. Сделал небольшую схему. Конечно, те, кто с телефона смотрят, им будет лучше данный момент изучать. Ну, а те, кто смотрят с компьютера, немножко хуже, потому что они будут сбиты с толку, так как больше видят. Но я предлагаю не читать надписи, ибо надписи это все условности. Допустим, зеленая земля бы написана была здесь. И уже в голове другие образы бы возникали. Давайте начнем с Гренландии. Я специально взял эти две схемы. Значит, первая схема, это слева, чтобы было понимание, 1592 год. Ну, как гласит сама схема. Ага, и вот 1640. Ее могли злые фальсификаторы спецслужбы, да, создать в наше время и вкинуть. Правда, непонятно зачем. Ну, кто не понимает мою иронию, понятно, что эту карту не в наше время создавали. Ее создавали лет 100-200 назад, которая слева. Ну, пускай 200. Вот. Предлагаю начать с Гренландии. Слева мы видим Гренландию, да. Может, это не Гренландия, а может, это Африка. Давайте, так как визуально она больше похожа на Гренландию, будем пока временно назвать Гренландию. Ну, допустим, так как люди 500 лет назад официально не имели возможности создавать точные карты, поэтому, как видите, погрешности у них могут быть большие. Следующее, что мы сделаем. Посмотрим на европейскую часть, да. Известный европейский сапожок. А также на Средиземное море. Ну, Черное море еще, видно, не выкопали. Вместе с Азовским. Так. Ну, вот. Европа, да. А это у нас, допустим, Англия и Ирландия, да. Точнее, Исландия. Точнее, тут все правильно. И Исландия, и Ирландия. А здесь, наверное, это был цельный остров. А потом плиты разошлись, ирония плиты, и стало два острова. Ну, и также, что у нас здесь получается? Всевозможные заливы, отливы и приливы. То есть, тут у нас по европейской части есть Балтийское море, и Финский залив, да. А здесь их еще, наверное, только начинали копать. Вот, видите, тут тоже есть залив. Ну, масштабирование не учитывали. Скандинавского полуострова масштабирование не учитывали, да. Рисовали 500 лет назад, как могли. Ну, и левая часть тоже виднеется тут у нас, наверное, вот этот остров. Хотя на старых картах он был изображен как полуостров, ну ладно. И вот эта, наверное, часть Канада, наверное, выпирает. Ну, это фальсификация. На самом деле, все время мы видели официальную Канаду, Северную Америку. Поэтому я сказал, что те, кто с телефона, им будет проще понимать то, что я показываю. А те, кто с компьютера, их сбьет с понтолыку те или иные названия, если человек владеет иностранной мовой. Давайте я теперь покажу оригинальную карту. Видите, что у нас выходит. Чтоб легче сориентироваться, вот Камчатка, то есть это восток России. А вот на востоке от России официально находится Северная Америка. Как видите, карты, что я ранее показывал, один к одному. Но имеется в виду, что слева я все время вам показывал Америку, северную, официальную, на старых картах. Сознательно выдавая ее за Европу. В семнадцатом году в ролике у нас три Аляски и четыре Канады. Я объяснял следующее, что северный континент, когда его придумывали, его срисовывали западного побережья Азии. Хоть и не идеальные очертания, да, которые мы с вами видим там. Знакомые с детства контуры европейского полуострова. Относительное Средиземное море. Гренландия, которая, на мой взгляд, великолепно вписывается. Кстати, если опять же выбирать старые карты, то на старых картах именно Гренландия. Ну, если мы берем официальный запад Азии, изображалось именно так. Но это же, как вы понимаете, еще далеко не все. Это только присказка. Ведь основной посыл моего ролика будет заключаться в том, что у нас, в принципе, на Земле нет океанов. Их не существует. Океанов не существует. Они всего лишь на рисунках. И, естественно, когда я посмотрел один ролик, связанный с картами Ильи, канал-председатель СНТ, посмотрел второй ролик, автор канала Юрий, канал называется История Пи. И послушал их взгляды. У меня возникли определенные мысли, которыми я сейчас планирую с вами поделиться. Раз мы уже разбирались в Северную Америку, давайте тогда с Юрия начнем. Ну, Юрий, в принципе, как бы цитирует, если я не ошибаюсь, в этом ролике какого-то английского исследователя, чьи американского, где он для сайта «Украденная история» писал статьи. Кстати, сайт был убит на какое-то время, потом его восстановили всего лишь на 20%. 80% статей погибли. В одном из роликов, а в частности даже в трех эфирах, я нашел 3-4 статьи, которые делались по моим роликам. Даже скриншоты брались из моих роликов. Ну, сейчас, естественно, только слова остались. И, возможно, можно найти ролик, где я это показывал. Это так, к слову, это не принципиально. Вот эта фраза, которую другой блогер сказал, картографы, наверное, сошли с ума, у меня просто не выходит из головы. Ну, так как он классический, то ли плоскоземщик, то ли... Сейчас речь идет о неком блогере, которого зовут Виктор. Сверовтюх. Я вот шар обхожу, потому что шар, шар, шар. Это вообще, кто смотрел ролик, кто съел великанов, там вот мне скриншот один тоже самому был очень интересен, когда там написали, насыпали шар земли, то есть слой земли. Ну, возможно, конечно, кто-то впервые на моем канале и не понимает, почему я отрицаю и классическую модель, шарообразную и плоскую. Для этого, в крайней степени, необходимо изучить ролик на YouTube, который называется «Где мы живем и кто с нами рядом». В данном ролике показана абсолютная истина, вот, ну, которые только могут понять человеки. Людям немножко сложнее. Вкрапляю скриншоты, потому что, ну, все бывает. Вот сказал, да, то есть люди, человеки, кто впервые слышит, что... А разница есть между человеком и людиной, конечно, если еще жить или не жить. Но ролик у нас все-таки будет про карты. Это опять к слову. В данном случае я не критикую авторов, потому что в картах они не разбираются и как обстоит дело не знают. Но после того, как я сообщил, допустим, что океанов не существует, продолжать рассказывать сказки про океаны, это, в первую очередь, наверное, как минимум глупо. Ну, кстати, вот, раз пока не ушел скриншот, это всего лишь фрагмент того места, где мы живем. Взят всего лишь один кусочек земли. Принято его назвать Варша. Ну, мы назовем остров. Поэтому сами понимаете. Вот представьте, у вас футбольное поле, и вы штыковой лопатой на футбольном поле выкопали четыре небольшие лунки. И кто-то вам скажет, это океаны. Вы посмеетесь, скажете, ну, может, для муравьев это океаны. Вообще это, как бы, маленькие лужицы. То место, где мы живем, ситуация тождественна. Есть огромный участок земли. 116 тысяч километров. С севера на юг. И на этом участке могут находиться небольшие водоемчики. Такие маленькие. Если в упрощенной форме, чтобы было понимание, кстати, это одна из самых древних карт официально. Не единственная, но одна из самых древних. Суши больше, чем воды. То есть то, что они нарисовали нам вот эти огромные водные просторы, их нету. Они только на карте. По факту, официальный Тихий океан, Атлантический и Индийский, ну, чуть больше, чуть-чуть больше, может, Средиземного моря. Загадочная фраза, точнее, загадочная надпись внизу. Тера Австралиус. Гигантский континент. Официально сейчас принято его выдавать за ледяной континент. Ну, по факту, это не ледяной континент. Чем дальше на юг, тем жарче будет. Понимаете, что это на самом деле там дальше идет? Я тоже показывал, конечно, много раз, но есть те, кто подобных вещей не видел. Поравильнее, наверное, надо будет вот эту площадь увеличить. Чтобы было понимание, где мы живем и кто с нами рядом, да? Вот оно на самом деле, что там за земля. А люди ищут льды. Ну, когда нам показывают видео со льдами, нам показывают просто Арктику. Ну, или по-старинному. Лапландия. Лэп. Круг. Лэнд. Круглая земля. Ну, или Иперборея, если хотите. То есть, понимаете, как обстоит дело. По факту. В старых картах, видите, нам немножко эту землю намалевали. Я рисую, я тебя рисую. Я тебя рисую, сидя у окна. Ну, мы с Александром создавали схематический этот мир. Понятно, что здесь не идеальные масштабы и не идеально прорисован ландшафт. Ну, общий посыл, я думаю, понятен. Мы с вами живем на таком маленьком клаптыке. На маленьком клаптыке. И, как я говорил ранее в роликах, чем дальше к нашему времени, тем карты все хуже и хуже. То есть, более подробная, самая подробная карта нашего мира датируется 1492 год. И уже потом начинаются танцы с бубном. Чтобы создать Северную Америку, прибегали к разным ухищрениям. Пока не пришли к современным вариантам карт. В частности, вот в ролике Юрия звучит тема, что на территории Северной Америки есть гигантский водный массив. Ну, не только Юрий про это говорит. Многие блогеры, наверное, обращали внимание на этот факт. Потом он исчезает. Причем, есть карты этого же времени, 1750 год, где водный массив присутствует. Кстати, карту я нашел просто в обалденном разрешении. 9000 на 600. Вот он, водный массив. А потом, что его прикопали? Вы представляете, какая гигантская площадь? Где? Где море? Мама, где море? Так вот, сыночек, море. Вот оно. Мама, где море? И уже потом, точнее, даже не потом, а в те же годы, море отсутствует на этих же просторах. Ну, если в двух словах, то Северная Америка вообще как бы искусственно нарисована. Я уже договорил, буду говорить. И западное побережье им приходилось создавать с нуля. Вначале, предположительно, они взяли за основу западное побережье Азии, так называемую Европу. Надо же было с чего-то начинать. Но потом они уже придумали другие очертания северному вымышленному континенту. Вот еще тоже неплохая карта. Это официально Северная Америка, да? Вот слева Камчатка. Самое интересное, самое интересное, что и тут еще на северном континенте тоже есть Камчатка. Но на современных картах, естественно, на современных картах, естественно, вот этого участка земли нету. Скажут, затонул потопы. Это только на картах. Водные массивы гигантских масштабов исчезают и появляются. По факту была земля, и потом уже, когда здесь начали добывать планетарно полезные ископаемые, высокоразвитые технологичные цивилизации, начали образовываться водные просторы. Вы у себя, если в частном секторе начнете копать землю, какое-то время она будет заполняться водой. То есть, люди себе создают колодцы. Планетарная ситуация тождественна. То есть, под этим земляным массивом тоже находится вода. Если вы начинаете снимать плодородный слой или просто слой породы, естественно, вода начинает заполнять пустоту. Снесла курочка, скорее бы яичко, да не простое золотое. То есть, грубо говоря, желток, да, как я много раз говорил, и желток снизу заполнен определенной плодной субстанцией. Если сверху снимать слой земли, то снизу, скажем так, субстанция, которую принято называть водой, будет заполнять пустоты. вода настолько уникальна, что даже в отходах предыдущей цивилизации она содержится. Я как бывший горняк прекрасно знаю, как под землей все устроено. То есть, вроде монолитный грунт, который даже отбойником не возьмешь, нужно всрывать исключительно. И нету никаких прожилок. но даже в таком прессе камня, используем термин, начинает образовываться вода, словно этот камень как губка впитывает в себя воду. И опять же вода заполняет пустоты. То есть, вода может проникнуть на любом уровне в любые отсеки. В упрощенной форме ситуация обстоит так. Кстати, вот этот континент, видите, Амур, и рядом находится гигантский континент. Ну, я его подписал Япония. В полной красе присутствует и на официальных старых картах. Вот он. Сейчас кто-то скажет, континент затонул. Да, ничего не затонуло, все на месте. Вот здесь у нас Амур, вот у нас Амур, вот этот континент. Никаких тектонических плит нету, ничего не двигается. Это озеро или не знаю море, это всего лишь рисунок, копия Средиземного моря. Потом просто они отказались визуально создавать западное побережье Канады в виде западного побережья Азии, так называемой Европы. Ну и дальше как раз все в тему. Видим какие-то города, назвали даже ролик следы потопа. Как такого потопа не было, но вот футбольное поле, я же объяснял, в нем вырыли, скажем так, ну пускай гигантскую яму, землю высыпали на близо лежащие города. Оказывается, на нашей планете есть карьера размером с несколько стран, или размером с целую пустыню. Например, на территории Узбекистана, Туркменистана, Таджикистана, Афганистана, Казахстана, Ирана, нет плодородных почв на большей части, потому что с почти всей площади этих стран сняли слой породы толщиной метров сто вместе с почвой и всем живым. В это сложно поверить, но поверить глазам придется. Похоже, что Аральское море и Каспий это гигантские затопленные карьеры. В Платовый стюрт посередине снимка стоит группа автомобилей. Насколько хватает глаз снять верхний слой почвы толщиной метров сто? Если плеснуть сюда воды слоем метров пятнадцать, то получится аналог Азовского моря. Азовское море затопленный старый карьер. Дуна ровная, как стол, по которому катались роторные экскаваторы. Максимальная глубина пятнадцать метров. Возможно, добывали торий. Наберите в гугле радиоактивные пески Азова. Берег это получается насыпь не кондиция. Вот в этих породах происходила выработка. Край пустыни Каракум. Площадь триста пятьдесят тысяч квадратных метров. Кликабельно. Впечатление, что на планете работал какой-то планетарный потрошитель. Ну, это вообще жесть. Какие масштабы? Конечно, могли в ковши попадать водные массивы. Поэтому на территории той же тайги можно найти, допустим, какие-нибудь ракушки. зачерпнули где-то там грунта и высыпали сюда. Так вот, автор ролика он видит какие-то города, но лицом к лицу лица не разглядеть. Большое видится на расстоянии. То, что напрочь Якутия отсутствует, никто не видит, кроме сатовчан. Но кто-то скажет, ну, это ж фантазии художников. Понимаете, дело в том, что фантазии художников от чего-то отталкиваются. От балды вот так вот рисовать, создавать континенты они не могут. Нужна отправная точка. Вот справа карта, где нету Якутии и по идее очень грубо здесь нарисовал. Участок земли должен выглядеть приблизительно так. Это согласно этим картам. Но таких карт на самом деле много. И я уже в принципе общий смысл продемонстрировал. Понимаете, как дело то обстоит грубыми мазками, довольно понятными. Мы с вами создаем карту того мира, которая существует по факту. Понимаете, как шикарно все вырисовывается. это ответ на многочисленные вопросы, каким образом жители США попадают в Канаду. Все предельно просто. Сейчас я не буду, наверное, возвращаться к теме, что политическое так называемое образование США, оно все-таки протягивается далеко на запад. это сейчас не принципиально, но коротко сказать нужно. Где же у нас карты, где нету восточного побережья? Вот тоже карта, вот тоже карта. Но их вообще на самом деле очень много, где нет восточного побережья. Мне не хочется опять сотый раз говорить, что это не потому, что не смогли открыть территорию, потому, что ее по факту не существует. Только на картах существует эта территория. Потому, что видите, уже как бы официально виднеется Америка, да, и нелогично, если они уже очертания Америки выяснили, то, что получается, они не смогли понять, как выглядит восточное побережье Азии. Здесь мелковато, разрешение не просто сейчас найти, хотя у меня когда-то было под рукой большое разрешение, но вот фрагмент. Так, вот видите, Япония, это у нас восточное побережье Азии, и что же находится справа. Ну, я нажал просто перевести, переводчик на автомате перевел, западной частью континента Индии, менее известно Перу и Америка. То есть, я бы так, наверное, прочитал, что западная часть континента, имеется ввиду, наверное, вот эта западная часть, известно, видите, Индия называет, ну, куда, собственно, Колумб и плыл, она мало известна, но принято ее называть, да, Перу и Америка, да, то ли принято ее называть Перу и Америка, то ли мало известна эта территория, но Перу и Америка, в частности, Перу, вот в этом случае, получается только вот таким способом, вот здесь у нас Перу, тоже грубыми мазками создавали, но общий принцип понятен, надеюсь, то есть на старой карте на востоке от восточного побережья Азии, на карте изображен, изображен континент Америка, вот здесь он схематически показан, и Перу, ну, Перу, я так понимаю, предположительно накрывало больше площадь политическое образование Перу, наверное, в те годы значительно больше накрывало площадь так называемой Южной Америки, нежели сейчас, вот, видите, карта, Азия, справа написано Перу, ну, да, кто-то скажет, можно все что угодно нарисовать, ну, имеется ввиду здесь, кто-то из картографов нарисовал, ну, допустим, все что угодно нарисовали картографы, написали, что там Перу находится на востоке, ну, почему это все что угодно идеально вписывается в ту картину мира, которую я предлагаю, на востоке, ну, правильно, Азии находится Перу в таком виде, правильно, и опять же, это схематически, потому что, ну, если ничего не подписывать, а все выдавать, ну, скажем так, в таком голом виде, да, пойди потом объяснить зрителю, что вот здесь находится Америка, там, здесь Азия, ну, старались более-менее узнаваемые очертания все-таки создавать, по факту, наверное, оно, знаете, как, сейчас, переверну вверх тормашками, вот, представим, что мы находимся вот, на вот этом континенте, вот, здесь, видите, очертаний нету, я, допустим, говорю, Харьков тут, Хабаровск тут, Кэптаун тут, Квебек тут, человеку очень трудно сориентироваться, согласитесь, вот с такими непонятными образованиями, ну, на первый взгляд, но они, в принципе, и есть, и на физическом уровне, то, что я сейчас вам показываю, это, в принципе, вот этот участок, на котором мы живем, как муравьи возле гигантского дерева, муравейники, кто-то из зрителей предположил, должны к центру наоборот высокоразвитые существа жить, вот в центре, да, высокоразвитые существа, тут надо пояснить, под высокоразвитыми существами, я подразумевал, именно высоких людей, 40 километров ростом, в дуплах живут, на ветвях сидят, там, на неведомых дорожках, на следы неведомых зверей, вот, поэтому приходится при создании схем, брать оригинальные очертания, чтобы было все узнаваемо и понятно, это очень, я считаю, серьезные вещи карты, и с ними нужно бережно трудиться, если не специалист берется за вопрос под названием картография, он все должен говорить предположительно, предполагаю, что затопило, но это если он не знает, допустим, ту тему, которую я озвучил, если любой автор услышал, что континентов в том виде не существует, который нам нарисовали, что океанов не существует и продолжает топить заплиты какие-то несуществующие, значит, он сознательно уводит в сторону людей и человеков. С человеками это труднее, да, обмешурить, объегорить, а вот люди, им оказывается, даже можно втереть проволновую генетику, и они будут верить в нее. И сейчас негодование пойдет в комментариях, если, конечно, ролик дойдет до основного канала. В эти минуты я пишу в прямом эфире на площадке Котлерово ФМ. Кстати, необычный ролик сделал про Конституцию. Мне очень было приятно узнать, что украинской Конституции граждане Украины должны усмедомливать вид повидальность перед Богом, осознавать ответственность перед Богом. Это очень хорошо. Но это не тема нашего ролика. 43 человека сейчас в эфире изучают мои мысли по поводу карт. Что железобетонно можно в 100 миллион на 15 раз сказать, 100 миллион на 15 раз. Вот, кстати, тоже схема, если бы вот так показать, да? Это мы, видите, специально с Александром создавали, чтобы континенты были узнаваемы, да? А по факту там все ровные линии идут. И вот, как бы, видите, сноска участок земли, где мы живем. Знаете вещь, как от Ларова? Не знаете? Знаете, там здесь певные свыше листья, земля комуркова. И теперь бора отфужила так и кронг, то быть может свонья. Вот по факту вот это истинное положение вещей. Это то, что существует реально, действительно. Древним картографам по всей видимости стоит верить. На картах харьковского исследователя Вячеслава Котлерова помимо известных континентов присутствует Гиперборея, Агарта и Асгард. В действительности сюда можно попасть на физическом уровне с такой же легкостью, как вы попадаете на официальные континенты так называемой Южной Америки или Австралии. Вот сюда тоже можно попасть. Эта тема видно набирает обороты в мире все больше и больше человек понимают, что происходит и где мы живем и определенные персонажи, которые оккупировали наш дом, нашу территорию не желают, чтобы жители этого места узнали, что происходит по факту и чтобы его не покидали. их сейчас возьмут всех на карандаш. Для этого придумана ахинея. Под предлогом этой ахинеи навязываются вот эти коды для погоды. Тоже вот как бы карты красноречиво говорящие плюс-минус как обстоит дело. Ну, этот трюк впервые проделал по-моему в ролике Австралии не существует в 17-м году в начале 17-го года в январе я выпустил ролик Австралии не существует и в том же ролике уже сказал, что и Америки не существует. Даже не делая мой монтаж, мы видим на вот этой карте четко логическое продолжение вот этого цельного материка. Вот почему же его обрезали? Да потому что вот он продолжается слева. Канада и Россия это цельный материк. Понимаете в чем уникальность была первого ролика? Что я там уже про Америку сообщил. В процессе монтажа решил создать этот скриншот. Ну, первое показать, что Гренландия действительно рисовалась именно в таком ключе, да? Ну и плюс, что это показывает наглядно, что Европа в свое время использовалась как создание западного побережья для Канады. Кстати, вот тоже примечательный момент. Я в одном из роликов показывал, почему Австралию на некоторых картах изображают только наполовину. Потому что не придумали, как ее дорисовать. Ну, здесь может неудачный вариант с Австралией, которая наполовину скажет, ты просто сделал какой-то монтаж. но если мы возьмем эту карту, видите, не дорисовали. И тоже, вот, кстати, Новая Гвинея одна целая с Австралией. Ну, плиты, у альтернативщиков постоянно плиты расходятся. Кстати, не обязательно плиты могли действительно канал прокопать. Прокопали Суэцкий, Панамский канал, Иламор канал. И, как там, Берингов пролив, когда я эту тему начал затрагивать, столько истерики было по поводу и без повода, что они лично проходили Берингов пролив. Конечно, вы могли пройти, так как эта карта немножко масштабом не отвечает. скажем, вот так очки. вот где-то тут вы проходили, где-то прошли мимо сельсовета. Ну, и, как выяснилось, на Луне отражение один к одному. Ну, я уже это показывал в роликах, что Луна дал ответ. Не, есть, конечно, шарлатаны, которые берут официальные карты и пытаются притянуть ее к Луне, но не получается. на самом деле там ничего. Самое важное, что Луну нужно зеркалить, потому что она смотрит зеркально на наш мир. И, следовательно, на самой Луне, это для тех, кто впервые, возможно, это видит, я показываю эти очертания. Ну, кто скажет, Африки нету. Ну, Африки вообще нету. Максимум. Может, вот такой клаптык есть, вот, что внизу нарисован. Понимаете, Африки не существует. Кстати, если Луну туда развернуть, мне как-то недавно был хороший скриншот. Там как раз то будет вот это восточное побережье идеально видно. и плюс ко всему, да, плюс ко всему, Павелонская башня. Тут где-то в горах Тибета. Тут где-то в горах Тибета разрушена. Или башня из белого золота. В некоторых преданиях ее называли. Кто впервые смотрит, скажет, притянуто за уши. Как по мне, идеально. Идеально. Ну, на самом деле, гораздо круче, чем пытаются эти забавные персонажи показать нам. Поэтому для человеков объясняю 100 миллион и 15 раз. Никакой Антарктиды не существует. Чем дальше, тем жарче. И не край земли, а край света. Возможно, лучи солнца, так как у нас лампочка, может, ни одна, сюда не добивает. Понимаете? В чем разница? Край света, света, край, или край земли. Там на самом на краю земли небывалой голубой дали Мнемля звуком небывалых слов Сладко-сладко Замирает кровь Там ветра летят Касая звезд Там деревья Не боятся гроз Океаном Бредят корабли Там на самом На краю земли Вот Позвольте на этой ноте завершить свой доклад Спасибо, что слушаете Слышите меня Всего вам доброго И до новых встреч в прямом эфире Пока Пока Здравствуйте уважаемые слушатели и зрители С вами Вячеслав Котляров В Харькове 5 часов 39 минут 27 01 2021 года У всех как говорится разные вкусы разные взгляды Допустим данный ролик уже был многими виден А вот новички канала скорее всего не сталкивались с моей старой работой Ролику уже порядка четырех лет И учитывая что в медийном пространстве информации много не все в состоянии отследить те или иные работы которые делал я на протяжении многих лет Данный ролик одна из моих лучших работ хотелось бы чтоб часть зрителей которая не сталкивалась с этим шедевром обратила внимание на титанический труд который был использован при создании этого ролика в основном над работой над видеорядом подобных роликов уходит десятки часов те кто ждет новых сенсационных открытий конечно они будут сейчас я немножко деморализован знаете блогеры хоть наше время сейчас немного с ютуба ну смотря какие блогеры получают скажем так компенсации за труды но получают но вот в моем случае получилось что приватбанк почему-то не захотел прислать деньги точнее зачислить то есть сам гугл гугл корпорация уже отослала мне там небольшая сумма чуть больше 100 условных единиц ну вот приватбанк где-то потерял эту сумму ну кто-то скажет ну взял бы позвонил бы есть много способов решать те или иные вопросы я вот пока вот такой выбрал вначале я в ролике сообщу эту информацию вот а потом уже дальше будем звонить ехать изучать просто старался как бы своими силами решать те или иные жизненные вопросы сейчас всем тяжело и я как говорится без особой надобности стараюсь не обращаться к своей доброй светлой аудитории и тем не менее если так дело пойдет возможно в роликах будут появляться сообщения что мол так мол и так без вас но никак не получается деятельность продолжать тем более что в принципе благодаря вам все эти ролики были сделаны если бы не было помощи то у меня чисто физически не получилось бы создавать ролики и делать открытие в тех или иных направлениях ну далее пойдет довольно таки качественная работа приятного просмотра в Харькове 2 часа 25 минут 29 11 2017 года чем будет интересен данный ролик в нем будут показаны все изображения так называемые картинки которые приведены на тысячи страницах данной книги естественно в книге присутствует и текст но в данном ролике я буду демонстрировать в основном рисунки всматриваясь данной эскизы невольно ловишь себя на мысли кто когда и зачем создал эту необычную книгу ведь наряду с животными которым мы по определенным причинам привыкли находятся существа которые в большей степени похожи на персонажей из мифов и легенд нежели на так привычную для нас живность вопрос напрашивается сам вымысел или истина давайте посмотрим логически на данную книгу и проведем совместное и независимое расследование для примера возьмем индейца в Южной Америке которые проживают в непроходимых тропических лесах Амазонии индейцы по объективным причинам не знают многообразную флору и фауну которая известна нам для многих представителей подобных племен многие привычные для нас животные напротив могут показаться туземцам чем-то мистическим и нереальным взять к примеру хотя бы медведей белых и бурых которые мы видели не только на картинках а также в художественных и документальных фильмах также есть немало людей которые этих мишек видели непосредственно воочию для жителей бразильских джунглей белый медведь может показаться абсолютно нереальным и невероятным существом давайте предположим что наша самая обыкновенная энциклопедия животных попадет в руки нашим потомкам лет через сто или двести для них наших потомков также большая часть животных будет в диковинку ведь ни для кого не секрет что многие виды животных и в данные минуты на грани вымирания редкие животные могут исчезнуть окончательно и безвозвратно и наши потомки возможно всего лишь через десятки лет усомнятся были ли подобные звери которые изображены в так привычных для нас энциклопедиях ну а вообще зачем нам и нашим современникам ходить так далеко ведь и сегодня уже известно колоссальное количество исчезнувших видов и подвидов разнообразной флоры и фауны малый кроличий бандикут дронт или птица додо морская корова или стилерова корова балийский тигр каспийский тигр черный камерунский носорог барбарийский лев тарпан зебра квага сумчатый волк или тилоцин тинобо или огромный удав и многие многие другие представители животного мира обитающие и в воде и на суше сравнительно недавно уже сейчас в эти минуты для многих из нас невдомек что 50-100 лет назад жили с нами по соседству живые существа которых уже не снять ни на видео не сфотографировать на камеру и вот ключевой момент а что мы знаем про жизнь и жизнь животных которые жили 200-300 лет тому назад возможно мы просто возьмем старинную энциклопедию тех лет и детально изучим тот загадочный мир которые знали наши предки и предшественники ведь любой толковый исследователь скажет включаем логику и изучаем труды древних ведь до сих пор официальная наука отталкивается от открытий которые были сделаны 500 тысячу а порой 2000 лет назад а тут прошли какие-то всего лишь 360 лет что поможет нам понять что было 300 лет тому назад возможно энциклопедии тех лет изучая древние пожелтевшие страницы мне удалось сделать удивительное и в какой-то мере сенсационное открытие тартария тартария означает не что иное как страна обезьян да да уважаемые слушатели зрители вы не ослышались в буквальной или в ругательной форме было выбрано такое название этой территории сейчас не принципиально одно остается незыблемым тартары не путаем с татарами не путаем с татарами тартары это самые обыкновенные обезьяны да да у грамотного эрудированного слушателя и зрителя сразу идут перед глазами образы прочитанных книг и изученной информации кто-то заметит и скажет что не хватает одной буквы и смысл слова возможно иной у разной времена и у разных народов и национальностей письменность видоизменялась буквы добавлялись убирались и модифицировались но зачастую смысл слов по сути не менялся и таких примеров пруд пруди убедительная просьба не искать политический подтекст в том что я озвучил кто изучал все мои ролики и слушал меня в эфирах на круглосуточном радио котляров прекрасно знает как я отношусь к современным политическим перипетиям идем далее кто и как ранее переводил нам слова тартария был Николай Левашов он дал нам перевод который ему подсунули определенные элементы назовем их словно масоны в виде тарха и тары тартария это страна тарха и тары Валерий Чудинов предположил что тартария означает ад полететь в тартарары возможно появятся вопросы почему нарицательное или ругательное слово тартария означает страна обезьян бандерлоги хорошо ли вам видно мы видим как итак у меня на этот счет есть две версии первая версия на территории тартарии возможно действительно жил народ визуально похожий на обезьян и теория Дарвина уже не кажется такой утопичной народ человекоподобных обезьян упоминается и в китайских источниках мифах и легендах писала про народ обезьян Блаватская а также ряд других писателей книги и визуальные источники сообщают что такой народ действительно был для справки в современных науках как правило делают открытия которые существуют уже давно по факту и тому колоссальное количество примеров и второй вариант на территории тартарии жили самые обыкновенные люди визуально схожие на самого обыкновенного нынешнего человека но определенная враждебная цивилизация их для себя определила как обезьяны ругательно или ругательно за визуальное сходство или за визуальное сходство по факту для предполагаемой враждебной цивилизации без разницы было что человек что обезьяна одним общим словом примат Исходя из первой версии, можно развить хронологию исторических событий. Относительно вторая версия может вписываться в предполагаемую историю также. На территории Тартарии доминировал народ, назовем его условно народ драконов. У драконов в рабстве или подчинении был народ обезьян или людей. В общем народ приматов. Приматы выполняли определенную работу, а также шли на корм в виде пищи самому народу драконов. Ведь для многих продвинутых человеков не секрет, что по факту Homo sapiens в дословном переводе означает раб питательный или раб пригодный в пищу, раб вкусный. Homo sapiens – тот, кого можно кушать. Размышления. Современная китайская стена, возможно, служила отгородкой от страны обезьян. В современной китайской стене, которая по факту находится в центре так называемой страны Китай, от силы 200-300 лет. Идем дальше. Народ драконов панувал-панувал, но недолго. Со временем пришли иные, которые также хотели себе съедобных рабов и бесплатную рабочую силу. Иные скинули народ драконов и сами сели на трон самодержавия. Для примера были рюрики, их заменили романом. Также изменилась на определенный период символика. Символику в дальнейшем перехватили так называемые масоны. И давай птичку-сову пихать куда можно и куда нельзя. Уважаемый слушатель и зритель, напоминаю, мной была озвучена версия событий прошлого. Версия, подчеркиваю. То, что эти события, возможно, имели место быть для продвинутых человеков, не вызывает никакого сомнения. Вам нужны, как обычно, доказательства. Все просто. Нас поныне держат в рабстве, а также в буквальном смысле используют в виде пищи. Да, фанаты Тартарии, в свою очередь, мы вам помогли. Работы теперь фанатов Тартарии наполнятся совсем новым и иным смыслом. Привет из 2021 года, 2021. На всякий случай сделаю ставочку при монтаже. Да, существует очень много версий по поводу Тартарии. Но я так думаю, что все-таки Тартария была в большей степени не политическое образование, а географическое. И с определенной подоплекой. Очень большая вероятность, что после определенной катастрофы сюда начали завозить соседних ячеек огромное количество представителей разной флоры и фауны. И на этой территории, скорее всего, был очень мощный конфликт. Ну, скажем так, были человеки, жили и жили троглодиты. Вот троглодиты уничтожали там представители человеческого рода. Ну, к примеру, там маски заставляли носить или что-то в этом духе. Есть, да, интересная версия, что добыча смолы происходила на этой территории. То, что я сообщу в ролике, связанной с Тартарией, в принципе, не противоречит. И смолу могли добывать, да, и обезьяны могли на этой территории жить, ну, завезли из соседних ячеек. Но, по сути, все-таки правильный посыл будет звучать так, что Тартария – это все-таки адская территория, то есть творился кромешный ад. После планетарной катастрофы. В завершении данного повествования вернемся к нашей необычной книге. Лично для меня не вызывает никаких сомнений, что иллюстрация в данной книге абсолютно достоверна. Эскизы изображения данной книги – подлинные. Те, кто изучал мои труды, прекрасно знают, что такие необычные существа живут и поныне, на соседних континентах и в соседних чертогах. Кстати, название двух чертогов также можно поставить под вопрос. Почему среди животных есть два необычных слова – дева и раса? Уверен, дева произносится как девы, то есть драконы. Ну а раса, рысь – это кошки. Извините, уважаемые слушатели и зрители, но как обычно я своими исследованиями у нас у человеков забрал два важных и непонятных слова. Тартария и раса. Тартары, обезьяны, раса, рысь, возможно и Русь, возможно, заяц же русак есть. Раса – коты. Момент. Кот-баюн. Что означает слово «баюн»? Баять – говорить. Кот-баюн означает «говорящий кот». Краснобай, краснодичивый, говорун. Давайте вспомним, сколько котов, говорящих нам известно. Превеликое множество. Да, уважаемые слушатели и зрители, остается вопрос, кто же мы теперь? Скажу, что для наших предков имело большое значение, как пишутся те или иные слова. Слово «русь» скорее всего остается. Правда, нужно писать и произносить через букву «оук» – «роусь». Кто же мы еще? Мы белорозовые. Белорозовые человеки с совестью. Потомки белых богов, прибывших на Мидгардземлю с вышних миров сварки. Одним словом, мы славяне. Славный род, славящий вышних богов. Славяне – люди мира. Славяне – человечество, дающее свет и добро. Славяне – человечество, дающее свет и добро всем тем, кто находится в непосредственной близости, а также находится на дальних расстояниях от нас. Мы славяне – род, дарющий мудрость. Спасибо, уважаемые слушатели и зрители, что по сей день слушаете меня, слышите меня. Очень вам благодарен. Добра вам. И до новых встреч в прямом эфире. Быть добру. Пока-пока. Здравствуйте, уважаемые слушатели и зрители. Здесь с вами Вячеслав Котляров в Харькове, 8 часов 59 минут, 22.01.2021 года. Далее пойдет фрагмент из эфира с площадки Котлярова УФМ. Очень тезисно я затрону тему, откуда мы и как устроен наш сэсфит. Если вдруг кому-то мало покажется этот небольшой 10-минутный ролик, перед этим есть роликом двухчасовой эфир. Кто не смотрел, не слушал, там особо смотреть нечего. Кто не слушал, посмотрите. Опять посмотрите. Кстати, посмотреть тоже надо, потому что я там в процессе ролика иногда включаю дискорд, чтобы показать новичкам, кто и какие каналы, ну скажем, авторы каких каналов со мной идут с обеседниками в этом эфире. Потому что люди там пишут, слыша голос Юрия Тимовского, говорят, канал альтернативной истории, автор вещает. Какой альтернативной истории неизвестно. Вообще, знаете, вот для людей с клиповым мышлением, конечно, вот такой ролик очень, ну, трудный для восприятия. И даже иногда бывает не для людей с клиповым мышлением. Ну, ролик, который вы сейчас будете слушать. Как в эфире идет беседа. То есть в течение там 30 минут там идет подготовка уже к сознанию и пониманию, да, информации. То есть я делаю вступление и потом уже выдаю на гора. В моем видении мозги должны тоже разогреваться, как в спорте. И вот некоторые критикуют 5 минут вступления, 5 минут информации. Ну, правильно. Вы же не понимаете, ну, я к тем людям, к людям. Человеки-то все понимают. Вы же не понимаете, как работает информация, особенно гиперпорядка. Конечно, вот YouTube, да, там быстренько все это вкидывает. Заходите на канал, автор читает по бумажке. Тыры-тыры-тыры-тын, тыры-тын. Ну, то есть как на телевидении. Тыры-тыры-тыры-тын, тыры-тын. А вот живая размеренная подача, то есть обыкновенное человеческое общение, воспринимается очень тепло только представителями человеческого рода. Остальным же, конечно, ну, трудно так сходу настроиться. Но вот это я вступление, сколько оно идет сейчас, 3 минуты 35 секунд. Вот я подготавливаю к тому, что многие впервые узнают, как устроен наш мир. Наверное, достаточное вступление сделал. Приятного прослушивания. Быть добру. Сотни сообщений. Вячеслав, я рад, я рада, что нашла ваш канал благодаря этому карантину. Если бы не он, бы у меня бы не было ни времени, ни возможности узнать те суперзнания, которые вы увещаете в своих роликах. Поэтому на первый взгляд негатив, но на высших сферах для человечества дана просто потрясающая возможность остановиться и подумать, не бежать, передохнуть, посмотреть по сторонам, где мы живем, для чего мы живем, откуда мы живем. Откуда мы живем? Откуда мы живем? Слав, твоя вот оговорка, кстати, откуда мы живем. Я как раз на эту тему так размышлял, думал, вот тему эту как раз и поднять. Завезли население, основную массу. Должны же быть какие-то документы хотя бы. Ну то есть хотя бы, знаешь, расход-приход, где-то какие-то записи, откуда их привезли, в каком количестве. То есть у них статус какой? Заключенных или жителей со стертой памяти. То есть откуда вот эти все массы завезли, подготовили и для них тут устраивают вот такой вот концерт, спектакль электронно-цифровой. Вот. Вот что можешь на эту тему какие-то... Вот давайте, может, пофантазируем вместе. О чем фантазировать? Есть три схованки, где находятся подобные документы. Первый у оккупантов на компьютерах, вторый у светлых иерархов, а третий у нейтральников. В недрах Луны на компьютерах полностью отслеживается как бы все перемещение в этой ячейке. То есть Луна, она все фиксирует, протоколирует, кто откуда завезли. То есть там на компьютерах есть информация. Возможно, возможно, помечтаю, пофантазирую, может быть, мне это удастся законнектиться к этим компьютерам и считать информацию напрямую. И тогда я озвучу. Придумывать ничего не буду, если действительно подключусь, то, конечно же, озвучу все. Человек, который подключается к информационному полю, он знает, как это происходит и, скажем так, и вещает. Придумывать ничего не буду. Если удастся законнектиться, поделюсь. Но задача не по силам, мне так кажется. Хотя, в принципе, сам сто раз говорил, если чего-то сильно желать, то человеку по силам абсолютно все. Причем, кстати, наш вот этот уровень, почему вот человеческий уровень, он самый великолепный не только в том плане, что мы можем идти направо и налево. То есть, чем выше, тем светлее должен быть путь, тем ниже, чем негативнее существо, тем должен быть негативная отработка тех или иных характеристик. Другими словами, чем выше боги по уровням, тем больше добра и света, чем ниже демоны к пеклу, тем больше зла и негатива. И в плане полноты картины и познаний, то есть, даже вышнее, вышнее существо, которое выше, самый иерарх, оно не обладает таким спектром знаний, как мы. Вот звучит фантастически, да, но ширше смотрите, то есть, получается, у каждого человека есть оператор, у этого оператора свой оператор, он, даже наш оператор, да, высшая я, является аватаром более могущественным. и так вверх использую, ну, пускай будет 33 ступени, специально такую цифру беру, 33 года сиднем сидел Илья Муромец, 33 года Иисус Христос там начал проповедовать, там, масоны, там, у них 33 ступени, там, и так далее. Первое, полная картина, то есть, вот, берем карандаши, да, и рисуем на белом холсте определенное произведение. И вот, допустим, даже тоже голубое небо передать, этого цвета нету, то есть, картина будет неполная. Вот человек, к примеру, вот этот цвет, он дополняет эту картину. Это, чтобы картина была полная. То есть, в этой только цепочке получается, когда все вот эти иерархи работают, то есть, получается картина, которую, кстати, получает человек. То есть, на выходе он имеет опыт сознательно-бессознательный всех предыдущих своих я высших. А каждое я имеет опыт по отдельности. Это аналог нашей школы. Пускай она оккупационная, но все равно аналог. Когда ребенок приходит в школу, он должен знать 10-12 предметов, а учитель, который преподает его предметы, иерарх, он только знает свой один, грубо говоря. А ребенок должен знать все. Поэтому человек, он точно такой же школьник, вот знает все предметы, все уровни вот этих иерархов. Да, они не раскрываются в оккупации в полной мере, но амплитуда у нас гораздо больше, потому что у нас есть каждого иерарха опыт. А каждый иерарх очень обусловлен и этим опытом обладает индивидуально, то есть, грубо говоря, по отдельности. У иерарха Вышнего нет опыта человеческого. Он может знать, он может догадываться, но прочувствовать человеческий опыт он не может. Может только человек. А человек, в свою очередь, может прочувствовать опыт всех иерархов. Поэтому вот эта фраза из Вет, которая гласит, что только на человеческом уровне можно постить всю Вселенную, она крутая. Когда спрашивают там у меня, что выше, я говорил много раз, боги не могут ответить. А вот мы, если подумаем, мы сможем ответить на эти вопросы. Потому что человек, он венец творения. Он настолько совершенен, что находясь на самом маленьком уровне, вот мы с вами, мы, человеки, знаем, где мы живем и что происходит. Чего нельзя сказать о более высших иерархах. Вот у них своя комната, свой мир, и они не знают, допустим, что может быть очень высоко и очень вниз. Все-таки более расширенные, наверное, следует сказать так. Те боги, которых иерархи находятся на средних уровнях, они, конечно, понимают, что что-то идет гораздо выше. Но вот в самый низ, насколько глубока кроличья нора, они не знают. А человек, это самая маленькая матрешка, то есть финал этой цепочки. ниже, наверное, человека, это наши персонажи в современных компьютерных играх. А мы, получается, мы, находясь, грубо говоря, в центре этой матрешки, самой маленькой, мы полностью знаем, что уходит вверх. Ну, как я уже говорил, если умозрительно не можете продолжить, кто же самого вышнего бога создал, я это когда-то зациклил, да, боро-борос. Правильнее все-таки ура-борос. То есть, человек создал самого вышнего бога. То есть, змея проглатывает свой хвост. То есть, вся вот эта огромная споруда, она замыкается. То есть, человек создает высшее я. Как это опять, кто это создал, откуда пошло, это опять идет новый, новый идет вектор, новый идет фрактал. И это уже, конечно, уже не по силам. Не по силам, предположительно, человечеству постичь столь, ну, уже, наверное, сверх-сверх высокие сферы. Потому что это зародилось по нашим меркам сверх давно и не кончится никогда, то, что зародилось. Это бесконечная история. Поэтому человек, в отличие от богов, находится в самой выгодной ситуации. Даже только из-за того, что он способен постичь вот это мироустройство, в котором мы с вами находимся. Сотовчане яркий пример. У любого сотовчанина спроси, как выглядит наша земля. Она в миллиарды раз больше состоит из большого количества сот. В каждой соте желток, мы живем на поверхности этого желтка. А эта гигантская планета в свою очередь находится в такой же соте на более гигантской планете и так далее. То есть это тезисно. Но мы-то человеки это понимаем, мы это принимаем. Людям сложнее. Передаю слово. Спасибо. Определенная техника. Оп. Видите? Попала. то есть кто-то стоит и подсвечивает их. Сейчас я буду делиться с вами мыслями. если деление мыслями пройдет в необходимом ключе в нужном, то надо будет этот ролик на основной канал пилить. Вчера Вчера часов пять изучал, собирал огромное количество фотофактов. так смотрю я на вот эти вещи молоток и клещ и в раздумьях сейчас небольшое наблюдение кстати по правилам славянской письменности частности от советского языка правильно писать все-таки первое имя на отчество и фамилию у нас документах все наоборот это очень принципиально и очень важно не по сути документы те которые у нас они неправильные это из области казнить нельзя помиловать да запятую и там поставил уже смысл меняется расстановка имени фамилии там вообще все по-другому мы будем сейчас говорить не про это мы будем говорить про то что мы с вами видим я вот пытаюсь с точки зрения логики логики понять увидим ну судя потому что 26000 просмотров скорее всего вы видели мой ролик 4 мая 2020 года реальные космонавты в реальном космосе ну как мне потом подсказывали понимаешь вячеслав есть на земле точная копия мкс они там тренируются почему они там тренируются позировать на камеру плюс ко всему я тогда в эфирах не знаю в ролике говорил или нет говорил следующее ну ладно допустим российские космонавты могут тренироваться у себя в кубрике американские у себя вот где интересно по факту находится этот их тренажерный зал территориально не понятно что они могут сказать там один участок а на самом деле выяснится другой но ты японский космонавт но хорошо если эта тренировка тренироваться можно ну каждый у себя потом уже потренировались и в космос полетели зачем на одну съемочную площадку приглашать из-за бугра так называемых космонавтов и астронавтов нелогично ну ладно допустим допустим это павильон а есть где-то космос кстати по поводу космоса тоже вот не такой любопытный факт в шестнадцатом году 25 апреля я четко сказал что полета в космос никаких нет за последние 200 лет что эта фраза нам говорит что в тот космос который по нашим понятиям существует нынешняя земная цивилизация существующая она не летает другие скажем так и на сотовцы они конечно могут летать но это опять же по нашим меркам космос то что выходит за пределы того мира где мы живем на всякий случай вдруг кто-то будет впервые смотреть данный ролик и откроет мой канал на youtube и вячеслав котлеров социальный авторитет с данного ролика вот покажу схему как обстоит дело то есть мы живем вот здесь рядом миллиарды километров поэтому это он для нас уже как бы космос но кто впервые опять же подобное видит или слышит просто посмотрите ролик где мы живем и кто с нами рядом кто рядом с нами тогда станет понятно что происходит то есть площадь нашей ячейки диаметр до 4 миллиарда миль площадь того места где мы живем 12 тысяч километров ну вот как показано на вот этой схеме то есть мы живем на вот этом пятачке и мне вот очень важно для себя понять вот эта фраза именно не предположение именно фраза вот нормально было сказано полета в космос нет есть где-нибудь раньше каких-нибудь роликах не предположение что там знаете как говорят вот судя по их ней техники они в космос не летают а может быть летают на другой технике здесь у меня вот будет четко сказано полета в космос нету давайте посмотрим фрагмент послушаем шестнадцатого года конечно сейчас он в эфире будет очень тихо звучать но потом я при монтаже дам жизни давайте послушаем теперь по поводу полета в космос да конечно последние 200 лет космос никто не летает потому что на консервных банках лететь в космос практически невозможно да то есть за последние 200 лет космос никто не летает ну а по факту если брать нашу земную цивилизацию вообще никто не летает вот где раньше 16 года кто-нибудь вот так вот сказал без предположений а именно четко отвечая за свои слова полета в космос нет все если вдруг в английском сегменте есть такая фраза но я английского языка не знаю поэтому мне трудно судить говорили там американские исследователи на эту тему полета в космос нет мы с вами поищем тогда цикле роликов секреты альтернативной конспирологии четырнадцатого года их там на самом деле было больше части по моему 12 или 13 но это если будет принципиально я недостающие найду недостающие части постараюсь найти на компьютере или в одноклассниках в соцсетях контакте в контакте там легко они могут просто скрыты быть закачены но скрыты это если уже принципиально четырнадцатый год но даже сейчас мы уже с вами располагаем фразы от меня из ролика шестнадцатого года полета в космос нет просто был бытуют разные мнения там вячеслав котляров насмотрелся роликов и потом начал что-то вещать получится все наоборот насмотрелись моих роликов кто-то где-то когда-то и начали вещать так как это идет прямой эфир еще раз поздороваюсь все ролик дойдет до основного канала будет замечательно так хавьер здравия серна здравия ольга здравия юрий здравия оленька здравия всем здравия и все кто слышат но не пишут я считаю это очень важно все таки в нашем деле кто же первый сказал что полета в космос нету кстати да и сейчас мне принципе интересно есть ли кто-нибудь что вот так вот говорит железобетонно полета в космос нет может и нет никого никого нет дома но мы возвращаемся коммонавтом вот смотрю на их и думаю значит павильоне снимают павильоне но для объективности действительно я нашел скажем так кавычках павильонные съемки и космические сейчас я вам кое-что продемонстрирую вот это предположительно в павильоне они тренируются управлять космическим кораблем р.у.о. ну наверно ручное управление а о я не знаю орбитой органайзером атмосферой океаном но это вот как бы типа в павильоне ну есть точно такой же аппарат который позиционирует себя с космосом вот он здесь они типа по факту р.у.о. уже как бы в космосе видите дальше стоит заглушка кстати некоторые сегменты тоже вот интересно есть круглые есть скажем так квадратный ну так называемым американском сегменте и вот не понимаю как они так строили корабль что в одних участках люки круглые в других участках квадратные на скорую руку найти ну вот видите квадратный ну немножко закругленная как бы это озвучить бы так по удачнее видите космонавт такой показывают нам что да на самом деле земля-то сотовая вау-вау-вау-ва так и напрашивается фраза из анекдота старого да вот типа мальчик подходит к своей маме и говорит мама я принцесса нет сыночек ты дебил так мы будем изучать ручное управление и вот смотрю что они это все время с бумагами вообще по бумагам учатся ну ладно на земле тут поверни направо поверни налево вообще вот эти бумаги и конечно туристика сейчас можно планшеты использовать намного удобнее мне так кажется чем листать там бумаженцы но это не типа на земле масочку до носика на тяните что это не приспустили мы еще к маскам вернемся я сейчас буду так системы на теме прыгать потому что это все экспромт по поводу масок вот идут споры вот хирурги типа они что тоже в масках хирурги не в масках хирурги в марлевых повязках это совсем другое марлевая повязка и маска это не знаю или вы москитную сетку наденете или целлофановый пакет на голову то же самое как бы функционально вроде одной тоже защита вот кислородное голодание начинается конечно если вы кулек на голову одели поэтому тут очень четкое разделение идет марлевая повязка ватномарлевая сейчас будут плакать а вата 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 ватномарлевая повязка и маска ну вот я на будущее тоже это уже плечево языцах как выглядит подводная лодка да все тут чина рём и какой у них безлот творится с этими проводами на микесе представляете вот так он летит рукой случайно цепляет провод или пяткой вырывает его но может же быть так вот они штаб летают невесомости что хотите сказать что может что он не не зацепит случайно этот провод или это провода не принципиально ну порвался провод но ничего страшного летим дальше шест у них лично такое скопление скопление народу есть еще и побольше они там это скопляются даже вот эти какие есть чудесные фотофакты пригласили в национальной одежде я считаю зачем им это флаги себе крепить эти нашивки уже пускай каждый летает своей национальной одежде американцы там что у них считается национальная одежда ковбойский прикид китайцам естественно их не классическую одежду которую мы привыкли видеть из художественных фильмов тоже вот видите они умудряются пылесосом голову пылесосителя не то стригутся она типа втягивает но не поверю я что полностью все может скажем так вот эти ворсинки собрать этот пылесос это что же великая тема которую сторону отодвинули раньше питались пищей из тюбиков боялись пища может воздух вылететь и что-то там в легкие попасть или как они там это рассказывали детально и космонавт может задохнуться сейчас пожалуйста консервы едят ничто же по идее когда открывают консервы о нашел ведь но вот консерва воздух поднялась содержимое консервы тоже должно воздух попасть ой подняться но они же когда воду выдувают шарик воды поднимается в воздух и из консервы когда они и открывают тоже должно шарики в воздух подняться я уже когда-то делал шестнадцатом году ролик про супер клей сейчас найду его кролик нашел шестнадцатого года на мкс в кетчуп добавляет супер клей вот она назвал ну как бы по всей официальной тенденции науки да тут же должно скажем так вверх сразу шарики жидкость подниматься это да пошутил ролики урена на супер клеем приклеивают ну ладно кто-то скажет консервы типа очень тяжелые воздух не поднимутся ну дальше в ролике он берет кетчуп смотрите сейчас он его откроет и будет выдавливать и что смотрите вот он его выдавливает об об выдавил еще вы хотите сказать что не по не должно по логике подняться в воздух должно если у них консервы поднимаются в воздух почему бы не подняться кетчуп у которой они вы выдавливают в консерву он берет кетчуп чик 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 раз ну и чем не поднялся вот поэтому понятно что это на земле происходит съемки никаком так называемом космосе как я говорил буду прыгать с темы на тему но для постоянных добрых светлых слушателей и зрителей все идеально все идет великолепно новички конечно будут сбиты с толку они привыкли что люди с хорошо поставленным дикторским голосом читают по бумажке текст никакой воды на ю тубе масса есть каналов если не нравится моя подача милости просим на другие ресурсы здесь я вещаю для своих добрых старых друзей у их у меня больше ста тысяч поэтому как говорится из двух зол выбираем больше по поводу кетчупа мы разобрались мне хочется все таки плавно перейти к марлевым повязкам увидите я правильно говорю к марлевым повязкам к маскам чем до носика не дотянул так но это мы выяснили они тренируются и вот видите тоже буду плавно подводить к этой теме то есть иногда не в масках иногда нет причина причина мне хочется понять причину и логически подойти к решению этому вопросу тут они уже как бы в масках у нас полистаем чуть-чуть не зря же я собирал это все вчера пять часов опять эти бумажки но они действительно знаете вот кто скажет кто-то спросит для чего эти бумажки это сценарий они должны отыгрывать роль и чтобы знать что потрогать как стать и перед камерой и позировать они должны все это читать такое неудобно и не знаю средства помоя это я кстати вот тоже тут с космосом никак не связано мчс я считаю что только он честникам но и у всех полицейских должно сразу быть нашивка имя фамилия причем развернуто как я вообще считаю как у футболистов должно на спине быть это у полицейских имя фамилия но как на вдруг будет как в том анекдоте но он как бы советских времен анекдот стоят на перекрестке два милиционера такие грустные и старичок про проходит мимо них и говорит ребят что случилось чё такие грустные то служебная собака потерялась убежала дедушка говорит ну наша служебная найдет как нибудь до дорогу обратно в отделение она то найдет говорят милиционеры а мы вдруг милиционер потеряется чтобы скажем так было все написано на спине домашний адрес телефон куда можно было звонить случае находки или потери пропажи видите в чем разница между свободным человеком помните я ролик делал верху свободный человек ниже уже полиция у свободного человека принципе есть выбор если он захочет он может не одевать маску а у полицейских уже выбора нету понимаете они не могут у них нету такого хочу не хочу все им приказали они одевают и тогда вот надо было акцентировать в ролике частная на скажу эту фразу свободный человек создал эту всю структуру чтобы огородить себя от люмпенов и вот зачастую полицейские не могут разобраться где свободный человек где люмпен кто напротив него стоит надо как-то наверно подсказывать полицейским что человек он стоит верху этой пирамиды причем если детально изучить ту же конституцию украины там есть отдельно человек отдельно граждане то есть человек выше ну и римское право если изучать там тоже что-то около того тенденция такая идет вначале выше человека уже потом другие градации но это на всякий случай вкрапляю социальная пирамида нашей планеты как и говорил буду по темам прыгать здесь уже все в масочках так тут они тренируются столик раскрывать то есть так они должны в космосе его раскрывать но кто-то камеры до инструкции что говорить как стоять причем опять же судя по нашивке то американец получается происходит съемки где территории россии как шутил насчет это голливуда говорю болливуд и голливуд это одна и та же съемочная площадка только вход с разных дверей может и павильон мкс тоже одна и та же площадка только вход с разных дверей но кто не в курсе сша территориально находится на территории азии я вот планирую будущем и сделать ролик еще скажем так на эту тему их уже много сделал но это жирными мазками она конечно там очертания континента немножко по-другому но это получается что видите сша и казахстан рядышком где-то тут у них находится павильончик и не с разных сторон на него заходят тема тоже обширная собирал скажем так определенный фактаж для этой темы посвящена будет как соединенные штаты помогали в разное время по советскому пространству надеюсь я все-таки сделаю этот ролик надеюсь я все-таки его сделаю официально считается картина ивазовского может новодел эти американский флаг россиянский флаг я вообще не уверен что в те годы был такой флаг может тогда был бело-черно-желтый и это новодел те считается торговый флаг ну ладно так возвращаемся к космонавтам смотрим еще тут они за черные ящики или коричневые юзают это мы уже видели жонглеры маски маски вот я смотрю на маски у меня есть определенный комментарий я вот думаю сейчас я его буду озвучивать тоже вот чем никто не помогает должны же быть помощники или то есть помощники а кто на орбите будет ставить видео я не помню в этом ролике про нкс и делал палево где они это цветанули технику не совсем правильно но это юра тимовский подметил я вкрапил то в ролик там по моему ролик назывался каперфилд круче чем космонавты да я про космос конечно немного роликов делал штук на на 5 в этот юран обратил внимание что когда они этот планшет подымают там сейчас в кадр попадет определенная техника об видите попало то есть кто-то стоит и подсвечивает их и планшет ну скажем зафиксировал ну кто-то скажет это нормально в космосе там нужна шим техника чтобы снимать все это в павильоне ничего страшного что там этот прибор появляется он давайте послушаем как юра про это говорит итак абсолютно любой ролик с мкс освещение везде искусственное со света рассеивателем softbox используется softbox то есть кадр что это softbox попадает ну использует планшет зачем же бумажки берут так я уже по космосу то что делал ролики на на все показал на финальный остался 400 тысяч просмотров но youtube там отключил монетизацию на него но все равно продвигал ролик называется почему не видно почему с мкс не видно самолетов то есть я задавал резонный вопрос вот они летят а в кадр не попадают ни корабли не самолеты но там писали скептики что очень сильно высоко поэтому не видно но не видно но не лишь есть аппаратура возьмите приблизьте мы посмотрим все чтоб в онлайне было зумом приблизили показали корабль не но есть специалисты в частности самый мощный специалист это конечно юрий тимовский он сообщает что это невозможно ну скажем так сделать фотографию через иллюминатор и также есть володя дальский фотограф не просто со стажем но еще и скажем так очень профессиональный когда-то в эфире на котлеровым он детально тоже рассказывал очень много важных вещей про фототехнику ну так и они не сделал ролик на основной канал может быть это володя на ру поле канал ру пол знаете сделает доклад а вот кстати видите он бросил пульт управления то только подключился ручной пульт управления еще вернемся к марлевым повязкам маскам я просто обратил внимание что в тренировочном кабинете смотрите вот тренировочном кабинете сидит на мягком все нормально здесь получается на каком-то не знаю сундучки но кто скажет невесомость ему не принципиально он где сидеть он там сидит и сидит себе на самом деле он висит то есть нагрузки никакой нет причем я так посмотрел они наверно недавно начали вот эти фото делать наверное относительно недавно где они управляют мкс вручную это уже как бы павильон и аналогичная типа техника стоит в павильоне вот павильон и все время бумажки тут я не знаю вы представляете вот вы садитесь управлять автомобилем и держите бумажки так здесь надо газ нажать здесь тормоз ну кто скажет но управление кораблем то серьезнее чем автомобилем но он должен без бумажек уже подходить вы же понимаете все равно даже абсурд он должен это все делать по памяти ну что это за бред сидит по бумажке читает какую кнопку нажать ну не абсурдно ли мне кажется абсурдно опять же кто-то скажет но это на земле но здесь это типа официально они в космосе тут они тоже читают бумажки и таких фото превеликое множество не только что он один так но здесь мы уже хоть чуть-чуть видим на мониторе как они играют морской бой хотя там если это и все изучать очень разница они вообще должны на вот этот монитор смотреть но тут им как бы типа компьютеры подключили они на монитор компьютера смотрят но управлять такой махиной и сидеть и это так неудобно не в кресле причем я не знаю тут человек как бы в невесомости он парит это вообще можно вот так летая человек может справиться вот с управлением мне кажется человек должен быть более статичен чтобы закреплены в кресло чтобы правильно эти и рукоятки крутить там может микрону правом микрону влево это врежется в какую-нибудь звезду смерти вот поэтому понятно здесь я в ролике говорю кораблей и самолетов не видно с высоты птичьего полета они говорят ну 400 километров типа не должно быть видно но а инверсионный след там же есть очень гигантских размеров следы ладно кто понимает что полета в космос не существует тот и понимает а кто этого не понимает мы никогда им не втемяшим для чего этот ролик пишу ну старичкам для развлечения новичкам для поучения может найдется хоть один середнячок которому все-таки дойдет что полета в космос нету может сейчас уже плавно мне перейти к теме намордников коль так они смотрите юзают может они раньше такие узали чего на нос не натянул это это катастрофа масочку поправьте вот это наверно я не знаю как он сюда залез они такие сфоткали его потом это как я это вылезу отсюда одну блин фиг его знают там же поэтому получается вон в потолок упирается может это дверца открывается зачем он туда залез а если она намертво запаяна как он оттуда вылезет так вот опять вот тут это то что у них я вот сейчас буду комментировать необычную тему и тебя здесь все нормально как если не вроде за стеклом а действительно вот я раночка подсказывает перчатки то я вчера когда эти фотографии все собирал тоже думаю одишь перчатки почему не перчатках но вот стоит тут персонаж марлевая повязка на маковке надо еще и тачки не нишите вихри враждебные могут и через очки пробраться наверно но опять ну масочку то оденьте нормально вот я так понимаю это казахский или китайский летчик да летчик и в очках но как юра тимовский говорит туда слепых постоянно берут в космос но это кто юру смотрит знает туда слепые глухих берут с избыточным весом почему тут еще нам прикопаться эти вроде в сапожках идти у нас кулечках вот непорядок хотя это может фотка была раньше сделана зачем они на голову одевают кульки вроде в касках должны ходить ну тоже вот медики стоят без масок я не могу понять тогда если существует беда но маски должны тогда все одевать без исключения но давайте теперь будем включать в логику а это японский все-таки космонавт ведь нашивка японский флаг американский российский да и им космонавтом должны сделать вот это я специально сейчас буду подбирать слова потому что многие каналы ролики из-за этих слов страдают буду использовать иносказательную речь все пытался найти какое-нибудь слово чтобы заменить оригинальное но вот есть проблема до планетарная собирается всем в организм водите скажем так определенные элементы чтобы остановить это бедствие их вот в космос посылают посылает космос им уже сделали это но как бы ну то что нужно вовнутрь но даже официально вроде космонавтом всем вырезают аппендицит то есть есть такое понятие что вдруг там на орбите у них начнутся какие-нибудь колики аппендицист уже вырезан и все нормально надо всех космонавтов проверить хотя знаете сейчас гримеры такие мощные могут шарам приклеить очень качественные по приклеют на пузике скажем так шарам и скажут вот вырезали но я уверен на девяносто девять и девять процентов что огромное количество космонавтов скажем так не имеют этот шрам после аппендицита то есть им никто не удалял в космос они летают следовательно должны эту жидкость ввести в организм да ну вдруг там чихать начнут и монитор забрызгают следовательно тогда становятся нелогичны эти фото если на тех фото мы видели что они на своей фейсе ничего не имеют кстати вот и доктор не имеет но типа врач не знаю судя по халату а может маляр штукатур как в том анекдоте а мы тут побелить покрасить может он тоже жидкость уже специально имеет и в организме и все на все теперь с его организмом нормально сейчас я буду взывать вас друзья к логике должны что по логике их это того ввести в организм определенный препарат чтобы халэпы не случилось чтобы они не болели должны значит им ввели если им ввели то зачем они носят эти тряпки смысл внедрения в организм вот этой халэпы которую планетарно всем хотят ввести если она все равно не спасает то есть дел логика зачем ее тогда вводить если она все равно не помогает но ввели теперь он должен как бы стараться быть это защитили не стараться быть теперь он защищенный по логике с ним ничего не должно случиться ну как красноречиво нам говорят эти фото вопрос что до него не дошла очередь мне кажется их первых должны того и не только их а кто с ними работает то есть я смотрю какие-то они не медики тут любому оператору выдали вот раз камера два камера то есть это не медики это просто операторы в белых халатах ну логика в этом есть то то есть во первых все вот эти должны медработники внутри носить эту жидкость если они уже себе носят эту жидкость значит они не должны это носить а если они ввели эту жидкость и это носят значит получается жидкость не помогает смысл тогда ее водительстве она все равно ничего не решает вот я к логике взываю взываю вас друзья сделали да вот это все должно быть нормально они могут не носить намордники нет они упорно как упороты их надевают вот видите но уже для космонавтов более модифицированные намордники хотя это может даже старые съемки не знаю дать року ну вот сидит мальчик в носках на босу ногу что-то там педали крутит рядом мужчина видите вот как бы космонавты помните вначале ролика говорил они выше по статусу вначале имя потом фамилия а это уже ниже поставил по статусу обслуга то есть начали идет фамилия потом имя отчество нужно сделали все наоборот бы для нас фамилия отчество имя швед владимирович алексей все заворачиваться то есть понимаете они как бы выше по статусу идут с точки зрения римского права так ну вот улыбаются ну тут у них кто кто не попадет он женщина на заднем плане вообще непонятно пришла с улицы перепутала наверно магазины горит тут пончики продают мужик стоит он за прилавком не они здесь не пончики продают здесь это космонавтов пицторку ватых которым за 60 лет пытаются запустить на орбиту но нелогично тут либо они уже должны быть все тогда намордниках либо никто не должен потому что всем кто рядом их кто рядом находится их окружает должны были внести в организм специальное лекарство после которого никто не будет болеть а если она внесена по логике им внесена то почему они в некоторых кадрах появляются в наморднике если они внутри себя уже носят то чем нельзя после чего нельзя заболеть ну как нам говорили до прививают с детства более меньше скажем так как же слово то подобрать более меньшую халепу чтобы более страшно они не смогла победить ну так навсегда учили ну вот тоже что не все время скрюченный буквой z вот этот видно ремешок их в баранку закручивает так но теперь по вот этим нашивкам можно теперь понимать кто это космонавт или обслуга обслуживающий персонаж если имя идет впереди значит космонавт если фамилия значит помощники и все по бумагам все по бумагам слушаем и колы шутся за степсель таки то не знаю грешу мабуть и мабуть и кислородная кассе помпочка куда рисовать то засунь себе ну ты знаешь куда засунуть ну правильно с точки зрения логики они же не должны уже так сказать вот эту всю лабуду на море фейси либо тогда она вообще тогда неэффективно это средство о подошли кстати интересной теме я заготовил ролик юрий тимовского для удобства его скажем так записал то есть тоже как бы вот продолжение нелогичности смотрите получается как они перед вылетом с друзьями с гостями идут в ресторан синячат там жрут пьют гуляют ну они ж не марлевых повязках там сидят причем они ну синячат ну тоже кстати космонавты перед вылетом синячат лыгорят по черному потом перед вылетом берут шампанское похмеляются но одни стоят за стеклом а родственники их тоже за стеклом да то есть вчера они сидели обнимались целовались ничего не боялись без стекла а на следующий день уже за стеклом нельзя обнять и поцеловать ну где логика давайте вот послушаем как юра грамотно все подметил причем это же юра читает книгу одного из космонавтов вот этот как его там ну неважно все его знают я уже не помню фамилии то юра их знают всех наизусть они для него как и не знаю дети малые всех по именам знать давайте послушаем про то что они синячат потом на следующий день похмеляются но уже через стекло уже подойти нельзя где-то дня за три-четыре до старта во время карантина в вникать во время карантина проводится семейный вечер собирается ближний круг семьи и устраивает застолье ну ничего я не придумал это сам космонавт пишет да то есть во время карантина семейный вечер за три четыре дня до старта а все-таки за три дня то есть три дня в запасе чтобы все нормально было дальше ну что такое застолье вы знаете шашлык полов другие закуски казахи очень доброжелательные люди очень хорошо готовят и ужин получается плотный вот а теперь вот важный момент смотрите они за три-четыре дня синячат ничего как бы сидят обнимашки целовашки потом перед стартом они чокаются через стекло намордниках все как полагается где логикам давайте послушать ящик шампанского они налили шампанское и мы через стекло чокались вроде боях вижу но обнять не могу ну как это три дня на четыре дня назад обнимались целовались все нормально без стекла теперь перед вылетом через стекло в намордниках перед полетом приезжают пока готовится значит космонавт к полету карантин к нему приезжают значит однокурсники он им выставляет шампанское они сидят через стекло бухают перед полетом вы поймите в этой книге просто сумасшедшая какая-то мания к алкоголю сейчас вы поймете специально собрал все это в один блок это вот первое упоминание об алкоголе бухают перед стартом это нормально идем дальше идем дальше юра он конечно профессионал в своем деле и на просторах интернета накопал очень важные кадры где космонавты ну просто синие прям на орбите то есть это не павильон они накидались видите как у этого юмориста и иду через все село морда красная морда морда красная такая была нам не всегда путь ну бани как красную я не знаю главного отца не красная здесь самое лучшее конечно не комментировать а вот именно спокойно без лишних звуков посмотреть на их не физиономии не наверно стоит немножко помолчать просто когда комментариев нету наверно так нагляднее видно что они просто даже лыка не вяжут выбрали лыка вяжущую она там рассказывает про вот тигра по моему здесь не надо быть специалистом чтобы видеть что тут они просто в хлам слева так вообще говорится идеальный фактаж да юр спасибо что находишь такие пруфы просто бомбовски вот мы выяснили что они синячат постоянно выяснили ну и где логика накидались нас на следующий но он через три дня по похмелились но где логика через стекло но если это халепа существует но они все равно по идее но опять же они должны быть и при это при привиты но по моей логике должны следовательно им ничего не грозит даже если они находятся ну рядом с тем кто может быть это того тогда зачем делать это все если все равно можно подцепить ну тут это ужасное кислородное голодание мозга происходит это приводит к деменции в одном случае нету ничего на лице ох у нее взгляд такое ее мои так и думаю когда что-то закончится этот цирк пора уже в ресторан ехать когда съемки закончится и с бумажками с бумажками все время не проще или планшет там все шукать это загадочный аппарат много есть фоток где они возле него фоткаются так но это чего мы начинали ролик класс класс зачем не могу понять зачем это уже американцы многие видели ролик где показывали его павильоне и буш старший на инвалидном кресле мимо проезжал но это они типа в космосе тот который в очках слепой горит я плохо помню не только плохо вижу плохо помню надо посчитать и запиши жора запиши до бумаги нету но он у меня штаны есть давай ты на штанах моих что-нибудь посчитай а шо это у тебя на левой штанине но это я подсчитаю зарубки делаю сколько мы на орбите провели лишь не могу запомнить все сколько мы в космосе лежим висим кстати он царапина смотрите гниющая гниющая царапина у космонавта она может перерасти в гангрену и мы прямо в открытом космосе в закрытом будут делать ампутацию руки где-то он поцарапался ну ты же как бы космос уже да вот через стекло да на чём через стекло чуем бояться если их это того того подлечили поэтому ломная на вставили шон так спину выпрямил ага это американка а это россиянка я понял я не знаю цирк на троте какой-то вот тоже кстати аппараты они могут стукнуться техника очень дорогая я думаю любое специалист скажет если это даже невесомости грюкнется друг об друга то там внутри могут быть какие-то неполадки да или они такие это пули непробиваемые стрессоустойчивый как там правильно сказать но стукнется вот объектив допустим я же не уверен что он там не выдержит если вот эта часть у него не воткнется но повесил он невесомости не летают уж видели в роликах про мкс там часто выходит из-под контроля какой-нибудь прибор и улетает куда-то не туда но это они подстригают друг друга опять же это наверно американский сегмент видите не круг а квадрат других сегментах круглая так с этой папочкой которая собрал про маски разобрались основной посыл понятен нелогично ношение этих приборов если они на лице да если они уже вылечены а если они не вылечены и надо носить эти приборы на лице то зачем тогда это лечение делать все но все равно не помогает так но здесь я собирал про ручное управление это как бы они на земле тренируются по бумаге написали не могу разобрать те мои очки запасные прыщики повыскакивали тоже гниют ну ладно там руку ампутировать в космосе а если мне тоже не хочется это озвучивать а земля то сотовая котляров то был прав точнее не было есть прав так это не на земле но они вот опять же по бумаге учиться не должны по бумаге учиться мне так кажется ну как это так здесь надо чтобы если повернуть вправо не врезаться в звезду надо потянуть этот рычаг нажать эту кнопку но это все должно быть в голове это они уже типа в космосе ну вот опять держит тетрадки даже в космосе ладно хорошо на земле тренируются что нажимать вы скажите зачем в космосе не держат целую упаковку тетрадок но этот как всегда ждет как там юра тимовский в этом ролике рассказывал где этот ролик ну ладно короче в каком-то ролике он рассказывал что рязанский постоянно ждет что что-нибудь сломается и он возьмет это начнет управлять сам ну как бы автоматика сломается он мечтает что на мкс это надо искать фрагменту юры все наоборот ты сидишь на станции а корабль летит на тебя очень интересно и захватывающая работа жаль что мне не довелось совершить в реальности ручную стыковку он сожалеет об этом но я наблюдал в первом полете как мой командир олег котов стыковал грузовик станции наверное эгоистично мечтать о том чтобы автоматическая система стыковки поломалась и мне представилась возможность испытать свои навыки в деле он уже в ручном управлении перейдет но ему увидите на на что-то сломалось все-таки ему говорят но усадись и как не знаю как его зовут лёша по рули алёша руль перепутал с фотоаппаратом схватил его и давай там тыкать в амбразуру шон там зафоткает вы понимаете что это невозможно сделать снимок от при у таких раскладах любой маломальский специалист по фотографиям скажет что это невозможно через иллюминатор сделать фотографию те которые они нам показывают фотографии это скажем так аэрофото съемка это совсем другие аппараты фотографируют и там ну как бы не вручную это это компьютер фотографирует там же наверное бывает и некачественные съемки на наверно размазаны выбирают уж хорошо получилось вот это тоже мужичок непонятно монитор черные вообще не должны смотреть на вот этот монитор космические не знаю которые оригинальные к мкс принадлежит он смотрит на компьютер что он там видит но может плохо зафоткали кстати давайте по поводу мкс ну во первых у них тут кучу планов там с 2021 года на 2025 даже не буду это читать там минимально необходимо так что будет на втором этапе будет осуществляться поддержание минимально необходимого состава поддержания я правильно прочитал осуществляться поддержание может поддерживания поддержание с точки советского языка русского это правильно написано на втором этапе осуществляется поддержание минимально необходимого состава она правильно на втором этапе осуществляется будет осуществляться поддержка необходимого минимального состава наверно так правильно написать кто-то скажет ну что ж там в космосе летает за мкс с большой вероятностью эта техника не принадлежит нам то есть есть скажем так высокоразвитая цивилизация для чего она там подвесила эту новогоднюю игрушку непонятно и она там висит и получается как в том творческом поле знаете есть пишут начале текст для песни да а потом на этот текст делают музыку а есть наоборот пишут начале музыку а потом стараются написать на эту музыку текст так вот случае с мкс получается ситуация тождественна то есть начале местные жители увидели мкс а потом написали песню то есть на надо было местным жителям объяснить что там в воздухе висит то есть понимаете мой основной посыл туда тоже никто ничего не запускал из нашей земной цивилизации вообще никто не запускала слова совсем вот висит это гирлянда но может она как бы гигантская радиостанция или при или антенна гигантская антенна высокоразвитой цивилизации там где-то гигантский корабль и висит они скажем так эти инопланетяне спустили на ниточки эту мкс этот антенну она кстати очень сильно на антенну похоже ну моем видении хоть не технарь но вот знаете как вот телевизионные антенны делают да или делали часто тарелки вот и они потихоньку там летают но эти инопланетяне недалеко над нами и висит этот приемник подвешенный к их нему аппарату и не все как бы фиксирует что происходит только тут а вообще и местные жители скажем так определенные персонажи оккупационная власть и зная или видя этот аппарат они придумали ту легенду что мы его запустили то есть если бы этого аппаратов там не висела то называемым космосе скорее всего и не нужно было эту всю фигню придумывать про полеты в космос так что они еще планируют роскосмос сделать двадцать пятом году на сто процентов на сто процентов продвижную президентскую правительственную связь продвижную что мне кажется им американцы писали англичане они просто в переводчики автоматически перевели какой-то прим не советский не русский язык на сто процентов продвижную президентскую правительственную связь продвижную распределение программ теле радиовещания на территории рф так вот для чего космос покорять чтобы телевидение в рф хорошо работала вообще как бы тоже с точки зрения логики не мной было подмечено я не помню кто по моему юра опять он же шумно у вас подметил если весь интернет все равно по проводам там даже официально тянутся через океаны вот эти гигантские кабеля и схемы есть в интернете зачем спутниковый интернет если все по проводам все без исключения по проводам но интернет там и тоже телевидение ну грубо говоря ну нелогично правильно интернет этот тем более что по проводам то я думаю получше будет связь чем по воздуху передачу сообщений голосовую документальную связь они хотят двадцать пятом году сделать контроль и управление состоянием особо опасных и критических важных объектов в интересах федеральных органов исполнительной власти так нас есть федеральные органы них в интересах установить контроль и управление над опасными и критическо важными объектами что это такое что такое критическое важный объект где-нибудь из звездочка ссылка чтобы было пояснение опять глобальная непрерывная телекоммуникации телекоммуникационное обслуживание то есть все ради телевидения делается что ли люди уже и человеки давно перешли в интернет но есть конечно зрители телевидения они все пыхтят это над телевидением надо надо чтобы картинка была лучше телевидение все равно преимущественно насколько я понимаю кабельная правильно не но есть конечно тарелки ставят в более два с половиной раза возрастут возможности спустя систем связи по предоставлению услуг непосредственного телевизионного вещания опять телевизионного вещания пецал ты запецал шо они это постоянно у них космос чтобы телевидение лучше в россии работал они что издеваются правда пишут что в интересах социально-экономической сферы науки международного сотрудничества в том числе в целях защиты населения и территории от чрезвычайной ситуации природного и техногенного характера ведь это наши горы они помогут нам ведь это наши горы они помогут нам вот тут бы юрий тимовского пригласить бы чтобы он своим профессионализмом разобрал вот эту статейку про планы мкс ников на 25 год как по мне тут просто какая-то ахинея какая-то чепуха так ну что вернемся опять космонавтом с тюбиками разобрались кстати вот мне подводники смутили но это скорее всего старое фото что они на подводной лодке или это вообще манекены стоит вообще не люди а я пять часов вчера собирал фотографии видно уже не обращал внимание что это тут мне такое выражение лица как будто они впервые добрались это до компьютера и миша у тебя все получилось смотри ты смог развернуть корабль ведь и вот в этом случае у них тут вообще как бы куча ноутбуков то есть мы можем находить скажем так аналогичный пульт управления без большого такого сосредоточения ноутбуков вот а также где их очень много так но это земля это на земле опять инструкция но мы увидели что инструкция еще если в космосе здесь он я так понимаю на тросах висит такая неестественная поза многие знают что как бы для меня вещание про космос это тема неожиданно а тут они карту изучают мира да вот видите вот они должны на вот этот монитор смотреть но он еще себе зеркало повесил чтобы смотреть как он в кадре смотрится видите тут камера слепенький очки отдел очки получается тоже скотчем приклеены но если консервы 200 граммовые подымают невесомость почему бы не поднять очки вверх куда они там рулят и видите их очень много рулящих так а вот этот тот который был на земле или нет это уже как бы орбита помните там был персонаж тут уже вроде зеркала нету опять много ноутбуков такая фотка как будто вот сядь повернись сейчас я тебя сфоткаю а вот это наверное дрель легендарная которой обшивку корабля я ее нашел продырявили узнать эту тему дрель на мкс кто не знает гуглите ютубите а посмотрите внимательно эту фотографию здесь вы видите отверстие которое сделано в корпусе она рассверлено но посмотрите как можно было скрыть эту ошибку это просто немыслимо обратите внимание корпус корабля покрашен следовательно отверстие было сделано уже после покраски покраска корабля у нас проводится только после его сборки естественно когда корабль был покрашен он не мог замазать дырку герметиком потому что этот герметик был бы виден сидели сидели это потом начали лобзиком прикалываться давайте горят просверлим прямо в открытом космосе чем в закрытом вообще корабля дрелью или это не дрель подскажите может это фен и гали 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 гей и космос поймали у ту-ту-ту-ту-ту что-то я вот это тоже решил даже из-за того что он тут все замазюкана заскринить ой смысле скачать что-то наверно мне туда привлекло раз два три четыре на там есть больше мониторов и здесь получается оригинальный космический но они его закрыли потому что видно компьютер сломался монитора не этот поставили закрыли оригинальный космический два еще зеркала нету нету зеркала нету это тот который плохо видит зеркало использует тоже инструкции на какие кнопки жать и в руках уже инструкция ты туда жмите хватит в кадр смотреть это уже на земле монитора поменьше ну должно же быть как бы точнее ноутбуков все равно определенное количество для определенной работы или в одном случае одного хватает а в другом десяти нужно 10 нужно это я ракурс поймал видите все время фотографии есть с этой стороны а я где-то нашел что с той стороны зафоткан она скорее всего это не а вот она видите отлично видно что на мониторе у них я немножко завис но наверное надо как-то это объекты наверно рядом наверно чтобы еще видеть чтоб что-то чтоб спутник не врезаться спутники там же летят а висят а спутники пониже не 400 метров значит не врежутся в спутник вот видите с этого ракурса в основном фоткали с той стороны а теперь я нашел что не включать вы представляете вот в космос этаж космос и они такое вешают не включать а вдруг слепенький забыл очки одеть не увидел это не такой видит включать такой перепуганный еще и красным включать включаю ну вы понимаете вот идиотизм и абсурдность вот этой ахинеи вот наверно вот на такой оптимистичной ноте я завершу твои наблюдашки свой доклад свое вещание ну а с вами был вячеслав котляров в харькове 12 00 10 01 2021 года спасибо что слушаете меня слышите меня всего вам доброго и до новых встреч прямом эфире пока а Субтитры сделал DimaTorzok Субтитры сделал DimaTorzok Субтитры сделал DimaTorzok С более серьезной смысловой подокплекой Предлагаю фрагмент из эфира площадки Котлерову ФМ Который был... Фрагмент, фрагмент Фрагмент, который был посвящен теме праздников Возможно, кому-то будет интересно услышать мои мысли По поводу этой темы Приятного прослушивания Все-таки эфир посвященным праздникам Сразу скажу Принципиально не готовлюсь Планирую экспромтом Что придет, какая мысль То я озвучу И все равно получается Хоть верть круть, хоть круть верть Я все равно плавно Определенными мыслями все-таки в ту тему попадаю Ну да, сейчас я вот слышу Там люди говорят Да, но я там не считаю Новый год за Новый год Это не конкретно Павел Вот там можно и других вещателей послушать Юрий Тимовский говорит Ну Новый год это не Новый год Там сегодня слушал эфир в эфире Канал Атам Правды Там Константин тоже говорит Ну для меня Новый год, не Новый год Я так пойму, что в нашем мире вообще много Последние годы людей Для меня Новый год, не Новый год С песней идут Вы знаете, это наверное какая-то травма была Психологическая в детстве Предположительно Или просто Или уже во взрослом возрасте Но если тезисно То все праздники Основная масса, которые мы празднуем Это не наша заслуга Не нас, не наших предков Не мы их выбирали Не тогда, не сейчас, не потом Оккупанты приняли решение Что празднуем Можно только догадываться Но в основном оккупанты Хорошие они предложат К примеру В какой-нибудь день Там 23-го какого-то там месяца Оккупанты убили большое количество Допустим Человек И Они на этот день назначают праздник Чтобы люди Поддержали их Ну такая Знаете Черная магия Сейчас я особо Не буду вдаваться Подробностей В человеке Который понимает К чему я клоню Те понимают Как кто не понимает Это Может быть Разжую Через какое-то время Дальше Я вот когда Прочитал Точнее в аудио варианте Услышал Что В бахават гите Описывается Следующее Что для шивы Или для крышны Вы можете Совершить Очень много Добрых дел За свою жизнь Но если вы Зажгете хоть одну Там спичку Или свечку Или что-то там Зажгете Это будет стоить Гораздо для крышны В миллиарды раз больше Чем вы сделали Много добрых дел И тут я призадумался Значит Если Этим Так называемым Богам А на самом деле Это существа Демонического порядка Более высокоразвитые Очень важный Запах Вот этой Лабуды Значит И новый год Приблизительно Оттуда растет Фейерверки Хлопушки Петарды Люди более старшего поколения Не произносят Петарды Говорят Пекарды Это как бы По новому году За себя я скажу И я думаю Многие человеки Тоже В таком направлении Смотрят Для меня Новый год Праздник Несмотря на то Что я Понимаю И знаю Что оккупанты Вложили в него Какой-то смысл Сакральный Мне это не принципиально Дело в том Что вселенная Живет давно Нету В нашей вселенной Ни одного дня Числа И официальных Календарных чисел Ни одного месяца И секунды Чтобы не произошло Каких-то Трагических событий Мы можем Либо каждый день Поминки устраивать Что когда-то Там 10 тысяч Лет назад В этот день Кто-то погиб Или погибли миллионы Либо Не знаю Там Победу выигранную Либо праздновать Праздник Да Это праздный образ жизни Это понятно И скорее всего Там другое слово Есть И надо его искать Но пока буду использовать Праздник Вот Новый год Для меня Это всегда Поиск Вот этих ощущений Который был в детстве Чем Старше становился Тем Меньше Вот этих радостных Радостных Простых ощущений И вот То даже Для скафандра Это великая польза Многие Я в том числе Сталкивались Что когда Допустим С таким Фактом Что Когда вот Новый год Там к нему Готовися Там И вроде Друзей Много Он может Пройти Как-то Как-то Угрюмо А бывает Спонтанно Бывает Спонтанно Вдруг Собрались Друзья У меня был Один такой По-моему То ли 93 Вот Когда Мы все время Собирались А потом Передумали И решили Каждый по домам А потом Один друг Сидел Думает Да пойду Я к Славону Второй И в итоге Собралось Нас 8 человек Каждый подумал Что там Слава с Ириной Ну это я сейчас Про первую Жену свою говорю Одни будут сидеть Приду Поздравлю И так в итоге Все собрались Вот это Спонтанное Движение Было Очень Классно Иногда Может быть Полный стол А иногда Бутылка Водки И сок Селедки Как я На Дальнем Востоке 95-й год Встречал У моей жены Была смена Ночная Она сторожем Работала На заводе И там Получается С соседним Цеху Тоже девушка С сторожем Работала И ну я Пришел К ним на смену Взял какой-то Магнитофон Чудом Поймал Волну Чтоб Куранты Били И вот Мы такие Счастливые Молодые Нам по 20 лет У нас На столе Там пару Карташин Отваренных Кусок Селедки Полбутылки Водки А мы Счастливые То есть Поймали Вот эти Куранты Ура Там И довольно Таки Вот как Как встретишь Новый год Так его Проведешь Довольно Таки Он Ну празднично Прошел То есть Было Ощущение Праздника Вот Поэтому Конечно Каждый Может Там Говорит Да Мне Он Не Праздник И День Рождения Не Праздник И Ничего Не Праздник Я Вот Допустим Получается Так Со старыми Друзьями В реальном Мире Ну смотря Какой Состав Соберется Ну вот Вчера Определенный Состав Собрался Мне Было И Не Камильфо За столом Сидеть Я Под Предлогом Ушел Ну У меня Действительно Было Немножко Недомогание Ушел Скажем Так Из-за Стола Да Вот И А Если Просмотреть Другой Вариант Допустим Мечтаю Как Какой Нибудь Съемный Атовый Зал Мои Добрые Слушатели Зрители 20-30 Человек Уже Праздник То есть Атмосферу Создается Порой С кем Ты Празднуешь С кем Ты Отмечаешь Причем Есть Тоже Очень Такие Классные Слова За Которые Всегда Любил Ради Шутки Цепляться В основном Самая Расхожая Эта фраза Отметил День Рождения Да Там Отметил Новый Год Отметка Да Ну А там Идет Целая Вообще Амплитуда На самом деле Новый Год Встречают Ну В одном Случае День Рождения Отмечают А в Другом Празднуют Потому что До 25 Лет Многие Его Праздновали С радостью Кто-то До 20 Как Говорится Еще Говорят Там Отметили Поминки Ну Поминки Поминают Отметили Свадьбу Ну Свадьбу Играют Ну И так Далее То В принципе Вот Это Расхожее Мнение Что Вот Там Кого-то Обрезали Каждый День Кого-то Обрезали Кого-то Исцеляли Поэтому Мы Живем Здесь Сегодня И Сейчас И Ломать Голову Хорошо Или Это Плохо Праздновать Лично Себе Я не могу Такое Позволить У нас И так В жизни Жизнь Состоит Из Сплошных Трудностей Если Человек Как Горется Один Раз В Году Или Десять Раз Отличется Душой И Мозгом И Отключится От Во благо И Для Его Скафандра И Для Его Психики И И Даже Для Сесвита Вот Это Наверное Я Рассказал Бы На Следующей Теме Но Так Как Я Сегодня Уже Выговорился Наверное На Следующей Теме Буду Молчать Точнее Когда Будет Эфир Посвященный Этой Теме А Возможно Что Небудь Еще Придет У Мне На Ун На Мысль Я С Вами Поделюсь Спасибо Передаю Слово В полной Мере Мощь Данной Таблицы Не Все Осознают Когда На Вас Нападает Определенный Персонаж Он Просто Не Знает Место Своё В этом Мире Если Он Будет Знать Место Своё Диалог Может Быть Более Конструктивный Так Сидел Сидел Ловил Ловил Ютуб И И Подловил Смотрите Вот Что У Нас 17 36 18 12 20 Год Сколько Я Там Часов Шесть Часов Назад Залил Ролик Может Больше Вот Смотрите 2447 Просмотров Просто Я Уже Знаю Как Ютуб Подлавливать Вот Они Сейчас Втихаря Отпишут У меня Какое-то Количество Просмотров Как мы Это Выясним Это Специально Как бы В эфире Показываю Так Все Пишется Показываю Что Количество А теперь Сейчас Станет Меньше Просто Я Специально В двух Окнах Держу И в Одном Проверяю Для того Чтобы Потом Можно Было Продемонстрировать Что Ютуб Отписывает Просмотры Так Запомнили 2447 Да 2447 Просмотров Обновляем Страничку И Вуаля 2350 Просмотров То есть Стырили На ровном месте 100 просмотров Так это То что я Ловлю Я же не могу Круглосуточно Каждый день Отлавливать Ютуб Я просто знаю Что он Ну как бы Скручивает Просмотры Для чего Я пишу Этот ролик Ну Первую очередь Для добрых Светлых Человеков Которые Заходят На мой Основной Канал И видят Там В среднем 10 тысяч Просмотров За ролики Еще сравнительно Недавно Там Полгода Год назад Там Не меньше 20 Там Сутки До 40-50 тысяч Просмотров И Просмотры У меня То есть Я таким образом Объясняю Скажем Не потому Что Не смотрят Как раз Наоборот Что смотрят Их Отписывают В общем С просмотрами Разобрались Просмотров Мало Не потому Что Перестали Смотреть А потому Что Их Скручивают Да Ну а дальше Будем изучать Схему Приятного Просмотра Теперь Естественно Важный Момент По Процентовке Процентовка Может Варьироваться Исключительно Из событий Которые Будут Происходить На нашей Планете То есть На данный Момент Это Проценты Созданы Ну как Говорится Приблизительно Ну там 1-2 Процента Вправо 1-2 Влево То есть Они могут Эти проценты Видоизменяться Допустим Если Синий Сектор Мы возьмем Здесь Могут Проценты Расти Из Десяти До Двадцати До Тридцати Следовательно В другом Участке Да Если Где-то Прибывает То Где-то Обязательно Убывает Здесь Будут Падать Давайте Поясню Левую Часть Таблицы Здесь Как бы Условно Взято Модель Волхвы Брахманы Хотя В принципе Оно Отчасти Верно Отчасти Не очень Что Говорит Процентовка Вот Допустим Синяя Звездочка Синей Звездочкой Я обозначил Категорию Где Человек Зеленой Звездочкой Я обозначил Категорию Где Люди Желтой Где Жители И Оранжевой Где Нежить Нежители На поверку У нас Выходит Что Среди Синей Синей Градации Существует 10% Человеков На данный Момент 30% Людей И 60% Жителей И так Далее Если мы Берем Уже Следующий Ярус Пирамиды Предприниматели Бомон Бизнесмены То Уже Среди Них 5% Человек 15% Людей 70% Жителей И Встречается Нежить 10% Ну и ситуация Естественно Становится Понятна С желтым Сектором Просто Может Кто-то Болезненно Воспринимает Тут Я как-то Прочитал Комментарии Одного Забавного Блогера Его Прям Действительно Бомбит От этой Таблицы Он Вне себя От ярости Он не понимает Что В эту Желтую Группу Все равно Входит Небольшой Процент Да 5 Но все-таки Людей Человеков Конечно Здесь нету Голосовая Вставочка При монтаже Наверное По 1% Вкрапил бы Человеков И Как я Говорил Ранее Процент Этот Может Расти Но Человек Это Тот Кто Может Сам Думать Анализировать Воспринимать Адекватно Этот мир А если Вы идете Наниматься В слуги Да Служить То естественно Вы не можете Сами думать Вы становитесь Слугой И при этом Несете службу Служите Опять же Таблица Может Видоизменяться То есть Сейчас идет На планете Такая ситуация Что Цифры Могут Как Увеличиваться В положительную Сторону Так и В отрицательную Ну В зависимости От действий Тех или иных Живых существ Свободный Человек Здесь Я Как Уже Говорил Рассматриваю Как И Профессию Можно Рассматривать Как И Вкрапление В Несколько Ярусов Пирамид То есть Свободный Человек Может На себя Примерить Одежду Хирурга Предпринимателя И даже Полицейского Ну Как В той Песне Поется Я милого Узнаю По походке То есть По риторике Становится Понятно Кто Напротив Вас Если Полицейский Человек Следовательно Он Общается По Человечески Человек Человека Поймет Рыбак Рыбака Видит Издалека Если Полицейский Не Человек Естественно Он Себя По другому Ведет По другому Говорит Свободный Человек Как правило Не имеет Руководителя Да Он Сам Себе Режиссер И Нелогично Тех Кто Выполняет Чужие Приказы Подчиняются Могут Как-то С точки Зрения Высших Сфер Стоять Выше Свободного Человека Ситуация По сути Тождественная Синим Сектором Хирургом Грузчиком Дворником И так далее Не может Навязывать Тот Кто Выполняет Чужие Приказы Кто Сам Не может Жить В этом Мире Понятное Дело Что Беспредел Никто Не отменял И Естественно По Беспределу Здесь Как Говорится Даже Тех Кто Выполняет Чужие Приказы Чудят По Страшному Забавно Слышать В роликах На Ютубе Когда Кричат Я Представитель Власти Да Только Он Не знает Что Власть Как раз То Это Есть Свободный Человек Самый Верховный Руководитель Но Зачастую Объяснить Это Персонажу Который Выполняет Чужие Приказы Практически Невозможно Свободный Человек Является Кормильцем Всех И Вся По сути Кормилец Ведь Персонаж Не может Сам Себя Прокормить И Обеспечить Он Идет Нанимается В слуги И служит Опять же Таблица Может Видоизменяться То есть Сейчас Идет На планете Такая Ситуация Что Цифры Могут Как Увеличиваться В положительную Сторону Так и В отрицательную Насколько Мне известно Чтобы Был Хотя бы Небольшой Процент Людей В полиции На этом Полиция В принципе Можно сказать И Держится Если Будет Сто Процентов Нижнего Сектора Да Люмпенов То Внутренняя Их Пирамида Тоже Развалится То есть Понимаете Даже в самой Пирамиде Есть Пирамида То есть Наверху Стоят Полиции Люди Потом Жители Потом Нежить Важное Вкрапление При монтаже Люмпены Люмпены В этой Таблице Не Тех Кто Нищий Люмпеном Может быть Даже Миллионер То есть В данном Случае Рассматривается Внутренний Мир На Ютубе Мы знаем Полно Из роликов Где Показано Как Действует Нежить Так Был еще Вопрос Может ли Человек Включать Себя Часть Брахмана Часть Война Безусловно Даже В самом Человеке Есть Пирамида Которая Также Может Вальгироваться Исходя Из событий Или Самостоятельной Работы Внутренней И Внешней Над собой То есть Сам Человек Да Может Состоять На 10% Из брахмана На 30% Из воина И Быть Грубо говоря Крестьянином Работником Ну Сейчас Как бы Крестьянин Уничижительно Используется Но По сути Крестьяне Занимают Высшую Иерархию В подобной Пирамиде Потому что Нижние секторы От них Зависят Они Их Кормят Буквально Сами Они Не могут Себя Прокормить Даже Не только Полицейские Но и Бизнесмены Они Обращаются За помощью К рабочим Крестьянам Ибо Сами Не в состоянии Себя Прокормить Они Обращаются За помощью Ну Они Конечно Хитро Делают Они Казачат Работников Хотя Все Должно Быть На Паях Ну Или Плюс Минус Нормальная Должна Быть Зарплата Поэтому Здесь Я Разделил Предпринимателей И Бизнесмены Предприниматели Это Тех Кто Желают Улучшить Свой Быт При этом Облагораживая Окружающих Мир И За счет Окружения Скажем Так Улучшать Те или иные Блага Ну А бизнесмены Просто Пользуются Окружающими Ресурсами И исключительно Хотят Только Наживы Ничего Не отдавая Здесь Конечно Не все Профессии Учтены Здесь Надо Тоже Как бы Отдельно Разбирать Каждый Пункт А еще Пока не забыл Там был вопрос Про асов Ну Ас В принципе Есть в этой Пирамиде Свободный Человек Ну Фактически Это Колода Карт Ас Это Туз Человек Это Король Людина Это Дама Житель Это Валет Нежить Это Десятка Ну Там Еще Идет Ниже Девятка Нелюдь Восьмерка Бес Семерка Демон И шестерка Господь Ну И выше Тоже Аса Там Идет Огромное Количество Еще Ступеней Это Хорошо В рахманской Традиции Описывается Кто Выше Аса Идет В частности Рахман Тор Он Может Довольно Таки Расширенно По Этой Теме Сообщить Вам Те или иные Моменты Вот Тоже Как бы Понимаете Тот Человек Который Плакал Он Наверное Подумал Даже Не знаю Вообще Что он Подумал То ли Он Расстроился Что я Не знаю Перевею его Простые Вещи Показал Еще раз Скажу Что Таблица У меня Возникла В голове Самостоятельно Ничего подобного Я не видел Потом Я просто Придал Визуальное Подтверждение Так вот Не просто С такими Профессиями Как Учителя Журналисты И пожарные Они же МЧСники Вот Они Учителя Журналисты И пожарные Они могут Как бы Попадать В Желтый И Синий Сектор То есть В синем Секторе Если Учителя То есть Они обучают Истинным Знанием Журналисты Вещают Истинное Положение Вещей А пожарные Тушат Или как Останавливают Бедствие Но мы знаем Что есть Как бы Те которые Ну на службе Ну грубо говоря Учителя Журналисты И пожарные Учителя Учат Заведомо Ложным Знанием Добросовестно Или они Заблуждаются Или добросовестно Если они учат Человека Пальцы Засовывать В резетку И при этом Не знают Что это вред Любой человек Прекрасно знает Что земля Не может быть Плоской Любой человек Прекрасно знает Что земля Не может быть Шаром Следовательно Тех Кто навязывает Заведомо Ложженное Знание Что земля Плоская Или шарообразная По умолчанию Преступники Ну сами Судите Незнание Конов Не освобождает От ответственности С журналистами Тоже ситуация Тождественная Если они Продажные Просто Уводят В сторону Опять же Они попадают В желтый сектор Один из самых Низких И пожарные Кто не в курсе Одни тушат Другие поджигают То есть В самих МЧСах Есть Специальные Поджигатели Лесов Тайги Ну и так далее Они там могут И взрывчатку Заложить Ну все что угодно Короче Поэтому Поэтому их Трудно Классифицировать Учителей Журналистов И пожарных В один сектор Также я Постарался Выстроить Все таки По профессиям Иерархию Список Работников Выставлял Тоже по важности То есть Первые Принципи Хирурги Идут Причем Хирурги И опять же И терапевты Это отдельно 99% Терапевтов В желтом Секторе И скорее всего 1% В синем Вообще В наше время Каждый хирург Должен быть Терапевтом Ну в хирурги Я еще кстати Заношу Донтистов То есть Это в принципе Схожие профессии То есть Хирурги Это Ну В нашей Среде Наверное Самое Важное Тут понимаете Я выстраивал Вот Скажем так Профессии По максимальной Пользе Для общества Но это Опять же В оккупации Допустим Если бы В оккупации Не было Представитель Спецслужбы Был бы Универсалом Он бы Был бы Да и хирург К примеру И Как воин Выступал Так вот Хирурги Это конечно Самая Важная Профессия Ну По необходимости Остальные Все профессии В принципе Они В оккупации Не имеют Никакого Смысла Ну так Если грубо говоря И без Окупации Тоже не имеют Никакого Смысла Потому что Каждый человек Может Это жить Как пожелает Если Окупации Не будет И он Может Сам себя Человек Прокормить Ну Людям Уже Сложнее Жителям Еще сложнее Однозначно Идут Грузчики После Хирургов Потому что Весь мир Держится На грузчиках Сам вам Рояль Наверх Не подымется Холодильник Из магазина Не попадет К вам Квартиру Без грузчика На станции Вагоны Сами не разгрузятся Да Сейчас роботизируют Но без грузчиков Никуда То есть Все Пока Вот В оккупации Последние 300 лет Держится На этой Профессии Просто Ее значимость До конца Никто не понимает В полной мере Вот Если бы Убрать Грузчиков Полностью Эту профессию Потому что Как каста Каста Грузчиков Все Станет Все Станет Вы просто Мысленно Прикиньте Где Задействованы В нашем мире Грузчики Да Везде Куда Ни Ткни Потом Естественно Дворники Идут Потому что Это Чистота И порядок Чтобы В нашем Мире Была Чистота И порядок Люмпины Мусорят Да И Дворникам Приходится За люмпинами Убирать Рабочие Вообще Всех мастей Это Фабрики Заводы Тоже Как бы Одежда Нужна Да Какие то Бытовые Приборы Волонтеры Действительно Удивительные Человеки Которые За копейки Делают Больше Чем Да Чем Нижние Слои А иногда Даже Бесплатно Волонтеры Трудятся Что ими движет Только боги знают Ну и работники торговли Но работники торговли Их тоже можно Как бы Да В желтый сектор Часть перенести Одни Недобросовестные Ну к примеру Самое банальное Вот В советское время Было это Обвес Да То есть Его уже Как бы Невозможно Назвать Человеком Грубо говоря Его можно Уже заносить В сектор Жителей Ну здесь В зеленом секторе Все понятно Предприниматели Выше бизнесменов Бомонд Стоит Особняком Среди бомонда Писателей Поэтов Композиторов Музыкантов Точнее Есть градации Тоже Из-за разряда Человеков Вот То есть В принципе Зеленый сектор Захватывает В оккупации Все Четыре пункта Да Ну и Желтый сектор Я его тоже Разграничил По значимости То есть В желтом секторе Полицейские На самом верху Стоят Ну скажем так По пользе Опять же Польза То есть Хоть там и есть Куча Всякой беды Лабуды Но надо быть Объективным И Если полицейский Человек То Мы знаем Что В таком случае Бывает Что Полицейский Приносит пользу Ну Срабатывает Человеческий фактор Он может Там Беспредел Остановить Преступника Задержать Или просто Помочь То есть Полиция Она как бы Это Тоже свою Я уже говорил Пирамиду Имеет Кто-то Скептически Отреагирует На услышанное Добрый Добрый Полицейский В этом году Так Так Устроено Даже Если У вас Есть Деньги Вы Все равно Пройти Не можете В метро Но Это Отдельная Долгая Тема Как Тут У нас Все Устроено И Стоят Получается Два Полицейских И По-моему Два Нацгвардейца И Один Из Нацгвардейцев Подходит Ко мне И Говорит Давайте Пойдемте Проведемте Проводит Через Торникеты Я говорю Большое Спасибо Встречаю Новый Год По пути Домой Ну От Конечной Станции Метро Шел Пешком Домой Спецслужбы Да Есть Белошапочники Благодаря Белошапочникам Тоже Мы Выживаем Благодаря Штирлицам Если бы Их там Не было Ну Вещать бы Не было Никакой Возможности Блогерам И Следователям То есть У них Даже Есть такая Скажем так Указивка За некоторыми Просто Наблюдать Ничего не Предпринимать Наблюдать Наблюдать Все Следить Там Прослушки Просматривания Меня уже Там Прослушают Не знаю Там Минимум Пять лет Сейчас я смотрю На монитор Я знаю Что Тысячи глаз На меня Через монитор Смотрят Как и Спецслужбы Так и Рядовые Обыватели Депутаты Тоже Иногда Депутаты Случайно Приносят пользу Живет В вашем доме Депутат А у вас Плохая Дорога И он Как бы Себе делает Пользу Асфальтирует Как бы Себе помогает Но в итоге И вам Помогает То есть Есть там Тоже Скажем так Процентовка Используем Слово Добра Добро он делает Не потому что Он хочет его сделать А потому что Он делает его себе Следовательно И вам Военные Ну это Вообще Как бы Абсолютно Бесполезное Скажем так Сословие То есть У нас В принципе Все войны Договорные Поэтому Военные Не Защищают Никого Они Созданы Для того Чтобы Если Полицейские Не справятся С массовыми Бунтами Беспорядками То уже На подавление Кидали бы Военных Военные Только созданы Для расправления С мирным Населением Безоружным Ну в театре Боевых действий Конечно Там берут Часть военных Вот Тоже Используют Ну в основном Наемников Конечно Кадровые Военные Их И так Стараются В театр Боевых действий Особо не задействовать В больших Массах Мои Постоянные Добрые Светлые Человеки Слушатели Зрители Прекрасно знают Что Много лет Назад Я Начал сообщать Что стран мира Не существует По сути Это Один огромный Скажем так Концлагерь Поделен на сектора И у него Есть один Руководитель Просто в одном Секторе Добывают Ресурсы В другом Секторе Создают Какие-то Технические Приблуды Вот В третьем Развлечения В четвертом Впечатление Туризм Поэтому Местные Жители В основной Своей массе Даже не знают Что Нет Никаких По сути Президентов Есть Просто Нанятые Актеры Которые Должны Озвучивать Волю Верховных Окупантов Ну Мне Немножко Повезло Тысячи Человек По всему Миру Знают Что это Так И мне Намного Легче И проще Вещать И сообщать Те или иные Важные Подробности О нашем Мере Ну И Самая Низшая Конечно Это Вообще Нонсенс Нашего Времени Это Я Специально Подчеркнул Охранники Детских Садов Школы Магазинов Потому Что Есть Охранники Стратегических Объектов Всевозможных То есть Действительно Там Если Кто-то Проникнет Пожелает Завладеть Оружием То Охранники Как бы Стараются Этого Не допустить Поэтому Есть Охранники Разные А Эти Охранники Вот Допустим Школ Да Там Детских Садов Как Нам Говорят Что Чтобы С вашим Ребенком Ничего Не Случилось Охранники Должны Охранять Школы Как раз То Наоборот Начало Случаться С появлением Охранников Даже Если Вот Вспомнить Да Наш умевший Трагичный Случай Когда Подросток Зашел В школу И Расстрелял Там С Ружья Всех Грубо говоря Что Охрана Помогла Получается Охрана Не Помогает Она Создана В школах Охрана Для Других Совсем Целей Абсолютно Ну Это Как бы Наше Постсоветское Пространство Трагедия Произошла В других Участках В частности США Мы там Постоянно Слышим Эти Трагичные Сообщения Что Там В школе Произошел Беспредел Но Он Сам По себе Практически Редко Происходит Может Только 001% Действительно Подросток Активировался И Что-то ему Перемкнуло Решил Отомстить В основном Это Тщательно Спланированная Акция Спецслужбами Это Очень Серьезная Работа Подростка Должны Вести Буквально За руку Чтобы Он Это Все Сделал Вот Поэтому По Советскому Союзу Спокойно Школы Жили Без Охранников И Если Были Инциденты То Они Были Спланированы Сам Персонаж Практически Не Мог Активироваться И Если Спланированная Акция То Все равно Охранник Не Поможет Поэтому Охранники Сейчас Для Школ Для Детских Садов В частности Для школ Они Созданы Как раз Не Для Защиты Деток А Наоборот Чтобы Деткам Причинять Вред В чем Это Выражается Насильно Сейчас Принуждают Через Турникеты Проходить Колбу Представляет Определенный Прибор Вот Чтобы Ролик Все таки Как то Жил на Канале Я не буду Обширно Рассказывать Что это Ну скажем так Пояснять За приборы И турникет И Так называемый Градусник Вы при желании Можете В интернете Найти всю Информацию По этой теме И узнать Что это Далеко Не добро Вот Как раз Если это Дойдет до основного канала Я хочу Пояснить Что это идет Прямой эфир Три часа ночи Три часа Семнадцать минут Ноль четвертая Ноль первая Двадцать первый год И вот Василий Малек Кстати Пользуясь случаем Настоятельно Рекомендую Канал Василия Довольно таки В моем видении Хороший блогер И Просто Пишите на ютубе Василий Малек Обязательно Найдете его канал И вот он Задает вопрос Кто вина Понятно А что делать Вячеслав Как процентовку Изменить Лучшую сторону А еще лучше Отменить Чтобы не было Нелюдей Нигде Ни в какой профессии Желательно Мгновенно Ну и Мгновенно Только Может Как там Нелюдей Это наверное Нужно планете То что было 300 лет назад Массированная Ковровая Термоядерная Бомбежка И тогда Не будет Если Мгновенно И тогда Не будет Нелюдей Я по сути Вот чем я занимаюсь Кто впервые Допустим Слышит Вячеслава Котлярова Как раз то я Эту процентовку Меняю В положительную Сторону Я за 4 года Ее конкретно Изменил Уверяю вас То есть Те кто были Жителями Стали людьми Те кто были Людьми Стали человеками Иногда и Жители Подымались Эволюционно До человека Так как Это скорее всего Надеюсь Пойдет на основной Канал Хочу сказать Что Наверное По таблице Все таки Это далеко не все Скорее всего Тут нужно еще Кое что Пояснять Но основной посыл Я думаю Понятен Как я вот Говорил в эфире День назад Что Свободный человек Живя с люмпенами Создал эту пирамиду И чтобы себя Оградить От люмпенов Нужна была Скажем так Полиция Да Но полицейский Вот Вы же видите Ролики на ютубе Он не в состоянии Определить Где Человек Где люмпен То есть Ему как бы Дали инструкцию Он действует По инструкции Если конечно Еще раз повторюсь Полицейский человек Тогда он конечно Сможет понять Те люмпен А где Свободный человек И у вас Начнется Культурное Человеческое Общение Если же Ну полицейский Не идет на диалог А начинает Скажем так Неадекватно Себе вести Но явно Это Не человек Для чего Еще раз повторюсь Эта схема Вы просто должны Знать Что вот существует Такой порядок И даже Если вы просто Знаете Вы уже Очень серьезно Вооружены Так Ну Что еще Вот это наверное Пока все Будут мысли Обязательно Что нибудь добавлю А сейчас Друзья Ухожу на монтаж Ну вот То что Василий Говорит Как поменять Нет Ну нельзя Это Знаете Резко Резко Вообще Ни в какой Сфере нельзя Делать Разве что Только зуб Резко Вырвать Или Занозу Извлечь В остальных Случаях Нужно делать Все постепенно Ну Данная Цивилизация Уже потихоньку Идет с закату Наверное Про это Наверное Все таки В следующих Роликах Вот Ну что сделать Вкрапление Классическое По финалу А с вами Как всегда Или как обычно Был Вячеслав Котляров Спасибо что Слушаете Слышите меня Всего вам доброго И до новых встреч В прямом эфире Пока Пока Здравствуйте Уважаемые Слушатели Зрители С вами Вячеслав Котляров Харькове 9 часов 39 минут 01 01 2021 Года Данный Ролик Пишу Сознательно По ряду причин Да Он будет Небольшой Даже не знаю Сколько я сейчас Важных мыслей Не очень озвучу ВРП Вселенская Реальная Пирамида Ну Лучше конечно Была бы Реальная Пирамида Вселенной Да Но почему то ВРП Звучит намного Намного Эффективнее Почему я пишу Этот ролик Делаю Зарубку Закладку То есть В нашем мире Получается В основном Бывает по разному 50 на 50 Если вдруг По каким то Либо причинам Мне Не удастся Записать Расширенное Объяснение И пояснение По данной теме Схема Таблица Уже перед вами Уже тут Все расписано Все в деталях Подробностях Пояснять Желательно Но не обязательно Всех С новым ходом И с новым кодом В нашей реальности В большом Процентном Соотношении В ближайшие годы Будут оставаться Те Кто проснулся То что я и говорил На протяжении Многих лет Кстати Вот не знаю Может к этому ролику Приурочить Вчера в эфире Я Общался Дискорде И собеседник Сдал вопрос В определенном Ключе Ну и я там Скажем так Сказал Не совсем Расширенно Тема была Насколько Давно Вячеслав Когляров Занимается Альтернативной Конспирологией Ну я скромно Сказал Там Шестнадцатый год Двадцать пятый апреля И вот Не давала мне Покоя Недоговоренность И наверное В этом ролике Скажу Это скажу Для тех Кто Допустим Недоволен Новый год Слушать нечего Есть Довольно таки Древние Секретные Секретности Несколько тысяч Человек Про них знают В чем Эти секретности Заключаются В две тысячи четырнадцатом году Подчеркиваю Две тысячи четырнадцатый год Я начинаю вещать Меня не слышат Но Записи сохранены Ютуб хранит все секреты С Ютубом не поспоришь Любой Здравомыслящий человек Понимает Что дату Подкорректировать Невозможно Скорее всего При монтаже Я Скриншот Создам Где будет показано Как называется Ролик Если не забуду Оставлю ссылку В описании Там была целая рубрика Вообще Восемь Двенадцать частей На этом канале У меня Шесть Или восемь Сейчас не помню Ставка Ставка При монтаже Важное вкрапление Каждую часть Я вещаю Где-то по часу Или сорок пять минут Недостающие части Я найду У себя на страничках Вконтакте В одноклассниках Скачаю Опубликую А может у меня И на ютуб канале Они просто В закрытом доступе То есть Я сейчас Продемонстрирую Многим Человекам И людям И жителям Что В 2014 Году Я начинаю Вещать Ключи Что в нашем мире Не все так Однозначно Это очень важно Это очень важно Поймите Есть определенная Группа людей Для которых Это принципиально Потому что Одно дело Я там Допустим Сообщил вам Что я В 19 лет Живя в тайге В 1994 Году Все это Написал В своих рукописях И кстати Рукописи Сохранились Иногда Приезжают ко мне Не часто Слушатели Зрители Домой За эти Годы Сколько Три-четыре Человека Только И я Запросто Могу Демонстрировать Все это В тетрадях Все это Давно Написано Было Кто-то Скажет Я сейчас Написал Я не хочу Сейчас Спорить Главное Что есть Ролики 2014 Года Где Я уже Начинаю Делиться Делиться Знаниями Причем Вот В первой Части Я очень Аккуратно Из этой серии Начинаю Говорить Про сотовый Мир Особо Наблюдательное Ухо Услышит Как я Начинаю Про земли Говорить И В силу Объективных Обстоятельств Увожу Потом Сам Себя В сторону Выясняется Что я Такой Балакучий Утро Да И Уже На 7 Минут Наговорил Кстати Надо Говорить И дальше Потому Что Есть Фанаты Воды Воды Котлянов Ты Ничего Не Сказал Мы Тебя Уважаем Как Блогера Но У Тебя В роликах Много Воды Вот В этом Году Буду Пилить Вот Только Такие Ролики Где Только Вода Вода Кругом Вода Вот Значит Как Только Так Сразу По Схеме Которую Вы Видите Перед Собой На данный Момент Я Начну Работу И Кто Не Все До Конца Понял Осознал Какую Я схему Создал А Это Уникальная Схема Я Действительный Автор Данной Схемы И Обязательно Сделаю Расширенный Ролик Со Всеми Пояснениями И Там Знаете Вот Я смотрю Сейчас На счетчик 836 Вот Это Ютубовская Блогерская Меркантильность Там Получается Если Больше Десяти Ведут Можно Аж Целых Две Рекламы Вставить Ну Ладно Пускай Будет Одна Ладушки С вами Как всегда Ли Как обычно Был Вячеслав Котляров В Харькове Аж целых 9 часов 46 минут 0 1 0 1 21 20 Года Напаримайтесь Будь ласка Сотовчане Точно Точно Будут Слушать Меня И через Год И через 10 И так Далее Ну И через 20 Вот И в прямом эфире И в записи И в других Носителях Потому что В будущем Будет у каждого Компьютер В зубике И Все будет Нормальды Ну а с вами Был Вячеслав Котляров Спасибо Что слушаете Слышите Меня Всего вам Доброго И до новых встреч В прямом эфире Пока-пока Ах да Ролик по этой схеме Буду Наверное Сейчас Создавать И Обязательно Все Расскажу Объясню И докажу Не Фактуализирую Быть добро Пока-пока Здравствуйте Уважаемые Слушатели Зрители С вами Вячеслав Котляров В Харькове 19.31 30.12 2020 Как и любой Блогер Вещатель В преддверии Нового года Иногда Желает Создать Необычный Ролик Как говорится Не классика Жанра Этот Небольшой Пятиминутный Ролик Я пишу Сознательно Специально В преддвериях Не только Нового года Но еще И на злобу Дня И на злобу Жития Многие из вас Знают Эту старую Притчу Но повторение Мать Учения А для тех Кто впервые Эту Притчу Услышит Приятного Прослушивания Быть Добро Однажды Один Крестьянин Как-то Случайно Нашел Яйцо Орла Не зная Об этом Подложил Яйцо Под курицу На сетку И забыл Про яйцо Вылупился Орленок И стал Расти Среди Куриц Вместе С ними Ел Всякую Всячину В том числе Червяков И Зерно Но этот Орленок Даже не знаю О том Что он Орленок Часто Оглядывался Вверх И любил Глядеть на то Как высоко В небе Парят Орлы И любовался Ими И их Жизнь Жизнь Но Куры Часто Заметив Это Упрекали Его В том Что он Зря Теряет Время И что Курицы Рождены Жить На земле Искать Червяков Нести Яйца И в один Прекрасный День Быть Зарезанными На суп Но Орленок Все равно Любовался Жизнью Орлов И думал Как Прекрасно Небо Как Прекрасен Мир Вокруг А мы Тут Внутри Ограждения В сером Мире Живем Да Так И Помрем Не Познав Красоты Мира Так Его Жизнь И Проходила Мимо Орленок Состарился И перед Смертью Сдавался Вопросами Я Всю Жизнь Мечтал Жить Как Орел Но Почему Мне Не Повезло Почему Я Родился Курицей А Не Орлом Почему Мир Так Несправедлив К Сожалению Так Орел И Прожил Всю Свою Жалкую Куреную Жизнь Слушая Других И Веря Что Он Курица Задумайтесь Пожалуйста Уважаемые Слушатели И Зрители Ведь В каждом Из нас Живет Этот Маленький Орленок Которого Каждый День Курицы Вокруг Пытаются Убедить Что Он Курица Что Он Не Может Летать Что Небо Это Не Для Него И При Этом Они Говорят О том Чтобы Он Не Мечтал О Большем И Довольствовался Малым Жил Как Все Не Выделяясь Из Серой Массы Не Рискуя И Не Делая Ничего Нового В нашем Мире Большинство Людей Так И Проживают Свою Жизнь И Умирая Верят Что Они Курицы Хотя В каждом Из Нас Живет Орел Который Глубоко Заснул Из-за Общения С Другими Курицами Помните Времени В нашем Мире Непозволительно Мало Не Тратьте Его Чтобы Жить Чей-то Чужой Жизнью И Еще Не Позволяйте Шуму Чужих Мнений Перебивать Ваш Внутренний Голос Ведь Он Почему-то Уже Знает Кто Вы И Что Вам Нужно Делать Ну А с Вами Друзья Как Всегда Или Как Обычно Был Вячеслав Котляров Спасибо Огромное Что Слышите Меня Слушайте Меня Всего Вам Доброго И До Новых Встреч В Эфирах Уже В Новом Году Быть Добру Пока Пока Здравствуйте Уважаемые Слушатели Зрители С вами Вячеслав Котляров В Харькове Через Одну Минуту Будет Ровно 19.00 26.00 12.20 Год 19.00 Для Новичков Канала Скажу Тут Ничего Сейчас Не будет Для вас Интересного Да Да Для Старичков Старички Бывают Разные Сейчас Будет Вода Вода И Только Вода Поэтому Не Тратьте Время Выключайте Ролик Ну Собственно Все А Сейчас Я Буду Общаться Со Своими Старыми Добрыми Друзьями Коих У меня Десятки Тысяч По Всему Миру Ибо У меня Не Подписчики Такую Информацию Которую Я Озвучу Знания И данные Только Может Понять И Принять Друг Вот Значит Начинаем Лить Воду Я Как-то Сделал Такой Скриншот Чтобы Оставить В памяти На Какое То Время В Виртуальном Пространстве Приветствую Рудольф Майер Вот Я Оформил Сообщение Рудольфа Под роликом Которым Рудольф Пишет Мне Уже Идет Семьдесят И вот От роду И хочется Уверить Что я Что я Доживу Хотя бы На склоне Лет До этого Светлого Будущего Но Начинает Рудольф Майер Уважаемый Человек Своё Сообщение Таких Слов Вячеслав Хочу тебя Поблагодарить За твои Видеоролики Архиважные Для светлых Человеков Для меня Твои ролики Как глоток Чистого воздуха Царящим Вокруг Смради Отвратительном Воздухе Я уже Не первый Год Года Четыре Уже Точно Просматриваю Постоянно Твои Видеоролики Очень рад Что ты По прежнему Неутомим В том смысле Что Работоспособен Твоя работа Твоя работа На ютубе Вселяет Меня Надежду На светлое Будущее Далее В этом сообщении Было Скажем так Несколько вопросов Наверное Скорее всего Один вопрос Связанный С Америкой И я Все Как бы Откладывал Этот ответ А потом Вспомнил Недавно Свои же Слова На канале Рупол Когда Предложил Ведущему Площадки Павлу Рыжевскому Пригласить Андрея Купцова И Павел Говорит Ну да Там Найдем Когда нибудь Время Пригласим И я Так эмоционально Мол говорю Да ну Георгиевич Уже 70 лет Не надо искать Время Надо сейчас Его звать И вот Рудольф Ему тоже Скоро 70 лет Вот родун Поэтому Я сейчас Для этого Светлого человека И для вас Озвучу Определенные мысли Что касается Америки Действительно Надо Создавать Ролик Связанный Со временем Да Но его Скорее всего Сейчас Не буду делать Я просто Предложу Старый ролик Ой Побежал Старый ролик Где тема В какой-то мере Была раскрыта Ему уже Больше двух лет Больше двухсот тысяч Просмотров Самая большая Тайна Америки И в этом ролике Мы объясняем Каким образом США Находясь Под блющей У Азии Все таки Все таки Все таки Имеет Разное Освещение Но Несмотря на Несмотря на Этот ролик Все таки Продолжаю Работу Над Освещением И Что она Себя Представляет Дело в том Что я Начал Подборку По Африке Это очень важно Почему именно По Африке Если мы возьмем Допустим Кэптаун И Мурманск Мы выясним Что В Кэптауне И Мурманске Одно и то же время Ну сторонники Разных Направлений Там Официоза Или Альтернативщики Говорят Что Ну так как Даже По Афициозу Солнце Светит Сбоку Поэтому В Южной Африке И Мурманске Может быть Одно и то же время Ну Как я это Объясняю Просто Носик Африки На самом деле Упирается Не в Антарктиду В Антарктиду И не существует А просто Упирается В Арктику Кстати В фильме Земля-конверт Это тоже Момент Показан Что Африка Перевернута Вверх Тормашками Для примера Я всегда Привожу Время В Чите Время Читы 1 час 41 минута И время В Токио 1 час 42 минуты Где Чита И где Токио Но На этом Пути До Токио От Читы Может быть Разное Время К примеру Владивосток То есть Здесь уже 2 часа 42 минуты По идее Здесь По логике Должно быть Одно и то же Время И ситуация Тождественная Из Кэптауном И Мурманском Что это за Скриншоты Я пробивал Города Полностью Как говорится Севера На юг И здесь Идет Зеброй День Ночь День Ночь То есть Если бы Солнце Светило Как предлагают Альтернативщики Сбоку То Получается Везде Было бы Одно и то же Время Но может быть Уже Что то Поменялось Давайте Попробуем Так вот В эфире Это идет Живой эфир Написать Кэптаун Посмотреть Сколько Время Кэптаун Так Девятнадцать Часов Ноль шесть Минут Девятнадцать Часов Ноль шесть Минут И Посмотрим Сколько Времени В Мурманске В Мурманске У нас Ну Двадцать Часов Шесть Минут Ну Час Разницы Ну Понимаете Час Разницы Для Вот Такого Великолепия Это Ничего В принципе И Еще раз повторюсь Все эти скриншоты Я их сейчас Демонстрировать не буду Это надо делать ролик Ну Уверяю вас Что я там Пробивал Весь путь Там он Берлин шел Что у нас Афины И Время прыгает Время Каир Хартум И Что я хочу сказать Уважаемый Рудольф Майер Обращать Внимание На Солнце И Время То Что Предлагается Официозом На мой взгляд Неправильно Да и Глазам Тоже В принципе Не всегда Можно верить Каким Образом США Находясь В Азии Имеет Ночь Рядом Континенты Континенты Интересно Рядом Европейские Города Имеют День Все таки Можно Послушать В этом ролике Ну Здесь Кстати В этом ролике Собрано Огромное Количество Ответов На те вопросы Которые Задают Часовые Пояса Климат Полет Самолетов Как Самолеты Летают И так далее И так далее И так далее Не зря Наверное Он набрал На моем Небольшом Канале Такое Множество Просмотров Вот Что касается Времени Но еще Хотелось Бы поговорить Как говорится Пользуясь Случаем На злобу Дня Вчера Предложили Мне К изучению Ролик Вначале Я его Очень так Скептически Воспринял Светлана Если вдруг Слышишь Запись Или в эфире Ты оказалась Права Надо было Дальше Слушать А я Начал Как говорится Митинговать Мол Да что там Нового Будет Ну Нового На самом деле Ничего не было Но Все таки То что сделали Авторы этого канала Заслуживает Внимание Ролик называется Геноцид Человечества Естественно Ставить не буду Не знаю Как Авторы Вообще Относятся К Площадки Котлярова Фэм Да Кстати Вот они Песню Тут Демонстрируют Англичан А я Предполагаю Что эта Песня Англичан Она Скажем так Была сознательно Внедрена Чтобы ее пели Да И предположительно И не Сама Они Организовались Я даже Сегодня Выпустил Необычный Ролик Который Который Называется Британцы И англичане Спели Песню Леонида Утесова Бомбардировщик То есть Как Я сам Вижу И подсказываю Добрые Светлые Человеки Прямо в эфире Что мелодия Песни Бомбардировщики И песни Британцев Это В принципе Одна и та же Песня Ну Из-за Авторских Прав Я наверное Не буду На основном Канале Включать Скажем так Этот ролик Вы его можете Сами Поютубить А сейчас Я все таки Вернусь К киноциду Человечества Ну Тут В принципе Тавтология Правильно Писать Родоцид Ну ладно Слово Новое Еще Не введено В обиход Потому что Геноцид Это Геномодифицированный Как сейчас Есть модное Слово Распечатанный То есть Геноцид Это Ну да Уничтожение Уничтожение Тех Кто Генные Да Геном А есть Представители Рода Человеческого Поэтому Родоцид Ну я бы Промотал бы Первые Десять минут И Начал Сразу Ролик Смотреть С момента Где Смелый Человек Рассказывает Определенные Вещи Парадокс В том Что Еще Три Четыре Года Назад Я в эфирах Говорил Что в Двадцать Первом Году Ожидайте К сожалению Сейчас у меня Нету Возможности Продемонстрировать Этот момент Что я Предупреждал Что будет Страшные Страсти Откровенно Говоря Сам не знал Какие Но знал Что они Будут Возможно Пройдет Время И кто-то Прослушивая Старые Мои Эфиры На Котлеру Уфм Все Таки Наткнется В шестнадцатом Семнадцатом Ну Наверное В семнадцатом Семнадцатом В восемнадцатом Году Где четко Говорил Двадцать Первый Год Это Будет Начало Конца Вот И Наверное Этот ролик Только надо Слушать Из-за Этого Славного Человека Который Очень смел И отважный Единственное Что я От себя Добавлю Значит В этом ролике Сообщается Что у нас Восемь или девять Миллиардов Ну На самом деле Нас Пятьсот Миллионов Ну Не больше Миллиарда И как раз Они хотят Сделать Чтобы было Пятьсот Миллионов То есть Есть документ Специальный Я про это Делал ролик Где они Официально Заявили Что население Земли Не должно Превышать Пятьсот Миллионов Значит По логике Нас сейчас Миллиард Нужно В два раза Сократить Население А может Быть И сейчас Нас Пятьсот Миллионов Они Так Впрок Хотят Это Сократить С запасом И Вот Тоже Мужчина Как бы Не знаю Кто это Говорит 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 Все шикарно Говорит Его тоже Нужно Слушать Но по финалу Он говорит Страшные Опасные Вещи Он предлагает Чтобы бороться С тем Что происходит Надо выходить На улице Здесь Вспоминается Поговорка Известная Так называемого Сталина Да Или дурак Или враг народа Или глупец Или подлец Я скажу То есть Либо Сознательно Такой Вот Посыл Идет Мол Там Очень Мощно Он Рассказывает Это Надо Крутить Везде Где Можно Только Нельзя Его Доклад А потом Последнюю Фразу Вырезать Мол Выходите Миллион Выйдет И Вы Все Порешаете Как раз Это Вот Всегда Инструмент Окупантов Они Всегда Выманивают Жителей На улице То есть Им Выгодно Это Ну Кто-то Спросит Задаст Вопрос Вячеслав А что Ты Туда Предлагаешь Ну Только Распространять Знания Парадокс В том Что Даже Одна Америка Отсутствие Ее Может Перечеркнуть Все планы Ну Если Это Придет Пониманию Хотя Десяти Десяти Миллионам Я Так Думаю А то Что Америки Не Существует Но Знают Тысяч Сто Да А Принимают Тысяч Десять Вот Поэтому Рекомендую Действительно Ролик На канале Только Плюс Иноцит Человечества Конечно Я там С многим Могу быть Согласен Не согласен Ну То Что Ведется В начале Ролика В начале Ролика Это Не принципиально Принципиально То Что Говорит Вот Этот Смелый Человек Это В эфирах Сохранено Даже По моему На основном Канале Я делал На эту Тему Скажем Так Сообщение Что Вот Так И так Происходит Ну Приходится Обходить Вы понимаете Определенные слова Чтобы ролик Остался жив Мне вот Недавно Удалили ролик Было 70 тысяч Просмотров Я Когда это все Началось Я в открытую В ролике Без Искажения Там Барана Кретина Примус Вот так В открытую Сказал Как оно Произносится И только Ну и добавил Слово Это все Лажа Там Этого нет Не существует А ролик Был вообще Про другой И возможно Я Вырежу Начало И Сам ролик Залью Когда Нибудь Потому что Он исчез А вот Из одной Этой фразы Его удалили Ну тут же Шаризонный Вопрос Если Земля Действительно Шарообразная Почему Вы постоянно Оправдываетесь Почему Вы постоянно Говорите Что она Скажем так Ну там Есть вариант Что она Плоская На самом деле Земля Не плоская Но это Отдельная Тема Мы знаем Что Земля Миллиарды Раз больше И состоит Из большого Количества Сот Почему Вы оправдываетесь Постоянно Что Земля Типа У вас Все таки Шарообразная И здесь Ну если Действительно Существует Это Холера Хаи Играть Ну какая Вам разница Что там Блогеры Говорят Чего Вы Боитесь А значит Есть Чего Значит Получается Это Наш Шанс Это Значит Получается Если Правильно Все таки Продолжать Распространять Информацию У нас Есть Небольшой Шанс Небольшой Но Есть Потому Что Смотрите Обыкновенное Словосочетание Бу 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 Не Существует Все Это Ну скажем так Вырез Ну это Вот этот Момент Убил Весь Ролик А я Вначале Ролик Ну почти Вначале Это Сказал И начал На другие Темы Вот Ну и Здесь Я не знаю Тоже Авторы Канала Понимают То что Они делают Не понимают То есть Это тоже Серьезные Вещи Нельзя Призывать Граждан Людей Человеков Выходить На улице Потому Что Выход На улице Это Сами Окупанты Придумали Разрешили И даже Иногда Санкционируют Ну вот Как с Англией Я предполагаю Что Не стали Запрещать Да Пойте Пойте Мы все равно Сделаем То что Планируем Сделать Так Ну ролик В принципе Идет Не так уж И много Всего Лишь 18 минут Для Основного Канала По моему Нормальный Формат Вроде То что Хотел Сказать Не забыл А с вами Был Вячеслав Котляров Спасибо Что Слушаете Слышите Меня Всего Вам Доброго И до Новых Встреч В прямом Эфире Пока Пока Значит То что Мы видим Это уже Скажем так Скрытие Артефактов Если мы Сравним То что Внутри То что Снаружи Это Две Разные Технологии То есть Внутри Технологии Высшего Порядка И нам Они не Под силу А снаружи Уже Вот этот Бетон Это уже Как бы Новодел Которому Вот Где-то 200 лет Добрый вечер Уважаемые Зрители Вновь Воскресенье И Сегодня Вернулась Наша Постоянная Надеюсь Рубрика Конспиральта Которая Расшифровывается Не все знают Альтернативная Конспирология И сегодня Мы решили Взять На шестой Выпуск Тему Пирамиды Вот это Непонятное Страшное Чудовищное Строение Огромности Значит Огромные И возможно Энергетические Нереально сильные И с нами Сегодня Наши Не очень их много Но Такие серьезные Эксперты В этом вопросе Это Павел Конов Автор канала Табациклон Табациклон Ну давайте Начнем с тупого Вопроса Ну вопрос Хороший Точнее Но он такой Банальный Сколько всего Вообще Пирамид на земле Ну давайте Начнем с Павла Неожиданно На самом деле Точное число Я конечно Не знаю Но В общем Известно Что И в Бермудском Треугольнике Одна Находится Под водой И в Египте И в Мексике И в Китае Вот Собственно Как сказать Количество большое Что и говорит о том Что это техническое Собственно сооружение Для каких-то Собственно Нужд в технике А не для красоты Вот собственно Так вот Я могу ответить Так Ну примерно Вы не знаете Ну там 5, 10, 15, 20 45 Больше Наверное Больше 100 Я так думаю Спасибо Это Это Я имею ввиду Известных Там Да Может быть Пирамид 50 Да Включая там У ФСБшников Там И прочих Да А еще Я так думаю Что еще не открытых Очень много Интересно Вячеслав Ваше мнение По поводу Количества пирамид Ну на самом деле Их превеликое множество Я думаю Уцелевших После глобальной Катастрофы Наверное Порядка Пяти тысяч Предположительно Я забыл Поздороваться Здравствуйте Ваши Слушатели Зрители Слава Кляру Также Трансляция идет На Ютуб Канале Рупол И В эфире Вместе со мной Еще два Павла Вот Значит Действительно На Морском Дне Скажем так Их Огромное Количество На Дне Официальной Атлантики Тихого Океана Индийского Океана Так называемого Но их Огромное Количество Также Таких Пирамид Огромное Количество На Северном Полюсе В Европе Немало Сохранено Пирамид Можете Даже Проверить Самостоятельно Написать Пирамиды Европы И вы Найдете Что на Территории Современной Европы Есть Пирамиды И Всегда Ассоциация С Африкой Хотя Для меня Больше Интерес Вызывают Пирамиды Мезоамерики Там Их Тоже Немало Спасибо Передаю Словом Давайте Наверное Поскольку Пирамид Как вы поняли Все таки Много И Они Есть По всему Миру Мы Наверное Будем Все таки Концентрироваться Не можем Сейчас Все Пирамиды Обсудить Мы Наверное Будем Все таки Концентрироваться Около Египетских Пирамид Как самых Известных Самых Таких Наверное Распиаренных Потому что Чтобы обсудить Все пирамиды Потребуется Много Передач Поэтому Давайте Остановимся На них И будем Вот Вокруг Египетских Пирамид А уже Другие Пирамиды Мы Может быть Обсудим Вот Собственно К египетским Пирамидам Первый вопрос Конечно Возникает Когда Они Были Построены Ну И Наверное Сколько По времени Их Строили Павел Ваше Мнение По этому Поводу Сколько Лет Вот Стандартные Определенные Науки Говорится Да Там Три Тысячи Лет И Прочее Да Опять же Я Когда Слушал Левашова Одно Время Когда Он Жив Был Еще Говорилось Что Они Были Созданы Для Того Чтобы Сбалансировать Ось Земли То Есть Они Видимо Построены Были Еще Скорее Всего В доисторический Период Вот И Причем Не Только Египетские Но И все Остальные Были Построены Так Чтобы Выровнять Ось Чтобы Не Было Наводнение Определенного То То Три С Половины Тысячи Лет Вы То Вы Больше Придерживаетесь К официальной Концер К официальной Версии Ну Да К официальной Как-то Больше Хотя Вот Философия Носовского Мне тоже Душ По душе Да Ну И второй Под вопрос Сразу Сколько По времени Строили Вот Египетские Именно Но Я не думаю Что так Долго Потому Что Знаете Есть Такой Фактор Как Лень Вот По времени Сколько Возводили Примерно Знаете Я думаю Больше Двадцати Вряд ли Больше Двадцати Лет Вряд ли Спасибо Вячеслав И ваше Мнение Значит Когда Они Были Построены И Сколько По времени Их Возводили Так Ну Если Конечно За Египетский Идет Разговор Тут Не так Все Просто И Однозначно Дело В том Что Вот Сейчас Небольшое Отступление Есть Пирамиды Которые В нашем Мире Им Всего Триста Лет В обед А есть Которым Тысячи Лет И Вот Египетские Участ Мне Трудно Сказать И Опять Ж Небольшое Отступление Вообще В принципе В Египте Не Пирамиды Октайдеры Это уже Отдельно Каждый Может Погуглить Поветубить Что это Такое Поэтому Те Которые В Египте Им Запросто Может Быть Десять Тысяч Лет Двадцать Тысяч Лет И Рядом Могут В Египте Стоять Пирамиды Которым Октайдеры Которым Всего Лишь Триста Четыреста Лет По поводу Строительства Их Возводили Довольно Таки Быстро Я думаю Предположительно Два Три Месяца И Все Могли Быстрее Передаю Слово Вячеслав Один Из Ключевых Вопросов Когда Сколько Этим Египетским Пирамидам Тысяч Лет Или Действительно Может Быть Десять Двадцать Тридцать Сто Тысяч Лет Возьмем Что В Египте Стоят Пирамиды Которые Может Быть Сто Тысяч Лет Двести Тысяч Лет Вот Но Рядом Смогут Находиться В том же Египте Недалеко Пирамиды Которым Сего Лишь Триста Лет Потому Что Там Не Одна Известная Иранская Пирамида В общем Вот Так Вот И мы Переходим Перемещаемся К вопросу Каким Образом Они Были Построены Ну Давайте Сначала Вячеслав Будет Первым Отвечать Буду Попеременно Давать Роль Первого Ответчика Второго Значит Вот Каким Образом Как Они Были Построены Вот Поскольку Вячеслав Уже Начал Говорить И Вот Предполагают В том числе Наши зрители Что Пирамида Хеопса Это В форме Ромба То есть Она Наполовину Закопана Вот Может Быть Они Были Залиты Из Бетона Или Вот Эти Все Так Каменные Блоки Как Предположение Есть Как Они Перемещались Строителями Давайте Пока Личность Строителям Отсудим Чуть Позже Пока Сконцентрируемся На том Как 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 Образом Они Все Так Были Построены Вячеслав Ваше Мнение Так Ну Надеюсь Я Не Буду Сильно Форсировать События По Вопросам Которые Может Буду Вперед Забегать Ну Павел Если Что Поправит Значит То Что Мы Видим Это Уже Скажем Так Скрытие Артефактов Если Мы Сравним То Что Внутри То Что Снаружи Это Две Разные Технологии То есть Внутри Технологии Высшего Порядка И нам Они Не под силу А снаружи Уже Вот этот Бетон Это Уже Как бы Новодел Которому Где-то 200 лет То есть Смысл Такой Чтобы Спрятать Как-то Вот это Циклопическое Сооружение Которое Не под силу Нынешним Архитекторам И строителям Его Просто Снаружи Заливали Бетоном Делали Опалубку И Заливали Все это Бетоном Это Так Если Тезисно И По поводу Кто Строил Ну Роботы Строили Хотя Наверное Форсируют События Дело В том Что Есть Скажем Так Цивилизации Для Которых Это Пирамидка Это Довольно Таки Маленькое Сооружение Они Как Ну Не знаю Как Вот Ребенок У себя Может Пирамидку Построить Да В доме Так Так И Для Определенных Цивилизаций Это Ну Скажем Так Не Такая Трудная Задача Особенно Если Роботы Запрограммировали Роботы Быстренько Все Это Скажем Так Смастерили И Запустили Передаю Слово Павел Ну И вам Тот же Вопрос Вот Вячеслав Утверждает Что Они Залиты Из Бетона Ваше Мнение Как И Каким Образом Были Возведены Собственно Эти Величенные Сооружения Ну Естественно Что Техническим Путем Потому Что Даже Если Вспоминать Склярова Тоже Царство Небесное Умер Уже Ну Уже Скажем Несколько Лет Назад То То Есть Он Показывал Во многих Своих Видео О том Что Собственно Есть Следы Во-первых От Сверл Есть Вот Эти Глубокие Круглые Отверстия Которые Кроме Как Сверлом Или Огромного Размера Сверлом Никак Невозможно Сделать Далее Распил Саркофагов Производился Сейчас Скажу Огромной Цеховской Вот Этой Пилой Да То есть Он Говорит Что В Москве По-моему На предприятии Есть Такая Пила Ну Вот На заводе Да То есть Которая Пилит Вот Мрамор Потому Что Многие Саркофаги Сделаны Из Мрамора Да Из Гранита По-моему Даже Многие Сделаны Да То есть Это Твердая Порода Достаточно И Порог Прочности Такого Кругового Такой Круговой Пилы Которая Есть На Московском Заводе Да Она Три Сантиметра То есть Толщина Пилы Три Сантиметра Которая Она Может Резать А Сами Стыки Блоков И Вообще Прорези Саркофагов Которые Были Обнаружены Да То есть Были Такие Моменты Что Находят Саркофаг А там Прорезь Такая Осталась И Там Наоборот Не Три Сантиметра А Три Миллиметра То есть Когда Мы Режем Трех Сантиметровой Круглой Пилой То Естественно По краям Еще Несколько Сантиметров Добавляется Ну Вот Просто Это С технической Точки Зрения А когда Трехмиллиметровые Отверстия Следовательно Размер Пилы Там вообще Наверное Один миллиметр Да То есть Получается Что Вот Технологии Во-первых Превышали Наше Современное По строительству Этих пирамид Да То есть Как можно Разработать Такую Тонкую Круговую Пилу В один Миллиметр Которая бы Резала Гранит И мы Продолжаем Вопрос Значит Кем же Они были Построены Вячеслав Вам слово Так Видно Мне надо Себя Немножко Поправить Точнее Не поправить А расширенно Сказать Я не имел Ввиду Бетонную Технологию Я объяснял Что вначале Пирамиды Высокоразвитой Цивилизации Были Построены Из Мегалитов Да Можно Сказать Еще и Монолитов А Современная Цивилизация Чтобы спрятать Высокоразвитую Цивилизацию Они просто Залили бетоном Существующие Мегалиты Потому что Там Пустыни Стоит То есть Как Каркасники Что Построили Совершенно Верно Оригинальная Пирамида Она была Белая Вверху Золотой Скажем Так Стержень Или Как правильно Сказать Кристалл Или Не обязательно Золотой Это Первое Второе Что ж Это за Боги Которые Себе Строят Какие-то Каменные Лачуги Настоящего Бога Человек Не сможет Увидеть Строили Высокоразвитые Цивилизации Тут Быстренько Пробегусь Значит Сад Из камней Была Тема Это Специально Придумали Историю Про Несчастного Маленького Человека Ростом Метр Пятьдесят Которого Была Несчастная Любовь И он Просто По ночам Лобзиком Прикалывался Короче Не стали Они уничтожать Этот Коралловый Замок Бо Сильно Красивый И Придумали Легенду Кстати Многие Открытия Были Сделаны Достижения Из-за Несчастной Любви Это И Нобель Тоже Ходил Плакал По ночам Не знал Кому премию Отдать Из-за Несчастной Любви И там Целый Список Дальше Шлимана Тоже Придумали Как и Своё Время С Египтом То есть Придумали Фальсификацию Что якобы Он нашёл Трою То есть Это Скажем Так Ну Такой Был Насчёт Богов Сказал Высокоразвитые Цивилизации Ну ещё раз Повторю Точнее Ещё Продолжим Вот эти Скажем Так Мегалиты Да Они Как минимум Делятся На две Категории А теперь Максимальное Внимание Ведь Чтобы Даже Из горы Создать Выпилить Этот камень Для начала Надо Эту Создать Гору Есть Только Минимум Два Способа Создать Гору Вследствие Непрерывной Выработки Гора Образуется В виде Отходов Либо Эту Гору Искусственно Заливают Опять же Специальным Бетоном Она Застывает А потом Из этого Бетона Скажем Так Вырезают Кирпичи Ну кто-то Скажет А не проще Ли формы Сделать Поменьше Не такую Огромную Гору Чтобы потом Пилить А сразу Формы Заливать Можно То есть Смотрите Есть Два Способа Основных Вот Произошла Техногенная Катастрофа Здесь Копали Все Перекопали Отходы Производства Вылили Все горы Это застывшие Абсолютно Отходы Производства Абсолютно Все горы Абсолютно Все горы Это Это переработанная Предыдущая Порода Высокоразвитая Цивилизация Летит С помощью Лазеров Там Алмазных Пил Вырезает В этой Породе Огромные Блоки И начинает Строить Пирамиды Есть Другой Способ Чтобы была Монолитная В ихнем В ихнем Понимании Споруда Они Сразу Делают Огромную Гору Заливают А потом В ней Делают Ниши Чтобы даже Не было Стыков Никаких И в наше Время Можно найти То о чем Я сказал То есть Гора И в ней Уже Вырезают Сразу Не только Квадратные Комнаты Но могут И храм Внутри Вырезать В этой Горе Высокоразвитая Цивилизация Поэтому Сделаны Были Из Скажем Так Какой Там Официально Камень Базальт Да Как он Называется Ну в общем Из мегалита Либо Он заранее Создавался Либо Который Был получен После Переработки Опять же Еще раз Повторюсь Даже Вот эти Мегалиты Это не Природа Все равно Гору Кто-то Должен Создать Передаю Слово Так Высокоразвитая Цивилизация Это Наши Предки Ну вот Чтобы Понимать Или это Какие-то Товарищи Прилетели Нам Как бы Недоразвитом Какую-то штуку Создали И улетели Тут получается Так То есть Так как Наша Ячейка Сота Живет На данный Момент 155 Триллионов Лет То есть Здесь Происходило Много Событий Это Первое Второе Только Представители Человеческого Типа В мире 600 Тысяч Нашего Типажа Это Мы не Берем Всяких Анук-наков Рептилоидов Там Их Вообще Миллиарды Разновидностей То есть На Определенном Этапе Вот То что Было Там Тысячу Две тысячи Лет Назад У нас Здесь Здесь Присутствовало Несколько Цивилизаций И у них Скажем так Был договор То есть Допустим Анунаки Где-то В современной Камбодже Построили Чудесный Комплекс И потихоньку Маленькими Своими Многокилометровыми Лопатками Добывали Полезные Ископаемые В это Время В Египте Рептилоиды Построили Небольшие Пирамидки И Тоже Что-то Добывали Сейчас Вы Надеюсь Понимаете Что я Сейчас Не буквально А нарицательно Говорю Что на Определенном Этапе Здесь У нас Присутствовало Несколько Цивилизаций В том числе С большой Вероятностью И Наши Предки Ну На самом Деле Наши Предки Это Мы Сами И есть То есть Есть Такое Понятие Реинкарнация Поэтому Тысячу Две тысячи Лет Назад Мы На вот Этом Участке Земли Тоже Где-то Создали Скажем Так Небольшой Участок Скажем Облагородили И Жили Не тужили То есть Для каких Целей Это отдельная Тема Но Главный Посыл Что В одно И то же Время Могло Строить Разные Цивилизации Разные Пирамиды Это По аналогу Нашего Мира То есть Есть Официальный Китай Он себе Строит Дома Есть Официальный Какой-нибудь Алжир Он себе Строит Дома Арабы Китайцы Вроде Как бы Разные И У них И архитектура Вроде Как бы Разная Поэтому Строили В разное Время Разные Представители Разных Цивилизаций Относительно По Архитектуру И по Орнаменту Возможно Будет В будущем У меня Возможность Понять Кому Что Относится Потому Что Есть Очень Ярко Выраженные Скажем Так Подсказки Кому Может Принадлежать Та или Иная Пирамида Спасибо Передаю Слово Зачем Их Предназначение Этих Пирамид Зачем Их Построили Для Чего Может Будь Конечно Если Это Высокоразвитые Цивилизации Нам И не Понять Мы Же Не Такие Высокоразвитые Ну Или Мы Когда Говорим Высокоразвитых Даже Понять Не Можем Но Все Таки Давайте Попробуем Представить И Вячеслав Вам Слово Зачем Зачем Нам Эти Пирамиды Причем Тут Можно Говорить Про Все Пирамиды Ну Потому Что Они По Всему Меру Разбросаны Зачем Они Все Таки Эти Пирамиды Нам Строили Спасибо Пирамида Техногенное Устройство И Оно Многофункциональное Современная Пирамида Ну Точнее То Что Мы Знаем О Пирамидах Как Она Выглядит В рабочем Состоянии Это Самый Обыкновенный Компьютер Который Многофункциональный Компьютер Наш Может Выступать В роли Допустим Подзарядки Мобильных Средств Да Вот Я беру Телефон Подключаю К компьютеру И Зарядился Телефон Все Нормально Пирамида Стоит Подлетает Летающая Тарелка Зарядилась Энергией От Пирамиды Полетела Дальше Трудиться Или Там Развлекаться Вот Плюс Ко всему У Пирамиды Тоже Имелся Огромный Арсенал Всевозможных Возможностей Опять же Вот Компьютер Мы На Компьютере Можем Много Чего Делать И Пирамида Ну Например Что Еще Пирамида Могла В какой Роли Выступать Порталов Ну Не тех Порталов Которые имеются Ввиду Что на физическом Уровне Человек Расщепился На атомы И появился На другой Планете А Немножко На другом Скажем Плане То есть Он Человек Ложится В саркофаг Погружается В такой Анабиоз Его Сущность Покидает Тело И Телепортируется В другую Пирамиду А там Уже Одевает Какой Нибудь Экзоскелет Ну И Есть Еще Много Скорее Всего Функций У Пирамид Которые Нашими Современными Мозгами Наверное Не так Будет Просто Понять Но мы Будем Стараться Передаю Слово Так Компьютеры Подзарядка Для НЛО Тарелок Да Ну Интересная Версия Павел Ваша Как Вы Смотрите На то Для Чего Зачем Собственно Были Вот Эти Пирамиды По всему Миру Сконструированы Ну Я Несколько Версий Скажу Точно Так Ж Да Повторяться Не буду Мне Тоже Вот Эти Версии Знакомы Первая Версия Которая Частично Сказал Да То То Это Версия Левашова Который Говорил Что Пирамиды Созданы Для Того Чтобы Уравновесить Земли Да Когда Ось Была Расшатана В силу Уничтожения Одной Из лун Лилеи Да Вот То есть Нужно Было То есть Нужно Было Уравновесить Землю Тогда Были Построены Пирамиды Вот Другая Версия Скляров В экспедиции В Египет Да Установил Что В Египте Есть Такие Небольшие Гравитационные Скачки Они Неощутимы Но Ощутимы Приборами Ну Я имею в виду Человеком Неощутимы А приборами Ощутимы Да И Он Предположил Что Пирамида Да Она Способна Переводить Вот эти Мини Гравитационные Колебания Да В какой-то Другой Вид энергии Как Трансформатор Да То есть Опять же Это Дополняет Версию Вячеслава Да Что Они Для Много Много Функций Имели Да То есть Не просто Одну Какую-то Очень Много Вопрос Теперь Вячеславу Значит Вячеслав Говорил Что Пирамиды Это Возможно Значит Беспроводная Зарядка Для НЛО А Подводные Пирамиды Ну Тоже Беспроводная Зарядка Да Они Там И Под Воду Летали Или Как Это Хорошо Сейчас Буквально Небольшое Вкрапление Пару Слов Я Так Чатовец Возмущается Что Тысячелетиями Не строили Эти пирамиды Строили За одну Ночь Я Ранее В эфире Сказал Что Сколько Там Три Месяца Или Три Недели Непринципиально И еще Вкрапление За одну Ночь Наша Земля В свое Время Знала Только Одну Ночь И Только Одну Ночь И она Могла Эта ночь И сто И двести Лет Длиться Пока Лампочку Не починили Поэтому Некоторые Пирамиды Могли По нашим Меркам За 2-3 дня Строиться На некоторые Уходили Недели Но строились Они очень Быстро И по поводу Подводных Пирамид Вначале Перед тем Как пирамиды Пирамидам Стать подводными Они были Надводными То есть Здесь Еще сравнительно Недавно Была только Земля И только Земля Все Вот эти Океаны Так называемые Они во первых Гораздо меньше В 10 раз Меньше Атлантические Тихие Они там Размерами Может чуть больше Средиземного моря Вот И пирамиды Находились На поверхности Земли Да Техногивная Цивилизация Добывая полезные Ископаемые Снизу Подкопала Грунт И Вот этот Пласт Земли На котором Находились Пирамиды Просто Опустился В морскую Пучину Откуда Взялась Вода Я сейчас Не буду Тратить Время Это Сто раз Рассказал И в роликах И в эфирах Я потом Отдельно Расскажу Откуда Взялась Вода Сам Принцип То есть Была Земля Они Погрузились На дно Морское То есть Они все равно Были на земле Так Ну и Еще один вопрос Вот Вячеслав Это уже Вот от зрителей СМС Спрашивает Пирамиды Может быть Маяком НЛО То есть Не обязательно Подзарядка А может быть Они как-то Ориентировались По этим Пирамидам Или Ну вот Не ориентировались Маяк Какая наша Земная Фантазия Насколько Наша Земная Фантазия Позволит Этим Пирамидам Озвучить Все версии Вы будете Все Доправы Мы Все равно Не дотянемся До этого Много Функционального Агрегата Все что Вам приходит В голову То что Вы фантазируете Как вы думаете Что вы фантазируете На самом деле Вы озвучиваете Одну из Функций Этой пирамиды Поэтому Запросто И приемник Запросто И Межсотовый Интернет И так далее Так Продолжаем Небольшую серию Вопросов От зрителей Вот Ирина Пишет Про НТВ Был сюжет Про то Что один Летчик Попал в Прошлое И видел Самолета Как древние Египтяне Строили пирамиды Так же Как пишет Об этом В учебниках Прокомментируйте Пожалуйста Это Павел Давайте С вас начнем Ну Я даже не знаю Как это комментировать Но Опять же Помните Политику В истории Существует Такая же Политика Есть Кто За Альтернативную Точку зрения Есть кто За официальную Да Естественно Что Историки Официалы Да Хотят Чтобы Как бы У них было Больше Приверженцев Да То есть Естественно Может быть Придумали Эту историю Да Чтобы Сказать Да Вот Почему Придумали Потому что Ну Среди Альтернативных Историков Да Или прочих Альтернативщиков Имеются Люди Которые верят В путешествие Во времени Ну И чтобы Вот Знаете Такого Траинского Коня Пустить Они Вот Путешествовать Во время Верить А Да Верю А вот Он Видел Что Строят Собственно Как мы Говорили Да То есть Это Знаете Как Это Турецкий Гамбит Даешь Маленькую Пешку Для того Чтобы Выиграть Целое Сражение Ну Может Быть Так Спасибо Вячеслав Вы что Думаете Да Отлично Я Немножко Дополню Дополню Павел Вообще Все Великолепно Сказал Это Помбасенка Однозначно Была Именно Это Вброшено Чтобы Увести В сторону Кстати В моем Понимании Путешествие В прошлое Ну Как мне Кажется Оно Рушит Всю Официальную Историю Вот Поэтому Ну Это Тоже Отдельная Тема Поэтому Я Дополню Так Я Могу Допустить Что Какой-то Пилот Прилетел Скажем Так На определенный Участок Земли Вот Как Своё Время Рассказывалось Про Адмирала Берда Который Увидел Пасущих Мамонтов Может Лично Он Сам И не Видел Но Были Другие Пилоты Которые Прилетели Наблиз Лежащие Континенты Которые Не Отображены На Наших Картах И Увидели Скажем Так И Увидели Этих Мамонтов Да Аналогичная Ситуация Могла Запросто Быть И С Пирамидами То Есть Пилот Покидает Наши Классические Континенты И На сверх Звуки Летит И Видит Пирамиды И Что Может Разглядеть Вообще Пилот На самом Деле Так По Большому Счету Ну Только Наверное Пирамиды Я Могу Допустить Что Он Увидел Как Роботы Возможно На близ Лежащем Континенте Возводили Или Чинили Пирамиду Никакое Прошлое В общепринятом Плане Невозможно Полететь Разве Что Параллельный Мир Тоже Можно Допустить Поэтому История Конечно Она имеет Место Быть Но Если Ее Показать Под Правильным Углом Почему Грани У пирамид По сторонам Света Зачем Это Сделано И У всех Ли пирамид Прослеживается Такая Свето Ориентированность Вячеслав Ну Это Из Разряда Допустим Да То есть Если Рассматривать Классические Вбросы Это Плоскую Землю Как Известно Любой Человек Знает Что Земля Не Плоская Или Рассматривать Вброс Что Земля Это Какой-то Сферический Объект В безвоздушном Пространстве То Возможно Там Можно Как-то За уши Притянуть Стороны Света Ну Допустим Что Допустим Земля Допустим Что Допустим Да Плоская Или Шарообразная Правильно Наверное Сферическое Это Может быть Просто На бумаге Написано Что Они Определенные Так Расположены Да Все Показывают Пирамиды В определенной Части Света А если Начать Изучать Этот вопрос Выяснится Что Они Вообще Показывают Абы Как Это Первое Но Так Как Мы Знаем Что Место Где Мы Живем Это Ровная Поверхность Севера На юг 4 миллиарда Миль То Скажем Так Определить Куда Смотрят Пирамиды Непросто Единственное Что Могу Сказать Что Если Учитывать Что Несмотря На то Что Наша Планета Таких Гигантских Размеров Она Тоже Отчасти Полностью Техногенная И Поэтому Пирамиды Запросто Могли Служить Продолжением Техногенного Этого Устройства Скажем Так Аналог Стрелки Часов Да То Если Стрелка Показывает На определенные Цифры Мы Понимаем Время И Так Как Наше Место Где Мы Живем Оно Не Сильно Статично То Все равно Движение Есть Но Мы Не Можем Его Чувствовать Потому Что Мы Слишком Малы Для Этого Места Поэтому Пирамиды Соориентированы Могут Быть Совсем На Другие Скажем Так В кавычках Полюса И На Другие Направления Так Ну Не Что Необычные Наблюдашки Это Если Ролик Пойдет На Основной Канал Как Мы Его Назовем Найдено Дерево В Обхвате 250 Тысяч Километров Здравствуйте Уважаемые Слушатели Зрители С вами Вячеслав Котляров Харьков 18 часов 56 минут Так это мы Вырежем 17 Вот так и пишется Кстати ролики 17 число 17 12 2020 Года Есть такая Тема Под названием Кремниевая Жизнь Я часто В эфирах На Котляров Уф Затрагивал Эти моменты Но Развернуто Наверное Как Сегодня Планируем Показать Не показывал Почему Именно Сегодня Будет Развернуто Потому Что Ну В какой То Мере Будет Демонстрация И Мне Немножко Повезло Я Нашел Фотофакты Про Которые Я Вам Чуть Позже Расскажу И Все Покажу Да Но Вернемся Все Таки К теме На Земле Лисов Нету Как Там Месяц Назад Под Одним Из Роликов 16 Года Я Прочитал От Зрителя Ютуба Такое Сообщение Женщина Писала Странно Вячеслав Отрицает Кремниевую Эру А При Этом Сам Про Нее Рассказывают Ну В основном Знаете Как Вот Название Ролика Оно Часто Для захвата Внимания А потом Уже Раскрывается Уже Основная Тема Но Если Тезисно Я Кремниевую Эру В том Ролике Подавал В таком Ключе Что Она Действительно Там Существовала Миллиарды Лет Назад Были Там Птицы Каменные Животные И так Далее Но Сайт Всем Известный Асгард Говорит Что Это Было Сто Или Тысячи Лет Назад Сейчас Может Они Потерли Потому Что С 16 Года Когда Впервые Этот Сайт Появился Они Очень Много Статей Отредактировали И В принципе Если Вы Слышите Эту Тему На Земле Лисов Нет Многие Растут Отсюда Так Что Это Завод Дерево Такое Которое Радиус У него 250 Тысяч Километров Точнее Пенек Пенек Ну Смотрите Может Такая Вероятность Что Сейчас В эфире Или В записи Найдется Хоть Один Человек Который Впервые Смотрит Скажем Так Мой Канал И изучает Подобную Тематику Вот Приветствую Вас Случайный Зритель Поясню О чем Речь Идет Значит Создатели Этого Сайта Утверждают Что Вот Справа Видите Даже Не знаю Как ее Назвать Правильно Гора Давайте Гора По их Мнению Это Было Когда-то Каменное Дерево И Его Спилили Вот А Пенек Остался Ну И слева Они Демонстрируют Классический Пенек И На этом Сайте Давай Нам Рассказывать Про Пеньки Вот Справа Видите Плато В Австралии То есть Было Вот Кремниевый Пень В Австралии Еще Кремниевый Пень Ну То есть Можно Бесконечно Листать Эти Кремниевые Пни Я Специально Показываю Как они Себе Представляют Эти Кремниевые Пни Вот Вот Ну Вот На Этом Кремниевом Пне Мы Остановимся Ну Вы Знаете Я Нашел Кремниевый Пень На Территории Современной России Только Радиус У него 250 Тысяч Километр Но Чтобы Было Понятно О чем Ведется Речь Я Утверждаю Что Это Все Таки Не Спиленные Какие-то Вымышленные Деревья А просто Отходы Так Вот Ну Многие Смотрели Ролики Там Они Появлялись Где-то С 15 Года Наша Планета Гигантский Карьер И В принципе Так Оно Есть Все Это Выработки То есть Гигантская Техника Работала И Собирала Скажем так Сбрасывала Где-то Выкапывала Куда-то Забрасывала Да Ну я Специально Беру Фотографию Которую Предлагает Нам Википедия Знаете Чтобы Чтобы Было Приблизительное Понимание Да То есть Другими словами Исходя Из логики Создателей Сайта Это Тоже Получается Кремниевый Пень Да Кремниевый Пень Это Представляете Какой высоты Должно Быть Дерево 250 тысяч Километров Причем Как бы По теории Этого Сайта Мы Живем Внутри Шарообразной Планеты И Представляете Если Дерево Такое Высокое У них там Внутри Шарообразной Планеты По моему У них Внутренняя Земля Или как Там Они Называют Их Не Вымышленное Солнце Может Это Дерево Запросто Продырявит Е-мое Ставка При монтаже Я Использовал Слово Не их А их Ихнии И сейчас Будут В комментах Коменты Вячеслав Ты не знаешь Русский Язык Нет Я-то Как раз Знаю Русский Язык И по Правилам Речи Русов Есть Такое Слово Ихнии А вот В советском Языке Нету Учите Мать Часть Жалованная Грамота Ц Федора Ивановича Строгановым 1591 Год Цитата Из Национального Корпуса Русского Языка С.М. Список Литературы И отпустил он Дочерей Своих Хороших Пригожих В их Неотерема Девичей Аксаков Аленький Цветочек 1858 Год Цитата Из Национального Корпуса Русского Языка С.М. Список Литературы Замечу от себя Что действительно У многих особ В генеральских Чинах Есть привычка Смешно Говорить Я служил Государю Моему То есть Точно у них Не тот же Государь Как и у нас Простых Государевых Подданных А особенный Ихний Особенный Ихний Ихнее Вымышленное Солнце Может Это дерево Запросто Продырявит Ну кто-то Скажет Вячеслав В несостыковке Потому что Сайт Эсгард Предлагает Вот такие Шестигранники И Говорит Вот Соты Поэтому Это деревья А я говорю Что это Просто гигантская Мясорубка Жмых Высыпался Вернее Не я говорю Оно на самом деле Так и есть И Кто посмотрит На эти снимки Скажет Ну ничего общего Кстати снимки Очень потрясающие И теперь Я так аккуратненько Буду Подготавливать Вас К тому Что сейчас Покажу То есть Ну скажет Не Слава Конечно Плато Хорошее Ведь Сам Сайт Асгард Утверждает Что есть Некие Выработки Видите И сайт Асгард Сам говорит Что Гигантский Карьер Да Как сайт Асгард Сам пишет Верх Цинизма Отработанные Карьеры Называть Национальными Парками То есть Они не отрицают Что есть Отработанные Карьеры И это Как бы Тоже По ихнему мнению Что то Отработанное Возможно Возможно Отработанное И Раз тут Шестигранников Нету То значит Это не деревья Но Скоро Сказка Сказывается Да не скоро Дело делается Это же Мы видите Смотрим Довольно На большом Расстоянии Эти горы И равнины Шикарные Да Пейзажи Но если Нам повезет И в кадр Попадет Рез Два Оно же И три И четыре Вот такая Математика Мы подумаем Наверное Немножко В другом Ключе Потому что Вот это Плато По сути Мы сейчас Рассматриваем Довольно Приближенное И как Обстоит Дело Скажите Мне Вот Так называемые Да Их нелюбимые Шестигранники А еще раз Поясню Вот они 250 тысяч Километров Информация Из википедии Площадь Плато Составляет 250 тысяч Километров И в принципе Гвоздь На вишенке Торта Или Вишенка На На гвозде Которые Втыкнут В торт Вот По сути Вот такие Замечательные Фотографии Где нам Показано Что это Плато Так же Имеет Шестигранники При довольно Таким Близком Приближении Вот Поэтому Конечно Печально Что Тысячи Сотни Тысяч Людей Были Скажем Так Одурачены Темой Что это Какие-то Гигантские Деревья И видите Тут даже Сами Асгардяне Говорят Что есть Карьеры А есть Деревья Ну Сами Себя В тупик Завели Вы Конечно Кто верил В эту Кремниевую Жизнь Что это Пеньки Вы Можете Продолжать Верить В эти Кремниевые Пеньки Но Вы Уже Не Отмахнетесь Что Есть Плато Путорана Находится На территории России Площадь Его 250 Тысяч Километров И Оно Так же Имеет Шестигранные Ключевые Моменты Расширение Наверное Сообщите Такие Ключевые Моменты Как Для Новичков Канала Этого Ролика Где Это Что Добывали В таких Количествах Ну По сути Вот Чтобы Появились Водные Глади Их Нужно Было Буквально Выкопать И Вот Они Скажем Так Ковшами Отсюда Собирали И Сюда На землю Кидали И Когда Я Просматриваю Крайний Ролик Известного Блогера Юрия Канал История Пи И Он Ломает Голову Двумя Версиями Почему Санкт-Петербург Постоянно Топят Не Приблизившись Так сказать К истинному Положению Вещей Что Петербург Топят Только Потому Точнее Затопы У него Были Наводнения Пока Дамбу Не построили Только Потому Что Когда То Ни Балтийского Залива Ни Балтийского Море Ни Финского Залива Здесь Просто Напросто Не Было Здесь Была Земля И Город Стоял Себе Спокойно А потом Когда Все Здесь Выкопали Естественно Вода Подошла Городу Плотную Ну И На Всякий Случай Если Друг Не Забуду Ссылку Дам На Вот Этот Чудесный Сайт Как Видите Я Дошел Только До 17 Страницы А Здесь 10 Тысяч Страниц Как То В Эфире На Котляру Уфм Я Прорекламировал Этот Сайт И Еще Сказал Блогеры Пожалуйста Вот Вам Огромное Количество Всевозможных Фактов И Данных Пожалуйста Пользуйтесь Ну Мне Также Самому Добрый Светлый Человек Просто Ссылку Под Роликом Оставил Оставил Имя У Него Как Был Канал Имей Нет Там Просто По Моему Здоровая Пища Или Что То В Эм Духе Поэтому Когда Юрин Ролик Опять же Я Смотрел Про Петушки Которых Кстати Тоже Тут Нахожу На Сайте В Огромном Количестве Речь Идет Что За Место Крестов Были Шпили На Шпилях Петушки Либо Я Невнимательно Ролик Слушал Либо Он Просто Не Вспомнил Про Сказку Петушок Золотой Гребешок Где По Сюжету На Царское Здание Устанавливался Петушок И Поэтому Скорее Все Это Не Обычный Флюгер Нам Еще В Будущем Предстоит Разобрать Почему На Европейских Старых Зданиях Были В Огромном Количестве Петушки На Башнях И На Крышах Домов Что Это За Необычное Такое Техногенное Устройство И Петух Который Был Показан В ролике Скорее Сего Не Собачьи Головой Просто Существуют Определенные Породы Курячих А Может Просто Действительно Самый Банальный Флюгер Но Зачем Их Столько В таком Количестве Может Он Ток Вырабатывал Шучу На этом Пожалуй Все С вами Был Как Всегда Или Как Обычно Вячеслав Котляров Спасибо Что Слушаете Слышите Меня Всего Доброго И до Новых Встреч В Прямом Эфире Пока Пока Под Ростовом Есть Такое Городище Называется Кобякино Городище Там Есть Входы Раньше Туда Можно Было Попасть Впоследствии Все Это Было Приехали Ростовские Археологи Историки Сказали Что Все Это Чушь Это Все Сталин Оказывается Выкопал Закопать Забетонировать Здравствуйте Уважаемые Слушатели Зрители С вами Вячеслав Котляров Харькове 9 часов 51 Минута 11 12 2020 Года Далее В ролике Будет Очень Много Новой Свежей Интересной Информации Соведущий Котляров FM Олег Поделится С нами Очень Удивительными Наблюдениями Еще Хочу Обратить Внимание Что У Кирилла Стримаусова Был Заблокирован Канал Навсегда Ссылка На запасной Канал Будет В описании Под роликом А так Можете Просто Написать На ютубе Журналисты Стримаусова И найдете Запасной Канал У меня После ролика Кто съел Великанов Спрашивали А почему На территории Постсоветского Пространства Не найдены Захоронения Ну вот Накопали Мы Информацию Мемориалы Накопал Сегодня Была подключка К очень Интересному Информационному Пласту И были Были предоставлены Знания Блоком Вот Для того Чтоб я вам Пришел здесь И их Передал Так что Присаживайтесь Поудобнее Значит Как всегда С Вячеславом За оккупантов Скажем так О их планах О методиках Инструментарии Оккупация Глупого Человеческого Разума Как это Было Как это Происходит И Методы Даже не борьбы А методы Распознания Потому что Когда человек Оповещен Он вооружен И Появляется Способ Выйти Из-под воздействия Вот Не борьба Не противостояние А выход Из-под воздействия Выработка Внутренней Внутренней Прозрачности Для Подобных Воздействий Так вот Вячеслав Рассказывал Про Ну так Вкратце Вот За последние Полгода Касался Такой Темы Как Войны Для чего Они были Предназначены Да Оккупантами Для чего Они были Запущены В наш Мир Вот То есть Цели Преследовались Совершенно Не те Ну скажем так В основной Своей массе Не те О которых Официальная Историческая Наука Людям Врет То есть Уничтожение Архитектуры Создание Мемориальных Комплексов Техномагического Свойства Для Сокрытия В том числе И Костей Скелетов Предыдущей Цивилизации И вот Я задумался А каким Образом Окупантам Если бы Они Если бы Я был Окупантом Как бы Я спрятал Все технические Сооружения От Грядущей Цивилизации Которая С появлением Интернета В будущем Может Это все Дело Очень Подмечать Фиксировать И Распространять Вот Заводы Которые Были Также Практически Многие Полностью После Потопа Затоплены Но В принципе Технически Они были Нужны Окупантам Вот То есть Был Создан Гриф Секретно Опять же Вторая Мировая Война Не Закончилась Была Продолжением Ее Так называемая Холодная Война Для того Чтобы Все Скрывать Запускать В нашу Цивилизацию Такой термин Как Гриф Секретно Было Необходимо Противостояние Организовать Так вот Противостояние Было Запущено Вначале С нацистской Германией Потом С Капиталистической Америкой Западом Вот То есть Когда человек Объясняет Что Враг Не дремлет Нужно Было Максимально Всех Сконцентрировать На том Чтобы Врагу Не отдать Нашу Прекрасную Родину Советский Союз Ее Недра Ресурсы И так Далее Значит Много Было Заводов Которые Начали Появляться Под Таким Вот Условным Обозначением Черные Ящики Якобы Всякие Научно-исследовательские И секретные институты Конструкторские Бюро Нам же нельзя Врагу отдавать Технологии Вот Так называемое Гонка Вооружений Был Запущен Вот этот Тут Проект Под Таким Кодовым Названием Но это уже Чуть позже А пока Только заводы Формируются В послевоенное Время И Их Естественно На Ну то есть Поверх Тех древних Заводов Строятся Обычные Такие Ангароподобные Конструкции Где Планировалось Там Выпускать Всякие Табачные Изделия Там Не знаю Какие-то Может быть Вертолеты Пулеметы Огнеметы И Прочие Меты Вот Но Основная часть Всех этих Сооружений Находилась Глубоко Под землей На много Этажей Уходящих Вглубь земли Вот Естественно Все эти Территории Ограждались Колючей Проволокой В несколько Рубежей Ставилась Военная Охрана Ставились Вышки С собаками Пропускная Система То есть Просто так На этот завод Нельзя было Сотрудникам Заходить Вот Я всю жизнь Прожил Около Такого Завода Который Находится В Ростове Надомы По сей день Называется Этот завод Прибор Производил Этот завод Советские Времена Магнитофоны Ростов Наверняка Вы знаете Бобины Магнитофоны И Акустика Амфетон Потом В последние годы Было Очень удивительно Когда Обычные Советские Граждане После Каких-то Там Училищ Техникумов Попадали На этот завод Через Практически Военную Пропускную Систему Такая же Как в зонах Допустим На КПП В армии При этом Естественно Было очень Вредное Производство Люди В 50 лет Уходили На пенсию А зачем Людей Долго Держать На таких Интересных В таких Интересных Местах Говорится Чем человек Старше Становится Тем У него Нос Длиннее Им Интереснее А что Такое Тут Происходит Дабы Таких Не возникало Излишних Любознательных Советских Граждан 50 лет Отправляли На пенсию После этого Обычно Люди Долго Не жили Потому что Там Сразу Проблемы С сердцем Было У многих Людей У женщин Инфаркты И прочие Такие Заболевания Давление Вот Ну а Мужской Пол Очень быстро Спивался После Вот Многих Лет Нахождение В подобном Излучении То есть Практически Все Шито Крыто Вроде Как Но С Приходом Перестройки И Развитие Новых Технологий Рынка И так Далее Все Эти Заводы В принципе Стали Неинтересными Потому что На смену Бобинным Монитофонам Начали Приходить Новые Там Кассетные Компакт Диски А завод Огромный Ну то есть Он как бы Не самый Конечно В Ростове Огромный Но очень Большой Завод Производство Вроде как Такой Техники Да Вот Ну Как Оказывается На территории Завода Просто Огромные Пространства Свободные То есть Стоят Там Несколько Ангаров Таких В центре Всей Этой Территории И Очень Огромные Такие Эти Олейки Там Засадили Всякими Деревьями Елями И так Далее Вот И вроде Как Ну территория Большая Можно Отдавать Там Либо Под строительство Либо Под Какие-то Офисы И так Но нет Все Осталось Вот И они Значит Что Дальше Вот По плану Чтобы Все это Как-то Продолжать Скрывать И при этом Еще и Оправдаться Да То есть Ну вот Дикий Запад Капитализм Пришел В 90-е годы Вот Был разрушен Союз Все эти Связи Были разрушены Между Производствами Которые Были налажены В советские Времена В общем-то Этим Они Оправдывали То что Эти все Заводы Уже Не нужны А на новые Рельсы Мы перейти Не можем Потому что Типа Ну вот Мы такие Тупые Как всегда Наши Власти Коррупционеры Вот Все вывозят На запад Разрушают Нашу Всю промышленность Как говорят Да Вот Разрушили В 90-е годы Там Чубайс Гайдар Приватизация Но Дело не в этом Дело в том Что все эти Предприятия Как оказалось Позднее Продолжают Работать При этом Значит Еще в советские Времена Было Очень много Раскопано Подземных Цехов И люди Работали Там И как оказалось Допустим Тот же самый Прибор Он Ну где-то Наверное Лет 10 назад Я Постречался С мамой С Друга Детства И Оказалось Она работает Там А что же В этом делать Если никаких Бобинников И ничего Больше Не запустили На этом Предприятии Никакой Конверсии Не произошло Как обещали Он говорит Во-первых У нас подписка И всегда была Еще в советские времена Мы работаем На минус Там Втором этаже Есть еще Восемь этажей Вниз Но нас туда Не пускают Ну говорит Для военно-космической Промышленности Я говорю А вы знаете Что именно Конкретно Конечный продукт Который Вы там Собираете Она говорит Нет У нас все Идет Как вот Блоками То есть Мы собираем Один блок А где-то Там внизу Собираются Остальные блоки И мы не знаем Что Ну единственное Что у нас Назвало То что это все Для военно-космической Промышленности Значит Аналогичные Ну допустим Здесь идет Определенная работа А есть также Заводы Такой как Рассельмаш Огромный На огромной территории Где делают Никому абсолютно Ненужное Неинтересное Убыточное Производство Комбайны Вот потому что Даже там Управляющий менеджер Когда Путин приезжал Не знаю Летно Восемь назад Наверное Не один раз Он приезжал Он так в принципе И заявлял Что товарищ Президент Ну тогда По-моему даже Примером Говорит Невыгодно У нас Все это делать Давайте что-то там Какие-то государственные программы Для нашего предприятия Потому что Говорит Нам выгоднее Сейчас закупать Комбайны Где-нибудь В Канаде И собирать их у нас Давайте Нашу Как бы Вот Ту традицию Советскую Будем продолжать Пожалуйста И вот По-моему Медведев Мишустин Мишустин Приезжал Недавно И то же самое В принципе Было озвучено Что Что-нибудь Сделайте Потому что Все это Убыточно Все это Никому не интересно Оно все Ломается Оно некачественное Мы Мы собираем Из канадских Там этих Комплектующих Здесь И В общем Все это лучше А еще тогда Были немецкие Помню тоже Еще вот Где-то в начале 2000-х С Германией Сотрудничали Вот Да-да-да В общем-то Ну все так и остается То есть Завод По факту Как бы Ну вроде как Он есть Предприятие Ну Эта техника Особо никому Не интересна Дешевле Что-нибудь Такое Бэушное Купить Там Из-за границы Или японские Или там Те же канадские Или Из Германии Да Технику Сельскохозяйственную Чем Поглав Закупать У нас Вот Но при этом Территория Также Ограждена Ключей проволокой То есть Сама проходная Она в общем-то Очень сильно Поменяет Древнеотичное Здание Закопанное Там С колоннами С фонтанами Перед входом Ну и все это В общем-то Существует И вот Здесь явно Вот прослеживается Вот это вот Сокрытие Определенных территорий Под видом Каких-то Предприятий Вот Многие Как я уже говорил ранее Были разрушены Ну вот как нам Рассказывали Да Варварские Вот этими вот Реформаторами 90-х Промышенность Это не разрушено Это все в общем-то Было по плану Потому что Эти территории Туда не должен Никто в общем-то Попадать Потому что Дальше будут Развиваться технологии Сети Коммуникации И все это Должно быть Закрыто И на картах Как нам рассказывали Да Опять же Гонка вооружений На картах Все это Пряталось То есть Якобы Чтобы враг Не узнал Где находится Где располагаются Советские Стратегические Объекты И так далее И еще Значит Ну Заводами Понятно Это Как бы Не такое Скажем так Прям Не такие Секретные объекты Чтобы еще больше Как говорится Все это секрет Нам рассказывали Что Сталин Перед войной Готовясь Невероятных Размеров Он Оказывается Приказал Выкапывать Многоэтажные Подземные Сооружения Якобы От того Чтобы Во время Там Каких-то Бомбежек А впоследствии Это все Предполагалось Использовать Во время Ядерных Войн С Америкой И так далее Да Якобы Вот все Это Сталинские Многоэтажные Подземные Сооружения Пригодятся Для того Чтобы туда Например Штаб СКВО Северокавказского Военного Огрога Перенести Но как Оказывается Сейчас все Это забетонировано Все Военные Ядерные Войны Вроде как Отменили Но Какое-то Оправдание В сознании Ничего не Соображающих Граждан Осталось Что Ну это Сталин Все построил Подземлей За 15 минут Они все Это построили А там Огромные Сооружения В частности Можете погуглить В Ростове Под Ростовом Есть такое Городище Называется Кобякино Городище Там есть Входы Раньше Туда можно было Попасть Впоследствии Все это было Ну приехали Археологи И историки В общем сказали Что все это Чушь Это все Сталин Оказывается Выкопал Закопать Забетонировать Все забетонировали Закрыли Чтобы Ну Больше Как говорится Интересов Люди Не возникало И вопросов В принципе Она не возникает Сейчас у всех Сами знаете Ипотека Не до этого Ну вот Надо работать На искренних работах Чтобы семью кормить Поэтому Никто Даже Особо Нос не сует Но при этом По самым Скромным Там Ну Предположением Там да Много этажей Было вниз И под всем Ростовом Все эти Так называемые Сталинские Подземные Сооружения Военные Там Рассказывали Там такие небылицы Что там целые Военные шахты Там эти Ракетные шахты Чтоб там Какие-то спутники Избивать Там В общем Нагородили В общем Что хотелось Чтобы и городили Поэтому Все это осталось И в принципе Никому уже не Интересует Далее В принципе С этим Как бы мы Разобрались Вот Условно Еще Что хотелось Б затронуть В своем Небольшом Докладе Это Что касается В целом Управления Властью Именно Властью Управления Власти Людями Как это происходит По моему Убеждению Как таковые Оккупанты На самой земле Не присутствуют Физически То есть Их в общем-то По сути Нет Управление Происходит Производится Дистанционно Это очень Хорошо Показано В советском Трехсерийном Фильме Посредник Он есть на YouTube Все три серии Склеены Склеены В одну Очень рекомендую Всем посмотреть Внимательно Налейте Чайку Посмотрите Прочувствуйте Фильм Он очень Такой Атмосферный Он очень Такой Глубокий Там Музыка И Как такового Экшена Нет Но Рекомендуем Вот То есть Дистанционно Происходит Управление Всей планетой Для того Чтобы Как-то Ну Люди В это Все верили Вот Ну Придумали Так называемое Вот Электронное Правительство Придумали Тех самых Вот сейчас О том О чем Вольера Вольере Сливают Крымскому Там Электроники Да Технологии Юра Тимовский Показывал Вот Ну Это так Чисто Вот они Готовят К тому Что все Это уже Будет В открытую Дальше Происходить Вот Ну Раньше Чтобы как-то Оправдать Своё присутствие Свою Тут Как бы Да Деятельность Официальную Вроде как Была Вот Уцепилась Система Запранкеров Вот такие Товарищи Как пранкеры Российские Вот Вован Лексус Якобы Они там Где-то Находят Телефоны Каких-то Там Политиков Им звонят С ними Общаются Вот Но все Это по факту Просто Ну Спектакль Пранкеры Может и верят В том Что они Общаются С какими-то Политиками Но по факту Это просто Профанация Абсолютно Вот И кстати Еще один На мой взгляд Незаслуженно Такой Недооцененный Пранкер Это Пранкер Всея Руси Евгений Вальнов Он из Украины Конечно Он мерзавец Еще тут И негодяй Вот Но Он Занимается Очень интересным Явлением Социальная инженерия В своих пранках Это его Фишка То есть Человек может Дистанционно Позвонить Абсолютно Незнакомым Людям И заставить Их делать Невероятные вещи И все это Транслирует В прямом эфире В том числе Самая Нашумевшая История Это Когда Зимняя Вишня Была Вот это Был пожар И он Звонил Туда Разным Там Людям И Дел Невероятные Вещи За что В принципе Его В розыске И так далее Российская Прокуратура Его Ищет Но Никак Почему-то Не найдет Хотя человек Ежедневно Практически Прямо В эфире Вещает Вот Ну и опять Это показывает Что если Какой-то там Пранкер Вот Малограмотный Способен На такое То Что уж Системе Организовать Здесь Профессионально Дистанционное Управление У нас У нас В принципе Уже К этому Ранее И подвели Что уже И дети Будут Учиться Дистанционно Вот Посмотрите Программа Загугливайте Нацпроект Детство 2030 Там Все Расписано Следующие Этапы Вот 20-й год Как раз Таки В этом Плане В этом Нацпроекте Указан Как Этап Где Будет Запущена Техно Роботизация И Как же Там Учебного Процесса В общем Роботизация И В общем-то Новые Методы Обучения Вот Дальше Там Посмотрите Следующие Годы Там Вообще У меня Волосы Дымом Вход До того Что В 30-м Году Будут По этому Нацпроекту Дети Уже С Определенными Генетическими Изменениями Предполагается А в 25-м Рождение Детей С заданными Параметрами Вот Ну это так Это Немножко Я Отвлекся Так вот Дистанционное управление Как раз таки Позволяет Системе Во-первых Никакой ответственности На себя не брать Тем же Самым Маклпант То есть Они просто Нажимают На определенные Кнопочки И определенные События Явления Происходят Вот Поэтому Посмотрите Этот фильм Посредник Вам Думаю Что Многим Станет Понятно Что Все намного Проще Чем Вам Рассказывают По телевизору То есть Опять же Один из Инструментов Окупации Это Человека Постоянно Держать В состоянии Стресса Страха То есть Вот сейчас Допустим Говорят Что Какой-то Там Будет Локдаун Или еще Что-то Голод Будет Все это Вбросы Происходит Ну помните Все эти Предсказания Ванги Перед Индейцем Майя Вот этот Конец Света 2012 года И так далее То есть Люди Сами Своими же Своими Мыслеформами Генерируют Это будущее Ну и Как говорится Как у нас В русском языке Есть такая Интересная Пословица Сами себя Роют могилу Конкретно Они роют могилы Вот Ну Просто Дистанционно Они на самом деле Просто Реагируют На дистанционные Команды Вот Поэтому Все в наших руках На самом деле Очень Просто Легко Элементарно От этой Окупации Как минимум Для начала Отстраниться И Выйти Из-под Воздействия Я Вкратце Обрисовал Вот Я надеюсь Ну Не надеюсь Я думаю Что И дальше Можно будет Такими блоками Выдавать информацию Вот На этой площадке В частности Вот Вячеслава Я это делал Раньше Вот Ну Как-то так Ваше дело Верить или не верить В это Все Анализируйте Как бы Ну Возможно Вам эта информация Пригодится Всем спасибо За внимание Передаю слово Я могу сказать Вот мне очень интересное Про Хождение По морю Я просто Имея капитанские права Я сдавал Экзамены В Балтике Ну вот Меня Что еще Это было давно Ну Лет Шесть Может пять назад Меня что Удивило Я спрашивал Своего капитана А что спрашивал Михаилу капитана Мы узнаем С вами дальше В ролике Это фрагмент Из эфира На Котлярову ФМ Я так подумал Что было бы неплохо Залить его На основной канал Здравствуйте Уважаемые слушатели Зрители С вами Вячеслав Котляров Харькова 17 часов 40 минут 08 12 2020 года На тот момент В эфире было Два Михаила Даже три Ну Два Михаила Которые ходили По морям По волнам Поделились Своими Мыслями И наблюдениями Возможно Услышанное Вами В ролике Кому-то Приходится Кого-то Заинтересует А кого-то Просто Развлечет Приятного Прослушивания Вопрос Просто такой Ну Есть ли сообщение Водное Да То есть Морское С Архангельском Как-то Я так понял По твоим словам Что Как бы там Не плыви На северо-восток Военные Развернут Ну Как бы Никуда не уплывешь Почему Непонятно Вроде Как это По карте Если так смотреть Да Мурманск Как Полуостров Получается Ну Белое море Архангельск Это получается На юг Плыть надо Это не на север Ну На право На восток Да Потом Свернуть На юг Как бы На юг Ради бога На юг Тебя пустят Но на север Ты не уплывешь А В этом смысле Ну а вообще Есть сообщение С архангельским Есть такое понятие Там Нарезать на грабль И Сплавать в Архангельск Нет Такого нету Такого нету Класс Класс Такого нету Только По материку Ты можешь Ну Добраться Такого нету Чтобы допустим Какие-то там Были Теплоходы Или еще что-то Ты имеешь ввиду Нет Такого нету Такого нету Только На материку Ну а вот Сам Как бы Ты знаешь Дед Ленинградское шоссе Ты можешь сесть на машину Поехать туда Вдоль озер Там В этих великих Всяких разных Проехать Там Ландожское озеро Там еще Куча Там Петрозавоз Все Да Петрозавоз Да Никель Там все Ну никель Это немножко На другой стороне И глинестрон Норвегии Ну Ты по морю Не поплывешь Что Нет такого Обалдеть Работа Я могу сказать Вот некоторые вещи Интересные Про Хождение По морю Я просто Имею капитанские права Я сдавал Экзамены В Балтике Ну вот Меня что еще Это было давно Ну лет Шесть Может пять назад Меня что Удивило Я спрашивал Своего капитана Который преподавал Вот когда Прокладываешь маршруты Во первых Во первых Деньги эти стоят Вот эти лоции Да Это вот части карт Ну там Сектора Которого ты Ну там К примеру Финский залив И то Финский залив Тоже делится На отдельные лоции Вот Ты прокладываешь маршруты Даже когда у тебя задание Ну Каким-нибудь там Островам Там Идешь по Финскому заливу Между Эстонии Финляндии Вот Огибаешь Ты там Так же Как и У самолетных Глиссад Есть да Определенные маршруты Там так же Ты можешь Проложить Маршрут Не везде Там Между Некоторыми Островами Хотя Глубина На картах Показана Прилично Ты не можешь Пройти Есть Самое Интересное Зоны Магнитного Склонения Через Которые Нужно Проходить С учетом Ну там Определенных Коэффициентов Выстраивать Маршрут Потому что Там Навигация Начинает Отклоняться Поэтому Называется Зона Магнитного Склонения Вот я Несколько раз Задавал вопрос Что такое Зона Магнитного Склонения Вообще Ну это Там Зона Аномального Магнетизма Земли Где Навигационные Приборы И компасы Они Начинают Прыгать Давать Неистинные Значения Вот И Плюс Еще Ко всему Ну что Касая Просто В других Вводах Не был Самостоятельно И Там Есть Такие Вот В частности Финском Заливе Места Сражений Ну Которые Не трогают Их Опасно Трогать Так Как Был Случай Давно Тральщик Тащил Ну Очищали От Обломков Торпедированных Этих Катеров Затонувших Корабельные Маршруты И Тральщик Вытащил Несколько Бочек На Палубу И Якобы Они Оказались Алло Слышно Вот И Весь Весь Экипаж Погиб Тогда И Про Вот Эти Зоны Тоже Какие Байки Рассказывались Что Над Ним Нельзя Ходить Так Как Опасно Можно Зацепиться Хотя Если Посмотреть На Карту То Там Достаточная Глубина Даже Если Ты Идешь На Яхте С Килем То Ну Ты Никак Не Достанешь До Дна До Просто Под Запретом И Некоторые Места Просто Объяснение Такое Там Запрещено Короче Ты Выучил Что Это Обозначает Запрет Да Ну И Все Подчиняйся Этим Правилам Так Везде В принципе Ну По Морскому Праву Ты Не Можешь Ну В Свободном Большом Большой Совсем В Оде Прокладываешь Маршрут Практически Как Тебе Угодно Ну В Таких Местах Около Каких Побережь Существуют Вот Такие Ограничения И Ни Влево Ни Вправо Ты Не Можешь Двигаться И Говорят Что Это Под Страхом Смерти Или Под Страхом Разбить Лодку Ренат Спрашивает Что Было В Бочках В Бочках Был VX Газ Это Боевой Газ Моментального Действия Он Поражает Центральную Нервную Систему Если Вы Смотрели Фильм Катрас С Этим Я Не Помню Как Он Назывался По По Моему Так И Назывался Аль Катрас Там Играл Николас Кейдж И Шон Коннери Когда Террористы Захватили Туристов В тюрьме Аль Катрас И Забаррикадировались И Притащили Туда Ракеты С Этим VX Газом Украли У военных Шантажировали Американское Правительство Что Они Запустят В Крупные Города Америки Их Ну Там В В Сопровождении Ходил Адмирал Кузнецов И БСК Алтай Большое Буксирующее Судно Не Я Ходил На Таких Гражданских Лодках Парасных Преимущественно Вот Но Такая Вот Такая Вот История Интересная То Что В Принципе Везде Существует Ограничение Даже На В В Серьезной Круто С Золотом То Что Понимаешь Ты Даже Когда Идешь Допустим В Команде Ты Не Знаешь Что И Куда Тебе Никто Ничего Не Говорит Все Твоя Задача Вот Конкретная Ты Не Знаешь Ну Допустим Куда Ты Идешь Что Ты Идешь И Где Ты Окажешься Или Вот Вас Михаил Вас Посвящали Вот Во все Путешествия Ваши Не Ну Как У нас Были Учебные Походы Да Ну Как Посвящали Мы Сами Маршруты Строили Мы Ну Мы Знали Куда Мы Идем Там Между Какими Островами Нам Причем Говорили К этому Острову Ну Логично Да Там Подойти Можно Здесь Там Какие То Камни Скалы Могут Оказаться Там Тоже Зоны Подхода Комфортного Вот Я Говорю Про то Что Ну В Открытом Именно Море Существует Оно Огромное Да Там Существует Правила Движения Судов Ты Там Должен Большие Суда Пропускать Ну Как С ними Расходиться Преимущество Больших Естественно Барш Лайнеров Нужно Быть Капитаном Корабля Ну Да Я На него Как раз И учился Можно Вопросик Михаил Ты Как Сказал Ну Во-первых Карты Дорогие То есть Где Их Брали Кто Их Печатает Вот Еще Такой Вопрос Да Конечно Да Да Еще Как Вопросик Вот Вы На Карта Всегда Рисуете Ну Как То Что Я Вижу По Телевизору Я Не Знаю Там Карандашом Рисуете Что Там Обводите Ну Когда Горишь Путь Прокладываете То Или Что Нет В походе Карты Бумажные Не Используются Это В учебном Классе Вот Эти Лоции Вот Например Если Вот Финский Залив Он Поделен Там Я Не Помню Ну Предположим Я Не Помню До Конца На Четыре Лоции Это Четыре Сектора Просто Нарезанные В Проекции Меркатора Ты Вот По Какой Идешь В Ты Например Даже В телефон Можно Загрузить Они Там Тоже Какие Бешеные Денег Стоят И В Айфон И В Андроид Они Продаются В Этих Магазинах Также Они Продаются Для Корабельной Навигации Там Называется Штука Карплотер Это Такой Планшет Грубо говоря В котором Загружены Все Карты И Когда Ты В Море Выходишь Ты В нем Прокладываешь Маршрут Он Тебе Там Глубину Автоматически Там Вообще Все Автоматом Ребенок Сможет Который Умеет На планшете Играть Настроить Это Все А Эти Карты Они Школы Приобретались Ну Это Специальные Организации Их Продают Ну Типа Как Специальные Книжные Магазины По Какой-то Специли Литературе Вот И Эти Также Компании Продают Их Вот Этими Кусками Как раз Когда Карандашиком Да Это Можно Стереть Потом И Другим Курсантам Передать Они Многоразового Использования А Для В Электронном Виде Они Прилично Стоят Да И в Бумажном Они Прилично Стоят Там Тогда Когда Учился Разные Лоции Стоили Там И 300 И 500 Евро И Даже 700 Доходило Кусочек Такой Карты С Подробными Там Этими Всеми Нанесенными Отметками Все Ну И Главный Такой Вопрос Беломор Канал Через Нем Вообще Кто-то Плавает Или Нет Я Не Отвечу Я Не Знаю Да Никто Его Как бы Строили Пол Страной Там Погубило Столько Жизни И Я Только Так И Для Сих пор Не Понимаю Для Чего Он Вроде Как Сообщается Через Питер И Вот Это Белое Море В Архангельск Опять Мурмасс Можно Попасть Ну Белое Море Паренцово Море Там Как Там Получается Так Водик И Для Чего Беломор Канал Так И Непонятен Вот Я Еще Хотел Сказать Вячеслав Вот Расул Расул Это Видео РВ РВ Да Там Канал Вот Он Животе Штатах Живет Да Город Юпитер Хороший Человек Добрый Да Вот Он Разве Не Может Допустим Добраться До Нижней Калифорнии И Отснять У него же Есть Квадрокоптер Он Видео Выкладывает И Отснять Допустим Пускай Он На Побережье Нижняя Калифорния Южная Калифорния Да А Снимет Туда Вдаль Посмотрит Заход Там Получается Вот Я Скручу Этот Шарик Здесь Вообще Ничего Непонятно Ну В общем Он Говорил Года Два Назад Что Поедет Если Ему Деньги Там Тысячу Или Две Тысячи Долларов Накидают Он Не Хочет Свои Деньги Тратить На Дорогу На Бензин Если Мы Пришлю Две Тысячи Долларов Поедет Ну Где То Есть Старый Эфир Ну Да Да Ему Получается Ему Все Штаты Пересекать Он Получается На Востоке Да Живет На Востоке Ему Получается На Запад На Запад И Вот Он Получает Здесь Калифорния Вот И Пускай Он Попробуй Запустит Там Пабло Что Он Не Может Съездить Допустим Это Как С России Допустим С Москвы Поехать На Допустим Дальний Восток Пересек Континент И Оттуда Запустил Свой Контракт Коптер И Отснял Оттуда Он Где-то Запускает Что-то На Своем Попережье Вот Он Запускал Там Чуть ли Не Кубу Видно Вот С Флориды Он Запускал Жоржи Южнее Джоржи Запускал Флорида Да Он Запускал Вот Тем Более Там Домик Стоит Паун Бич Получается Побережье Получается Восточное Он Может Точно Так же Сесть В машину Поехали Трасса Идет Я Смотрю По Карте Здесь Доехать Это Фигня На самом Деле Не Фигня Конечно Доехали Он Может На Крайний Случай Может На Самолете Долететь Это Вот Я С Мурманской Летаю В Москву Две С Полны Тысяч Стоит Билет Два Часа Ты Пролетел Десять План Тысяч Километров Все Ты Со Своим Квадрокоптером Запустил Поднял Посмотрел Потому Что Вот Я Говорю С Южной Калифорнии Нижняя Калифорния Она же Называется Ампендицит Нету Там Никаких Неполетов Ничего Ему Там Даже Не Разрешат Запустить Да Там Стоят Яхты Побережье Стоят Какие Там Эти Шлюпки Но Дальше Стоят Нефтяные И Все И Пошло Дальше Вперед Океан Тихий Океан Располагаюсь Так Там Нет Ни Одного Полета Даже В Интернете Если Гуглишь Смотришь Ни Одного Нет Полета Парадар Вроде Показывает Что Там Что Где То Куда Летит Там Сторон Это Квейбэка На Север Получается Канады Расположение Совершенно Не То Да Введу В курс Дела Для тех Кто Не В курсе Недавно Создавал Ролик Который Назвал Средиземное Море Омывает Америку В котором Сообщил Что Аравийский Полуостров И полуостров Калифорния Это На самом Деле Один И тот Ж Полуостров Очень Похоже На Правду Живу В Дахе Катар Уже Два Года Как Раз Аравийский Что По Приезду Сюда Очень Удивило Что Практически Все Продукты Питания Здесь Американские Все Консервы Крупы Соусы ИПР А так же Косметика И в аптеках Все Медикаменты Все С Америки Согласно Современным Картам Вести Продукцию Со штатов Совсем Неблизкий Свет А если Посмотреть Это Видео То Становится Понятно Почему Так Происходит Здравствуйте Уважаемые Слушатели Зрители С вами Вячеслав Котляров В Харькове 15 часов 17 минут 0 3 12 2020 Года Пока Немоглики Из Антропогенеза С помощью Костей Как рассказать Так Деликатен Не получается С помощью Костей Гомной Палки Пытаются Смастерить Древние Вазы На канале Разгадки Истории Особо Не напрягаясь Уже Создали Да Древнюю Вазу За 15 Минут Как говорят Авторы Больше Времени Ушло На Добычу Ингредиентов Да Они Как бы Готовый Вариант Не Выложили Но Это Не Принципиально По сути Они На Правильном Пути Есть Скажем Так Два Взгляда На Вазы Ну Правильных И грамотных Их Точили На Станках Их С помощью Мраморных Технологий Заливали Ну Видите Человек Который Прислал Рецепт Как Сделать Вазу Алексей Петрович Спрятал От Нас Рецепт Шучу Спрятал От Нас Рецепт Сам Автор Канала Не знаю Евгений По моему Зовут Приветствую Ну Как Он Посчитал Если Ему Прислали Значит Он Не Должен Зрителям Давать Рецепт Мрамора Ну Не Хочется Критиковать Ну Так Если Объективно Смотреть А Прислали Б Какому Евгению Если Б У Небало Зрителей Ну Просто Вот Так Вот Ходит Алексей Петрович Женя Несуществующего Канала Разгадки Историй Давай Я Тебе Отправлю Рецепт И Женя Такой Да Алексей Петрович Присылайте Ну Понятно Что Рецепт Этот Принадлежит Всем Но Это Как Обычно Джон Конар У нас Делает Присылайте Видео Мне Во всех Роликах Говорит А потом Женя Вам Было Было Информации Ну Считает Что Ему Прислали Хотя По сути Подписчики И делают Того Его Любого Его И Присылают Не Ему Тому А Присылают Вообще Всем Подписчикам Чтобы Они Узнали Те Или Моменты Вообще Видите Без Критики Невозможно Вот Когда Критикуешь Официоз Все В ладоши Хлопают А Когда Критикуешь Псевдо Альтернативщиков Точнее Они Действительно Они Не Псевдо Альтернативщики Конспирологи Хотя В данном Случа Исследователь В некоторых Моментах Исследователь Автор Этого Канала Он Можно Сказать Что В определенных Ключевых Моментах Все Таки Уступает Роли Исследователя Все Делает Своими Руками Методом Проб И ошибок Ну Ладно Я Вообще Хотел За ткань Поговорить Искал В интернете Какие нибудь Статьи Про ткани И когда то Сами Мы делали В принципе Ролик Допотопная Мода Но мы Захватывали Там Момент Конечно То что 200-300 лет Назад Было Ну вот Знаете Конечно Статью Можно Написать А может Она уже Где то Написана Прочитать Но я Наверное Все таки Своими словами Скажу Основной Посыл Вот они Пытаются Вазу Сделать Да Ну Вазу Теоретически Там За 100 лет Возможно Они сделают Или за 200 Которые делали Египтяне А вот Одежду Которую носили Египтяне Они ни за 100 Ни за 200 Ни за 1000 Лет не сделают Они вообще Не сделают Эти немоглики Вообще Чтобы понять Что Даже изготовление Небольшого Носового платка Это Нелегкое Дело Я уже Искал Где там Официоз Предлагает Как же Создавались Носовые платки Ну судя По описанию Конечно Вот здесь Возможно За 100 лет Можно было бы Носовой платок Создать Они пишут Что Во первых Это было 3000 лет До нашей эры Около 3000 лет До нашей эры Вы представляете Значит Как они делали Делали раму Которая представляла Себя Два деревянных Шеста Хорошо Закрепленных В земле Параллельно Друг к другу На шестах Натягивали Нити С помощью Прута Ткач Приподнимал Каждую нить И тут же Протягивал Уток Да Ну Бурные Фантазии Ну может быть Как нибудь За 200 За 3000 лет Может быть Сделали бы Этот Носовой платок А вот что дальше Было Это вообще Интересно Как вы думаете Могли Древние люди Изготовить Подобный Ткацкий Станок Ну я тоже Как бы И официоз Решил Поискать Когда там Впервые Ткацкие Станки Появились Это Искал Ткани Для демонстрации Но понял Что ткани Искать Не нужно Достаточно Просто Статуи Находить На которых Ткани Были Изображены Потому что Создавать Долота И маленького Лобзика Вот он Сделает И нам Сошьет Носовой платок В принципе Я думаю Что основной Посыл Друзья Понятен Чтобы Чтобы Вот такую Сделать Прялку Это Очень много Нужно Технологических Процессов Пройти Да И даже Как они Вот допустим Изображают Людей Там В ботиночках И где Ниточкой Прошита Да Подошва Даже Это Иголку Даже Иголку Создать Это Ну Это Надо Целые Заводы Строить Чтобы Создать Иголку Хотя Не Они Скажут Но Они Это Взяли Костяную Иголку И с помощью Костяной Иглы Все Это Создали И Костяными Ножами Все Порезали Ну Ладно Это Тоже Много Чего Абсурдно Но Вот Ткани Ткани Которые Были У Древних Египтян Создать Было Невозможно Четыре тысячи Лет Назад Ставка Премонтажа Чтобы Создать Подобный Ткацкий Станок Нужен Другой Станок Который Будет Сделан Из Железа А Железный Станок Невозможно Было Создать По Официозу Вот Знаете Заколдованный Круг Получается Просто Напросто Вот А Ну Хорошо Ну Отковали Вы Молоток Че Ковались Железки А В Луквале Да То есть Это Печка Да А В Горных Породах Чем Ну Там Зубило Скорпель И Молоток Который Стучали Да А Они Откуда Взяли Нет Ну Как Мы Взяли Отковали Молоток Так Отковали Молоток Еще Железы Откуда В Горных В Горных Добывать Нужны Зубило Скорпель В общем-то И Железный Молоток Да Да Ну Откуда Ну Как Тысячу Раз Надо Повторять Эту Простейшую Последовательность Создание Инструмента Чтобы Перестали Тенд Задавать Вопрос Да Никак Не Сделали Да Никак Не Сделали Создать Было Невозможно Четыре тысячи Лет Назад Вот Что Они Пишут На Раннем Этапе Истории Древнего Египта Одежда Фараонов Состояла Из Набедренной Повязки Вот Так И Пойди Различие Где царь Где раб Набедренной Повязки У всех Были Как У представителей Других Сословий Отличительными Знаками Были Головные Уборы Короны И Платок Ну Так Раб Забрал Корону Одел И Пойди Потом Различи Где фараон Где раб Ходит Такой Раб С короной Говорит А все Я фараон И Платочек Одел Все Ну Это Конечно Все Хихоньки Хахоньки Даже Набедренную Повязку Я думаю Официоз Говорит Что они Были Из ткани Набедренные Повязки Во всяком Случае Статуи Которые Действительно Очень Древние Сто лет В обед Нам Говорят Что Были У них Платочки Были У них Набедренные Повязки И Судя По Изображению Скорее Все Это Была Ткань Очень Похожа На Ткань Как Основную Мысль Сообщил А заключается Она в том Что Даже Наш Игорь Фефело На этом Сайте Зарегистрирован Заключается Она в том Что Не могли Ни 4 тысячи Лет Назад Ни Тысячу Лет Назад Создавать Ткани А как Мы знаем Ткани Тогда Вообще Были Супер Пупер Качество Там Прозрачный Вот этот Индийский Шелк Или Китайский Шелк Поэтому Делать Кувшин Чики Пущаю Лучше Костями Сделают Вот Такую Прялочку И Соткут Платочек Если Появятся Развернутые Статьи По этой Теме Что Ткань Невозможно Невозможно Было Создать Даже Грубо Говорят 300 лет Назад С точки Зрения Официоза С точки Зрения Официоза Я их Обязательно Прочитаю Ну а Вообще В принципе Я как бы Не любитель Задавать Вопросы Я сразу Скажу Что Я любитель Давать Ответы Чтобы Создавать Чтобы Создавать То что Мы с вами Знаем Станки Там И Всевозможные Инструменты Уже Были Завезены В нашу Ячейку Цивилизациями Когда На определенном Этапе Местные Жители Утратили Возможность Пользоваться Этими Техническими Оснащениями Так как Были В основном Нашу Ячейку Завезены Сызмальства То В кавычках Боги Обучали Их Этим Премудростям Был Бог Кузнечного Дела Он Кузнецов Обучал Читали же Мифы Легенды Был Бог Какого Нибудь Текстильного Вопроса Текстильной Промышленности Он Обучал Как Ткать Ну Пионеры Вожатые Были Научили Местных Жителей Дали им Инструменты Дали им Инструменты Научили Пользоваться Вот Так И Живем По сей День Даже Современные Компьютеры Процессоры Нам Дали Никто Их Не Изобретал Нигде Нету Подробного Разбора Что Открыватель Как Создавалось Это Все И Вообще Как Сейчас Создается Принцип Технологии На Сим Разрешите Откланяться С вами Был Вячеслав Котляров До Новых Встреч Прямо В эфире Пока Канал На Ютуб Скоро Рассвет Расс possa Расс shed Продолжение следует...